Так, пошла запись. Здравствуйте, все, кто смотрит это в записи. Сегодня у нас играется турнир от Gosu Gamers WikiCup, номер 11. Мы, собственно, смотрим трансляцию от Gosu Gamers. Сейчас играют у нас команды Gravitation Surge и Dying Hand Soap. Первая половина этой карты уже прошла. Gravitation Surge были в атаке, и они за 3 минуты 27 секунд закончили эту карту. Вот, соответственно, теперь им нужно продержаться это время. Вот, одну секундочку. Так, надеюсь, вам все видно хорошо. Вот. Так, закидывает Красавчик уже на проход в команде Dying Hand Soap. Заходят соперники. Красная команда атакующая нападает. Отличный минус 3 в проходе, в узком проходе. Красавчик очень много урона наносит Ауе. Вот. И, собственно, первая волна атаки захлебывается у Dying Hand Soap. Закидывает Красавчик, опять же, свои гранаты на щит Рейнхарта, пытается его быстро сломать. Стоят здесь еще турельки от Симметры. Вот, в общем, довольно сложно будет пройти через главные ворота. Им надо команде атаки попробовать развести вот, да, вот оттуда с балкона кому-то заходить. Плюс, по пику у них есть два танка, два хила, и из дамагеров только Макри и Фара. Ну, Фара, если она взлетит, ее снайпер тут же снимет, скорее всего, потому что... Ага. Красавчик делает минус 3, тем временем нам не показали этого. Вот, он, видимо, закидывал свои гранатки. Отлично убивает Макри. Ну, собственно, атака, учитывая именитость команды Гравитейшн Сёрдж, я думаю, атака здесь первую... Хорошо, если они первую точку возьмут. Вот. Значит, в пике у защиты всего один такой хилищий саппорт, это Ангел. Ну, это стандарт, всегда берется Ангел. Почти всегда. Вот. Из саппортов еще есть Симметра, играют они в одного танка, и у них два дамагера плюс снайпер. Снайпер нужен для выцепления. Отлично пошел Резурект от Ангела. Минус 3 дала команде защиту, но Ангел подняла всех своих павших союзников. Красавчик продолжает заливать. Ловит Райнхарта на Капкан. Отлично взрывает лоу-хпшного Уинстона. Есть уже ульта. Посмотрим по ресурсам у команды атаки. Пока нет ультов, но у них будет одновременно, смотрите, зарядится почти 3 или 4 ульты. Маккри, Уинстон и Рейнхард уже на подходе. Красавчик ультует. Ой, сейчас взорвется. Минус 3! Класс! Как же так? Ну, у вас неужели нет наушников, ребята? Там слышно эту шину за миллион километров. И не среагировали почему-то. Ни Маккри, ни Уинстон, они могли бы, я думаю, снести эту шину. Жаль, очень жаль. Врывается Рейнхард. Так, ну, я думаю, тут защита так и будет стоять. Потихоньку они убивают соперников. Ангел поднимает одного. Так, появились 4 ульта у красной команды. Запрыгивает обезьяна, ультует, начинает раскидывать всех соперников. Рейнхард сбивает ему разгон. Ультует в никуда. Скип Джек. Но команда разбирается его. Там Симметра делает минус 2, Красавчик и Маккри. Очень уверенно, четко. Есть ульта у Маккри и у одного, и у второго. Вот, также есть 2 ульты саппортов команды Атаки. Надо как-то заходить сбоку, пытаться найти применение в своей ульте. Вот, возможно, да, под Ангелом. То есть сейчас... Надо, чтобы основная команда отвлекла внимание Рейнхарта. И тогда можно будет ворваться. Ультует Ангел. Отлично, минус 1. Ну, почти, почти. Там можно было еще забрать двоих. Резурект пошел. Убивает Рейнхарта и загоняет вообще на респу этот Маккри своих соперников. Так, слышим музыку из Overwatch, ребята, сейчас. Давайте я ее оставлю. Вот, на фоне. Хороший хэдшот вешает Зевосай. Еще воюет с солдатом и убивает его. Нашел здесь он двух Люсио. Точнее, Люсио просто одного нашел. Убивает его. Ну, очень, очень уверенно. Дефиц стоят, отбивают все атаки. И, видите, заканчивается время. Собственно, это победа команды Gravitation Surge. Так, давайте мы сейчас посмотрим лучший момент. Лучший момент Красавчика. Да, вот этот вот ультат, там, где он скинул просто на атакующую команду свою адскую шину. Убил троих, убил Маккри, Люсио и Рейнхарта. Ну, собственно, это вот лучший момент матча. Так, ставлю заставочку. Посмотрим, как тут у нас в игре. Да. 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 Так, общаются у нас тут пока комментаторы. Ребята, по звуку мне скажите, звук турнира бы погромче. Хорошо, сделаем чуть погромче. Комментаторов. Призываю сейчас комментаторы донатить на их турнир, вот, чтобы добавлять там в призовой фонд денежку, чтобы команды лучше были больше мотивированы. Рассказывают про систему проведения, про то, что 64 команды, спрашивают, ребята, не надоест ли вам все это смотреть. Что там по сайферу? Аспирант, я создал лаг в Дискорде, вот, скопировал вроде ссылочку, скопировал свой позывной, вот, ну, скину ему, я не знаю, как там добавить, честно говоря, я был не готов к такому повороту, но... Попробуем, попробуем ворваться, само собой. На следующую игру. Сейчас у них там своя игра, я не могу понаблюдать, к сожалению. Вот. Но будем надеяться, что они выиграют и не упадут в нижнюю сетку. По сетке, кстати говоря, вот у нас уже проходит следующий этап, значит, Gravitation Search. Хотите, я вам покажу этот момент. Так, вот, соответственно, сеточка, ребята. Значит, еще играют до сих пор Envy против двух Уинстонов. Здесь уже прошли Инкреди, это Incredible Reds, по-моему, называется команда, это финны. Так, кто здесь еще? Gravitation Search прошли. NG Blue, это шведский коллектив, шесть шведов, вот, они там нормально тоже играют, раздают. Вот, быстро, видите, закончились у них игры. Ну и, собственно, мы ждем, следим, конечно же, за командой Envy's, там играют наши ребята. Так. Сверху Брэдс тоже наши. Отлично, будем тоже следить за Брэдс. И они прошли, кстати, вот в первом раунде, в ROG-16, ой, ROG-64, часть команд уже упала, те, кто проиграли, упали в нижнюю сетку, вот, напомню, проходит по системе Double Illumination. Double Illumination, система, вот, Cypher до сих пор они, у них игра, у Envy's команды. Угу, короче говоря, комментаторы сейчас рассуждают, Temple ZP рассуждает насчет того, что, с какого побережья США лучше всего играть в их турнирах. У них турниры проходят как на Европе, так и, соответственно, в Северной Америке сервера стоят. Вот он говорит, что если вы находитесь на восточном побережье, у вас будет хватать пинга, ну, скажем так, чтобы комфортно играть на... и в европейском турнире, и в, соответственно, в Североамериканском турнире, который будет проходить, напомню, завтра. Возможно, мы его будем стримить в... также в 9 часов будет начинаться по московскому времени. Вот. И вот он, собственно, говорит, что очень хорошо можно ребятам участвовать. Я не знаю, что я buyом, что они тогда будут resto Para Потому что я не могу сказать ничего, но этот месяц только будет отличным для Overwatch И кто только знает, что будет происходить за последний суток и в суток И, ребята, мы пытаемся выйти в следующий матч как быстро, как мы сможем Если вы подключены сегодня, то это, наверное, означает, что вы любите Компетитивный Overwatch и Компетитивный сцена Я хочу дать быстрый shoutout к reddit.com.r.com. Так, ребята, я вернулся, значит, окончание матча у Сайфера Закончилась у них игра Я очень надеюсь, что мы попадем во внутрь, где мы выиграем Потому что смотреть за какими-то командами, за какими-то не нашими, это не так интересно Вместо того, что на Минорвачьи собрадит это действительно очень has to be у нас У нас есть много людей с тем, что у меня не может быть даже не только на Минною Компетитивный, что не может быть указано как быстро Но он до конца может быть увеличеннее Но я рекомендую Минною в Орвачьи собрадит У нас действительно действительно хорошая поле тектора Это очень хорошая информация Тебе погибайт Если на выход 1943 Но сейчас мы просто ждем Ты имешенний мир так потихоньку заполняется там сетка их пока выключу так пишем invite полоза значит дискорд дискорд как как в дискорд прыгнуть я вот не знаю хорошо я понял спирант как не в дискорд прыгнуть этот вопрос я вспомнил там можно у них на сайте кажется где-то в разделе турнира в правилах там есть ссылочка на него дискорд бла-бла-бла я реквает принять приглашение перейти приглашение открывается так отлично вот мне прыгнул сюда ищем еще сайфер нет а кого-нибудь из наших анк анка эх ребята так выклеил да они конфилы сети 600 с лишним человек там у них это все игроки разные видимо знаете наверно нас не пустит выиграть тут специальный есть отдел кастеров ладно ладно ребята давайте тогда посмотрим что тут еще на стриме я вам включу этих комментаторов и буду стараться переводить по мере своих возможностей ой по мере своих способностей в английский вот как раз сейчас про инкредибл рэдс про невероятных крыс рассказывает темпо говорит он про них они с финляндии рассказывает он про то что вот эти открытые кубки дают возможность огромное количество дает возможность большому количеству людей играть создавать свои миксы команды вот и собственно участвуете в киберспортивной жизни овервотч говорят про вот как раз таки почему то они инкредибл рэдс считают эстонской командой насколько я помню давайте сейчас еще посмотрю так скорее всего нас не пустят не пустят выиграем вот поэтому давайте тогда закрою овервотч вот и нам не будет мешать не будет мешать музыка вот соответственно будут только вот англоязычные комментаторы ждем и следующую карту эндиас против инкредибл рэдс так сейчас опять поставлю заставочку посмотрю с какой же все таки страны эта команда эндиас считается команда все таки с эстоней инкредибл рэдс эндиас считается почему-то у них флаг стоит американский хотя вот напомню что в составе участвуют два шведа финн немец испанец и собственно один единственный представитель соединенных штатов это тэйл спин до инкредибл рэдс все-таки из эстонии игроки у них монорок индро за феникс наффензо и менеджер зигдамаста соответственно ждем и начала игры просто он спос спонсор поэтому американский да скорее всего так тебе должны дать обзорвер на картах скорее всего нет рассказывать про нумбани про то что там щит рейнхарта очень решает принципе да там если поставить рейнхарта вот в мейн проход да вот по центру как спускаться к автобусу там да там он перекрывает почти все пространство и единственные способы как-то обойти это вот по комнатам справа вот но в комнатах справа можно поставить каких-нибудь дамагеров и собственно тоже держать там хорошо проходы что за комментаторы первый раз вижу комментаторы но они с госу геймерс они до этого комментировали тоже турнир посвященный открытию релизу игры по-моему назывался он госу геймерс оупен или что-то вот в этом духе а вот it's not quite the old crossfire defense because since you can't stack with us or 76 is here but still going to be a lot of good range damage that will be spreading out covering different parts of the early point before the hanger and i think on their attack on the incredible rats could have some issues getting through it especially now that double winston Про фиш стикс. Где-то я это уже видел. Фиш стикс. Наверное, на упаковке это рыбных палочек. Слушайте, почему-то они не хотят никак начинать игру. Не знаю, они... Видимо, они так и будут общаться по поводу... А нет, смотрите, уже запускают игру. Отлично. Будем мы сейчас наблюдать карту Гибралтар. Играет у нас команда Dying Hands Soap. Ага, они меняют. Они в прошлый раз играли. Играют у нас Envias против Incredible Red. Соответственно, эстонская команда. Можно, в принципе, за эстонцев тоже поболеть. Пожелать им удачи. Хотя что-то мне подсказывает, что Envias будут здесь выглядеть фаворитами. Потому что команда, наверное, входит в топ-8. И по рейтингу госу-геймерс, и в целом по раскрученности, по скиллу, я думаю, это вот команда высшего, скажем так, дивизиона. Так, ребята, еще раз давайте отладимся по звуку. Комментаторов вам слышно, чтобы они сильно не перекрывали меня. И в то же время, чтобы мы слышали, возможно, звуки каких-то ультов. Отлично. Срывается Люсио. Люсио где-то падает в обрыв, в море. Ушел купаться. Давайте немножко по пикам. В команде защиты играют Incredible Reds. И пики нам скрыли. Соответственно, играют они в два саппорта. Будут переживать. Играют в два танка. Заря плюс Рейнхард. Вот. И из дамагеров они решили взять снайпера. Это правильно Ханзо. Потому что здесь очень большие расстояния. Будем смотреть за его аимом, скиллом, потому что это будет очень сильно решать. Смотрите, 84 уровень у этого Ханзо. Началась атака. Вот. Еще раз. По дамагерам у них еще фара. Это достаточно, я думаю, здесь, чтобы держаться. Но посмотрим, как пройдет первая атака. Отличный минус от снайпера. Да, вот рассыпается защита. Видимо, Ханзо уже гоняет Уинстон. Да, это, конечно, развал. Сразу минус 4. Зашли. Убила снайпер двоих. Ребята, остальные, остальная команда зашла вместе с точкой. Теперь снайпер прессует, пытается... Не, ну это слишком нагло. Пыталась она как-то выцеплять выходящих из респа эстонцев. Летает фара. Nothing Zero умирает. Очень-очень быстро и хорошо идут, держат точку, убивают врагов Envyaz. Так. Ульты уже есть у всей красной команды. Команда защиты ждет своих тиммейтов, чтобы все вместе навязать хотя бы какую-то борьбу. Ну, время, конечно, работает сейчас на на Envyaz, потому что они стоят у точки, они контролируют ситуацию, двигают груз. Вот. Я даже не знаю. Разваливаются, просто разваливаются эстонцы. Нечего вообще противопоставить им этой слаженной машине. Ультует Заря. Стягивает Уинстона ультующего и Макри, но это лишь немного задержало атаку. Вот буквально на пару секунд, потому что они просто банально вышли от тележки. Подрублена ульта Вдовы. Видит все прекрасно через ВХ. Envyaz. Но есть ульта у Макри. Есть. Почти все ульты есть у команды атаки. Ультует Макри, держит щит. Хорошо. Рейнхард удержал щит, но Макри его тоже разломал ультой. Влетает, вырубает Макри. Нет, не вырубил! Выжил! Вау. Да, ну, полный развал. Минус 4, минус 5. Да, первая карта так, наверное, и закончится. Первая половина на этой карте так и закончится. Уверенным просто прокатом тележки от этого микса интернационального. Envyaz. Лучший момент матча. Интернет-Халк. В принципе, играет он на обезьяне. соответствует. Это вот сейчас финальный момент уже. Тут он с руки. С руки в основном добивал. Закончились патроны в пушке и сделал нужные минусы. Видите, ни одного, ни одного игрока из команды защиты нету на финальных карточках. Да, это укаточка. Зеленый прицел только у обзерверов. Нет, прицел можно ставить самим, но... Еще раз всех приветствую. Привет, подскажи, чем отличается ХП от брони щитов. Привет, Джас Пальто. Щиты поглощают урон. Как бы, смотрите, вот идет выстрел, допустим, я знаю точно, у Макри, да? 75 наносится в обычный ХП, выстрел, да? Вот. А в броню наносит он 70 урона. То есть, соответственно, идет урезание по урону. Вот так вот. Они сдерживают больше ХП. Давайте посмотрим по пикам теперь уже. Значит, сейчас собирают свои пики команды. Мы можем с уверенностью сказать, вот как только выйдут герои защиты, какие они останутся до первого контакта, до момента, потому что поменять они их не смогут. Им надо будет бежать на базу, бежать домой, далеко от точки. Вот. А команда атаки, она как бы начинает на своем респе, и там они могут менять героев сколько угодно. Итак, смотрим. Играют они также в 3 саппорта. 2 саппорта хилищих плюс симметра. Они надеются, что им хватит урона, берут еще вдову, берут... Ага, ну, по традиции прыгает Люся, умирает. Так, и есть у них красавчик. Если команда атаки не поменяет свои пики, у них, значит, будет играться... Смотрите, такая мобильная связочка. Это Люсио плюс Уинстон. Играют они только в одного саппорта, берут много танков, будут пытаться жить. И также они берут снайпера, чтобы выцеплять... Снайпера команды Энвис, а именно Таймол. Вот. Посмотрим, как будет исполнять на Фензо. Красавчик в защите, это здорово. Он может заспамливать точку своими гранатками, вот, и соперникам придется его выбивать. Отлично, попадает снайпер, но не убивает, не хватает урона, ломаются щиты Уинстона. Вот смотрите, три танка, они заходят на точку. Под щитом Рейнхарта пытается снайпер... Снайпер на снайпер, интересная дуэль. И вешает хэдшот Теймоу. Отличный хэдшот. Убивает также Гэнзи, но ее припечатывает Рейнхарт. Хотя ее спасают, спасает ее Симметра. Не доехал Рейнхарт, не припечатал ее к стенке, не нанес 300 урона, которые были бы летальными. Соответственно, точка соревнуется, кто-то там есть на ней. Это Заря, Заря плюс Люсио. Вдвоем они тут пытаются противостоять четырем героям команды соперников. Заходят в аптечки, сзади выпрыгивает снайпер, и сейчас их тут доберут. Я бы на их месте дожидался команды все-таки своей. Собрался бы вместе, но вот сейчас пытаются растянуть. Растянуть как бы оборонительные редуты, тут убивают Рейнхарта. А именно, Монорока, падает снайпер, на снайпер опять там дуэль, падает снайпер атаки, и посмотрим, как будут справляться эстонцы с своим именитым соперником. Ну, этот снайпер просто великолепно играет, хороший АИМ, показывает... Ну, тут надо с автомата добить, конечно же. Добивает. Прицеливается в Зарю. Не попало, ну, там слишком близко было, и довольно экшеновый момент. Опять снайпер на снайпер, выкидывает минку свою на Фенза. Команда защиты, между тем, убивает четырех героев атаки. Ух, хороший хэдшот. Слушайте, ну, снайпер у них вот классно играет, действительно. Сейчас главное не сглазить мне его. Да не, не сглажим тут. У Гэнзи не было шансов. С таким АИМом можно побеждать на турнирах. Снова заходят эти три танка на точку. Умирает саппорт, умирает опять снайпер. Тайму просто уничтожает соперников. Так, взяли трейсерку. Эстонцы. Ну, и она тут же умирает. Попадает под флешку Макри. С Макри вообще не стоит воевать за трейсерку. Закидывает гранатки своей заря. Закидывают ее саму гранатками. Закидывает ее как крыса, плюс Макри. Макри вообще в ФК ушел. Говорит, пойду чайку налью. Они в пятером справятся. Снимает ульту. Да, это расстрел, ребята. Снимает ульту Гэнзи, убивает тут же трейсерку. Ну, забрали-забрали танка. Да, забрали танка защиты, но это особо ничего не даст, потому что этот Макри нарезает. Хайнун. Ультует, ждет. Не получилось у него. Додержал до конца до времени. Убивает снайпера. В очередной раз. Наверное, на Фензе там стата в районе, я не знаю, 2 на 7, где-то вот так вот. Очень... Ну, тяжело, тяжело им. Ливают, пишут ГГВП, все, сдаются эстонцы. Ну что ж, для НВАС это было, конечно, очень быстро, легко. У них команда, да, они и в закрытой бете много играли, и на турнирах участвовали, то есть команда сыгранная. А эстонцам, ну, можно пожелать только удачи на следующих турнирах, да, и удачи не попадаться на таких соперников в ранней стадии. Посмотрим, может быть, они еще что-то могут показать нам на... как бы в... нижней сетке. Может быть, они еще куда-то выйдут. Так, давайте теперь с вами пообщаемся, ребята. Что за не до конца гейминг? Ну, они знали, что соперники провели точку за буквально, там, я не знаю, за 2 минуты, наверное. Вот. А сами они вот, ну, видишь, они ковырялись долго на этой, в втором вот этом вот спуске. Соответственно, тяжело. Соответственно, они в любом случае бы не выиграли. Вот. Поэтому... Так, рекламируют на официальном стриме разные штуки, как можно задонатить игрокам. Так, давайте посмотрим, еще, может быть, есть какие-то стримы. Ой. Да. Возможно, есть еще какие-то стримы, значит... с... Да, не сможем мы участвовать в... в играх непосредственно смотреть, пока нас не будет в официальном списке кастеров. Вот. Это правило от... госу геймерс. Но мы можем пока посмотреть еще какие-то трансляции. Возможно, там кто-то стримит наших игроков. Сейчас проверим. Так, сейчас ребята. Да, вот HappyZerk стримит наших ребят. Давайте мы тогда его без звука, я его пущу. Так. Сейчас, секундочку. Давайте без звука я его пущу. Будем смотреть хотя бы, как играет наша команда NX Overwatch. Значит, не знаю, как прошла первая часть... не знаю, как прошла первая часть игры. Значит, Team NX... NX Overwatch играют в атаке. Вот. Пытаются они захватить все еще первую точку. Вот Cypher стоит на точке. Его припечатывает... Рейнхард. И он умирает. Идет захват. Ну, ребята, вернитесь, вернитесь. Не надо... Надо же забирать точку. Эх, мажет шарик. Мог бы припечатать Макри. Но Макри его разбирает. Точка добирается. Сейчас уже поедет тележка. А что кулер за саппорта? Ну, вот так вот. Ну, саппорт Люси, он такой, боевой. Вот. Так же, как и Дзиньят. Вот, смотрите, Рубикон на Дзиньяте играет. Играют два саппорта в таких, скажем, необычных. Cypher бежит резать солдата. Дорезает его. Добивает его Анак. Играет он на Вдове. Так, пошел Хайнун от... И, да, сдаются, получается... Непонятно, кстати, кто победил. Да, сдаются TeamSRL, насколько я понял. Потому что, значит, по времени они не проходят. Отлично. Продолжают шествовать по сетке наши ребята. Давайте я вам пока покажу сетку. Сейчас. Посмотрим мы с вами сеточку. Так. Вот она сеточка. Значит, Envy, вот они прошли в третий раунд. Вот это уже будет, получается, Ro16. NG Blue сейчас уже играют с Reason Overwatch тоже в Ro16. За выход в одну восьмую. За выход в одну, получается, четвертую. Так. Ну и, соответственно, если выиграли наши ребята сейчас TeamSRL, они будут ждать соперников из пары команды Slash и команды U, нижний слэш, A. Unlucky Alliance Esports. Это как раз-таки финская команда. Так. На официальном стриме у нас, значит, пошла игра. Сейчас мы посмотрим. Да. Начинают у нас играть... Начинают у нас играть NG Blue и Reason. Это, напомню, одна шестнадцатая. Получается так. Одна восьмая. Нет. Это одна восьмая уже, ребята. Извините. Это одна восьмая. Не по времени проходит, а, скорее всего, аноксы привезли точку, где остановились противники. Да. Либо так. Либо так. Значит, по пикам в команде защиты играется три саппорта вместе с Симметрой. Симметра, Ангел, Люсио, играется один танк и два дамагера, это солдат и крысавчик. Да. Атака у нас... Ну, видимо, я не знаю, бастион они, наверное, репикнут, потому что на первой точке бастион здесь не нужен, здесь нужно зайти как-то. Вот. Да, это пикуют тоже второго саппорта. Два саппорта, два танка, два дамагера. Такая привычная стратегия. Вот. Довольно часто я ее вижу. Вот. Собственно, ждем начала игры. Фин не знает поговорку, как лодка называется, так и плывет. Как можно название команды стрелить анлаки. Ну, здесь ничего такого рандомного нету. В Overwatch это не хардсоунчик, поэтому пойдет. Начинается атака, бафается Фара от Ангела. Подвисает, к сожалению, трансляция. Так, одну секундочку. Так, все вроде бы отлагало, все нормально. Заходит атакующая команда, кидается флешка через верх, через щит Рингхарта. Макри выносит двоих просто вперед ногами, героев защиты. Убивает симметру. Ну, он уже троих уже забрал, убил при этом туретку симметры. Эх, не добивает солдата, но зря он юзал бегло огонь, слишком далеко было, чтобы законтролить спрей. И продолжают, все-таки умирает этот Макри. Заря на точке, захватили уже одну треть. Вторая треть пошла. Да, надо заходить в команде защиты. Где же NG Blue бегают? Все, вот вышел солдат, ультанул. Смотрите, какая винтовка у него прикольная. Похожа на М16. Ну, Мочка, вот американская винтовка, только с какими-то дополнениями. Солдат с эмкой, да, вот именно. О, хорошая атака, быстрые такие влетели там, под ускорением Люсио, на точку, дали басы. Фара воюет против солдата. Умирает релей. Хм, ангел достала пистолетик, начинает нарезать. Ну, ей надо бы поднимать там кого-то. У нее накопилось ультана, она не успела. В итоге погибла, ультует фара атаки, и минус все герои защиты, это будет захват точки А. И теперь они будут продвигать свою тележку вперед. Шадис под бафом ангела расстреливает такую же связку героев команда Ризан. Заря там накинул щиты на фару, но двигается Рейнхарт плюс Люсио. Двигают тележку, толкают ее, а остальные отвлекают соперников. Отличный выстрел от Маккри, убивает он ангела. Ох, вдова нарезает, делает минус два. Запрыгивает на тюрьму, меняет позицию, пытается найти Рейнхарта и добирает его отлично. Заряжается, минус Заря. Нормально, NG Blue немного раскидали соперников. Сейчас им надо закрепиться здесь, занять позиции и ожидать следующей атаки. Ух, почти получился джамп-шот. Это был бы очень, очень хороший толчок для того, чтобы заходить. Так, пробует еще раз, никого не видит. Но попадает все равно, попадает по Рейнхарту, кажется. Собрались команды защиты на одной из крыш, стоят, ждут соперников. И будет еще один джамп-шот. Пытается выцепить Фару. Эх, почти, почти получилось. Но с земли попадает не на полный заряд, там Люсио вылечивает Фару. И убивает все-таки она снайпера. Здесь еще есть Ангел. Растянулась у нас битва. Так, Фара Шадис, Фара защиты летает, пытается накрыть Рейнхарта. У нее есть ульта. В принципе, у команды атаки есть три ульты. Вот. Можно под Виженом, и если залетит хороший молоток от Рейнхарта, можно заходить. Вот. Ну, защиты тоже достаточно. Все ульты почти есть, кроме ВХ от Вдовы. Смотрите. То есть, в этот заход, я думаю, вряд ли получится. Так, спалила. Спалила Фара, что заходит слева за декорациями. Началась атака. Так, начался бой на точке. Запри подрубает ульту. Режет Ангела. Ну же. Пытается добежать. Не успевает Ангел. Кажется, поднимает свою команду. Плохо. Гэнзи почти всю ульту гонялся за Ангелом. Убивает Шэдис. Сейчас на фаре двоих соперников помогает ей в этом Маккри. Вот. И команда защиты в очередной раз отбила атаку. Так. Занимают они снова позицию на крыше. Ждут своих соперников. А атака, Ризан, тоже хотят зайти на крышу. В общем, у нас сейчас будет такой... Прикольно. Сейчас они будут сражаться на этом узком мостике. Забрались на крыше. Обе команды. И... Влетает. О-хо-хо. Минус три там от Маккри. Он дал Хайнун. Дал ульту. Еще убил... Вау. Минус четыре от Маккри. Он убил с ульты троих. Еще сейчас добрал вдову и убивает еще Уинстона. Маккри действительно в ударе. Не просто так у него горит портретик синим пламенем. Ждова. Вдова о а��пий. Лоуэй. Так. Подрубаем эту льту. Вдова. Атаки. Рилей. Видел он, что опять наверху четыре, пятеро героев команды защиты Сосредоточились, спрыгивают они на точку, начинает, связывается бой Умирает Макри, умирает Заря в разных командах Убивают обоих Макри Ангел добивает Фару Так, есть у нее возможность поднять двоих, поднимает Аарон, двоих поднял Продолжают атакующие наседать Но вот Люсио, смотрите, как живет этот Люсио, команда защиты Минт, отлично мансит на точке До сих пор, вот только сейчас он умирает И продвигается груз Фара заходит сверху, эх, могла бы она ультануть Но Фара, к сожалению, Макри, к сожалению, забирает ее Так, небольшой пролаг Ну что ж, команда атаки добралась до очередной точки Продолжает она двигаться К сожалению, у нас подвисает Давайте переключимся на качество пониже Так, есть ульта от Фара Значит, будет ли она ее сейчас связать Нет, не будет, потому что ее убивает Макри, Макри делает минус 2 За Прей Его убивает Ренхард, врезается Ух, минус 3 дает снайпер команды защиты Двигаются, двигаются вперед Ризаны, и кажется Кажется, они допихают эту тележку Убивает снайпера Макри сзади, тоже умирает Нет, врывается Ренхард Еще держится, держится Смотрите, 4,84 метра осталось Выходит, пикается Пикается Дива Вот на последнем отрезке Дива хорошо заходит Потому что у нее очень много брони Она может растолкать соперников Надо держаться Нужны хилы какие-то В защите Ох, роняет молотком 2 их Ренхард Убивает он Люси Убивает Гензи Убивает трейсерку Все Выигрывает эту часть Команда Ризан Победа команда Атаки Ну что ж Оставалась, кажется, там минута до конца Значит, надо Энджи Блю Побеждать Быстрее, чем за минуту Смотрите, как ультанул Здесь В троих Йор Еще кинул флешку Убил здесь Даву И потом еще спрыгнет и заберет Уинстона Так Ждем продолжения этой карты Ризан явно слабее по скилу Ну вот слабее по скилу Но при этом вот они сейчас выиграли В атаке Но на минуте Да, минута им Соответственно Соответственно, нужно Энджи Блю перекрыть этот результат Посмотрим, что они придумают на атаку Каких героев пикнут Что за команда, где эмоции персонажей, где в конце концов граффити Да, на турнире в Пусане Конечно, этот момент был Видимо, Близзарды Ну вот, на турнире, который проводился Посвященный релизу игры Да, в Корее Вот, видимо, Близзарды Намекнули игрокам, чтобы они Чтобы они Использовали максимальную возможность игры И эмоции использовали часто И бастионов Пять бастионов в начале пик Или там На точке Защиты В общем Счет для красоты сверху Ну Не то чтобы Просто это счет по картам Ну, как бы по сетам Имеется ввиду Вот А у нас пока что идет БО1 БО1 Так, сейчас Секундочку, ребята Так, да, возвращаемся мы Смотрим на пике команды Ризенов Вот, видите, да, им нужно Time to defend 9 минут 9 минут им нужно удержаться Ой, хорошая позиция для снайпера Смотрите Я не знал про нее Интересно Кого она здесь сможет вытаскивать Выцеплять Так, по пикам Значит, у них Есть В команде защиты Два саппорта Это Симметра Плюс Один единственный хил Это Аар Опять играет На Ангеле Есть вдова Есть два дамагера Это Солдаты Макри Плюс Танк Рейнхарт Поставила Симметра Смотрите, как высоко Свои турельки И снайпер начинает Стрелять Ее засекает Лид Дайно Это снайпер Команды NG Blue Так, они решили отступить на точку Можно принимать, в принципе, вот в воротах Можно принимать слева в проходе Да, вот еще который Будка такая, там где Экраны Вот Соответственно Решили принимать на точке Обошли их справа Из-за этого Да, делает Минус два Макри Минус три уже Стоит он на точке Ну вот Йор Вот он Очень здорово Стреляет У него хороший АИМ Еще вырубает Снайпера Отлично И развлекает команду NG Blue Собственно, на выходе из их респа Отходят они все дальше и дальше Чтобы отхилиться, перегруппироваться и ждать атаки Ну, не знаю, как-то очень уверенно так начали Начала красная команда Да, я напомню, им нужно Им нужно протолкать тележку до времени Которая написана слева наверху Так, есть ульта Макри Это всегда интересно В эту Йору Посмотрим, как он ее реализует Двигается тележка Убивает он Бомбу от вдовы Не бомбу, а мину Так Заходит спину Возможно, это будет интересно Вот сейчас Сбоку зайдет Ультанет Там, между тем, снайпер убивает снайпера Флешка по Ну, странно Не знаю, куда Зачем ультовала Ох, как сбивает Флешкой Один Макри Другому ульту Фара там В том моменте Ульту Зря, мне кажется, Завязала Улетает Рейнхард Рейнхард С двух ударов Почти добрал Ангела Четыре метра Осталось Довести Энджи Блю Рейнхард 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 Да Команда Команды атаки Выносит Сначала Саппорта Потом Снайпера Потом Уинстона И Собственно Забирает точку На следующие Несколько секунд Двадцать Я думаю, они еще Ее могут повести Пока Пока Все Возродятся Ризаны Пока Они Сгруппируются Пока Подойдут В общем Вот где-то Почти до поворота Они довезут Телегу Так Снайпер Пытается попасть Как-то через щит Рейнхарта Не получается У нее А вот Щит Рейнхарту Атаки На ТБ Они почти Сломали Регенит Щиты Флешка Сверху Полетела Пытался Макри Зайти Сзади Как-то Внести Раздор В атаку Но Теперь Они Вот Жмутся Защитники Слева И Сложно Сложно Им здесь Как-то Закрепиться У них Нет ультов У них Только Есть От Вдовы ВХ А Вот Команда Атаки Уже Доталкивает До конца Хотя Они вот Сейчас Умирают Два Саппорта Посмотрим Долго ли Смогут жить Атакующие Ребята Ну да Здесь Ультует Гэнзи Дорезает Саппортов И Все Да Не удержались Ризаны Достаточно По времени Вот Соответственно Смяли Их Вот И Это Победа За NG Blue Так Давайте Посмотрим Возможно Там Играют Наши Опять же Ребята Ой Отлично Ребята Мы сейчас Как раз Ворвемся На На Наш Коллектив Из СНГ А именно Энекс Овервотч На их игру Так Давайте посмотрим Здесь без комментариев Мы слушаем Значит Играют Наши ребята В защите Сайферным Макри Сейчас Одну секунду Так Ребята Я здесь Значит Играет Сайфер На Макри Анек На Симметрия Шарик Играет На Рейнхарте Рубикон На Ангеле Кулер На Люсе И Кенси На Вдове Будут Они Таким составом Защищаться В два Саппорт В три Саппорта Получается Макри Как дамагер И Вдова Для того Чтобы выцеплять И снайпера Соперника И вдруг Там будет Фара Если Вот И в одного Танка Да Опять Карта Кингсроу Выпала Там По хитрому Происходит Драфт Карт В атаке Взяли Также Два Саппорта Жнец В качестве Дамагера Не часто Видим Жнеца Жнец Хорошо Заходит Против Танков Толстых Но Пока Не знают Анлаки Алайнс Что там Будет По пику У наших Ребят Рейнхард Держит Стеночку Хотят Они Макри Жнец Не стрелять Надо Быстро Снимать Щиты Щиты Снимайте Ребята Да Отлично Снимается Щит Сейчас Теперь Может Пострелять Снайпер Команда Защиты Загоняет Своих Оппонентов На Лесенку Здесь Зайдет Рейнхард Если Эх Дали бы Ему Ультануть Там Можно Было Уронить Троих Четверых Соперников Жаль Не получилось Теперь Надо Отступать Перекруппироваться Ждать Рейнхарта Потому Что Без Щита Будет Трудно Зайти Поставлен Телепорт Выходит Рейнхард Из него Так Кулер Подрубает Скорость Теперь Хил Держит Шарик Нет Падает Шарик Отлично Поднимает Троих Ангел Припечатывает Рейнхарта Ну Ползунок Снайпер Засела Наверху Церкви Отличный Минус Люсио От Кэнси Убивает Сайфер Два Их Убивает Ангела Убивает Макри Что ж Возвращаются Игроки На точку Соперники Красная Команда Unlucky Alliance Они Собираются Вместе Ждут Ждет Киса Свою команду И Заходит По щитам Рейнхарта Опять Надо Быстро Ломать Этот щит У шарика Осталось 500 хп В щите Отлично Вырубает Кэнси Снайпера Кису Умирает Макри Почти Убили Люсио Да И снова Минус 3 Единственное Умирает Умирает Анг И умирает Кэнси Из героев Защиты Из персонажей Защиты Это Симметра Соответственно И вдова Но Они сейчас Быстро Вернутся На поле Боя Есть Басы У Кулера Есть В принципе 4 ульты У наших Ребят Вот Так Фины В очередной раз Заходят Через главный Вход Они Как-то Пытаются В лобовую Пройти Разгоняется Рейнхард Ну Надо добивать Этого Товарища И Ульта Почти в троих Спрятался За будкой Макри Но Добивает Его Сайфер Отличная Ульта Минус 2 С нее И добивает Соответственно Макри Ну Фины Пока никак Не могут Подобрать Ключик При этом Они Заметь Уже Взяли Вторую Треть Минута Остается Для того Чтобы Защититься Для того Чтобы Защититься Нашим Ребятам Так Надо Как-то Хитро Зайти Попробовать Я не знаю Что ли Ну Команди Атаки Попробовать Что ли Через Справа Через Лестнику Опять Хотя Они Вначале Пытались И Их Приняли Так Убивает Снайпер Снайпера Шарик Делает Минус Два Поднимает Ангел Всю Команду Красных Ох Как же Жгут Эти Турельки Которые Поставлены На обратной Стороне Статуи Нет Времени Отвлекаться У Атакующих На то Чтобы Их Сносить И Им Нужно По идее Убивать Героев Соперника Они Жгут И замедляют Еще К тому же Много Урона Получается Они Вносят Симметра Закидывает Свои Шары Напомню Они пролетают Через щит Рейнхарта Наносят Ему Урон Сломали Ему Щит И Победа Победа Команды Защиты Аннокс Овервотч На первой Точке Смогли Смогли Удержаться Пишут Гудхав Сейчас будет Вторая Часть Это Наверное Ульта Цайфера Там где он Убил Двоих Потом Добил Третьего Посмотрим А нет Он сначала Убил Танка И потом Убил Еще Двоих И вот здесь Макри Сейчас умрет Да Отлично Минус 4 Получается В сумме Неплохо Сыграно Видите Вы Количество Карточек Наших Ребят Три Штуки Гаха Это что Это Гудхав Означает Что Сейчас Будет Еще У нас Вторая Половина Этой Карты Да Хорошая Половина Обычно В контре Так пишут Там же Идет Тридцать Раундов Всего Первые 15 Отыгрывают Команды И пишут Гудхав Ну То же Самое Что Написать Гудгейм В конце Игры Это Просто Манеры Видите Продакшн Прямо на стриме Меняется Местами Команды Название Команд Соответственно Команды Микс Из СНГ Плюс Шарик Будут Играть Теперь В атаке А команда Из Финляндии Unlucky Alliance И Sports Они будут Играть В защите Им Нужно Напомню В защите Удержать Первую Точку Если Они Хотят Если Они Хотят Здесь Выиграть Тогда Будет Ничья И Ничья Скорее всего Будет Играться На какой-то Карте Контроль Объекта Типа Иллиос Башня Лидзиана Третья карта Непал Что-то Из этих А если Бест Бестов Бестов ГК Не Бестов 5 Обычно Пишут После карты Гудгейм И как бы Идет Следующее Скорее всего Такой Этикет Давайте Теперь Вернемся К пикам Вернемся К игре Защита Играет В два Саппорта Стандартно В одного Танка На этой Карте И Собственно Два Дамагера Пик Абсолютно Идентичный Тому Который Был В прошлой Карте У наших Ребят Вот Соответственно Энекс Взяли В атаку Диньяту Взяли Иллюсио Это два Саппорта Одного Танка Шарика Рейнхарта Сайфер Играет На Генжи Анек На Вдове И Кэнси На Ханзо Будет Он Кидать Рюга Вот Их Такие В Курал Будет Кричать Его Герой Подходит К статуе Довольно Уверенно Команда Unlucky Alliance Жмется Вот Слева За Зданием Щит Правда Сейчас Пойдет У шарика Ему Надо Будет Врываться Еще Есть 170 ХП У него У Щита Имеется Ввиду Влетает Никуда Танк Команды Защиты Припечатывает К стенке Шарик Одного Саппорта Второго Саппорта Убивает Тем что Проехался И вот Видите Шарик Завязал Эмоции Да Отлично Минус Все Герои Команды Unlucky Alliance И они Пишут Good Game Потому что Им нужно было Напомню Удержать Первую точку Что ж Наши ребята Проходят дальше Давайте Посмотрим Посмотрим Турнирную Сетку Так Сетка У нас Так Двигаются Наши ребята По верхней Части Турнирной Таблицы То есть Они Идут В сетке Винеров Следующая Команда Которая Попадется Это команда Н Видимо Какой-то Микс У них Нету Аватарки Но они Выиграли Тоже Какой-то Микс Роб Тоже Микс Короче Какие-то Андердоги Будут Играть Посмотрим Любого Соперника Надо Всегда Оценивать Ой Здесь Будет Интересный Матч Гравитейшн Сёрдж Против Энджи Блю В Верхней Часть Таблицы Вот Я бы Его Посмотрел Там Будет Игра Обещает Быть равный Но Давайте Дождемся Игры Наших Хотя Нет Мы сейчас Посмотрим Что там Идет На главном Стриме Вот Возможно Там уже Игра Началась И У нас Будут Все шансы Зацепить Начало Той игры Нет Они К сожалению Только Рассматривают Сетку Там Да Ну Тоже Обсуждают Что Сейчас Будет Очень Интересная Игра НГБЛУ Против Гравитейшн Сёрдж И Соответственно Да Скорее всего Они будут Да Они будут Смотреть Эту игру В Раунд Оф 8 Это Уже Одна Четвертая Пошла Вот А мы Тогда Подождем Игры Энекс Гейминг Энекс Овервотч Простите Давайте Я поставлю Пока Глоязычных Комментаторов Послушаем Может быть Они что-то Интересное Скажут Плюс Ребята Давайте Я почитаю Что-то у нас Происходит В чатике Гравитоны Гравитоны Выиграют ОНГ Блю Посмотрим Вот этот Интересный Будет Матч Зависит Еще От карты Наверное Очень интересная вещь рассказывает про то, что вот у этих двух коллективов, почему будет, собственно, интересно смотреть на эту игру, потому что оба коллектива, Graviton, Gravitational Search и NGBlue, они играли с закрытой бедой, соответственно, у этих команд будет больше времени на то, чтобы тренироваться. На то, чтобы играть, вот, и меньше будет ошибок видно явных таких в их игре, соответственно, это будет интересно, игры должны быть равными, возможно, мы посмотрим их, но в приоритете, конечно же, наши ребята. Давайте как раз глянем, что там на том стриме. Так, там игра начнется через полторы минуты, вот, соответственно, пока мы можем еще посмотреть на этих двух комментаторов, Фиштикса и Темпа. А рисунки на всю игру остаются. Граффити? Ну, если персонажа не менять, то да. Все за командой, где эмоции, так, это я уже читал. Это в Голливуде инопланетяне на плакатах. Да, там даже декорации есть в Голливуде. Ну что, давайте сейчас, я не знаю, быстренько и голосовалочку. Смотрим наших или вот смотрим этот интересный матч? Давайте, ребята, я сейчас запилю голосовалочку. Настройки чата, так, голосование. Смотрим наших, блин, смотрим наших или Гравитон, ВС, НГ, блин. Наши буржуи, я упырь, по традиции. Так, голосуйте, ребята, сейчас мы быстренько оценим, ой, оценим шансы наших ребят. Ну, конечно же, мы смотрим наших. Правильно, все правильно. Но пока там игра не началась, мы по традиции, по бобрократии посмотрим немножко НГ Блю против Гравитейшн Сёрдж. Хотя бы вот начало самое, либо вот первую карту. В общем, до начала наших мы смотрим вот этот стрим. Играют НГ Блю в защите начинает. Первая, скажем так, первая часть... Так, давайте я потише сделаю, немножко англичан, чтобы они не сбивают. Первая часть этого сета. В защите они пикнули, опять же, только одного саппорта. Вот здесь вот интересно, пик расходится. Взяли крысавчика, будут спамить вот этот проход в главные ворота. Вдова уже запрыгивает наверх. Во время джампшота никого не видят за щитом Рейнхарта, только остаются игроки. В атаке два саппорта, там магеры два, снайпер и единственный танк. Вот Рейнхард в пиках почти всегда как танк. Он действительно помогает. Видимо, что жмутся опять так же защитники к зданию. Фара полетела, попадает ракетой, неплохо. Убивает Макри крысавчика между тем. Одна вдова забирает вторую вдову. Вдова защиты делает минус два Лидану. И защитники разбираются почти со всей командой соперника. Вот осталось только добрать Фару. Не получилось у Лидана добрать, но ее поднимает Ангел и должна она... Ага, Фара сама себя убила. Сейчас я только упыри, наши все свои, в общем. Да. Ну что ж, собираются атакующие силами. Ну, попадает по вдове, но не убивает, умирает Крив, Крищ, Крив, Крайф на Фаре за атаку и меняет ее на Зарю. То есть пытаются продавить больше мясом соперников. Выходит Рейнхард, дождались они репика своей Зари. Залетает... Залетает там, видимо, Люсио так ворвался. Маккри умирает. Хайну над Йора. Отлично, он убивает одного, но команда его рассыпается. Минус 4 умирает. Телепорт защищающихся и, скорее всего, атака возьмет эту точку. Да. Да, там потому что остался один снайпер, ей надо уходить, дождаться своих и уже останавливать Крыш. И вот, ну, будем называть его Крыш. И им надо будет останавливать повозку. Давайте пока здесь нету сражений, я чекну, как там на стриме. Ага, там пока не началось. Ну, значит, мы продолжаем смотреть. Довольно далеко уже продвинулась. Ух, забрал только с ульты одного Маккри, красавчик. Ну, смотрите, красавчик, в принципе, неплохо заходит. От него очень много урона, вот. И на узких улочках Кингс Роу он довольно неплохо вырезает так соперников. Умирает Крыш на заре, убивает его точным выстрелом вдова. Теперь команда атаки собирается вместе, дожидается всех своих героев, полностью лечится и сейчас будут заходить. Ну, здесь единственный путь это вот по вот этим узким улочкам, по прямой. Вот, можно, конечно, зайти сбоку, но... Ох, под скоростью залетают. Рейнхарты держат щиты, ультуют где-то Маккри. Умирают только... Так, убивает танка, тут же его поднимает ангел защиты. И команда защиты почти в полном составе. Нет, роняет хорошо двоих Рейнхарт. Теперь идет воскрешение героев атаки. Стоят они также на точке. Здесь пытается Маккри в кого-то попасть. Наверное, не будет стрелять. Да, решил сохранить 50% заряда ульты. Ну, потому что там были щиты, плюс он не заряжен был. В общем, не стал он дальше ультить. Это, в принципе, правильно. Зашел молот сбоку. Подкидывает, подкидывает Рейнхарта. Красавчик, отличный ульта от Зари. Минус 4. Туда вносится урон атакующей командой. Да, вот Заря зарешала. Видите, она накопила ульту, притянула троих. И сейчас у атаки есть реальные шансы довести повозку до вот этой контрольной точки. Да, отлично. Они довозят до первой контрольной точки. Так, еще раз чекнем наших. А наши пока не начали. Отлично. Возвращаемся сюда. Так. Залетает Уинстон к снайперу команды NG Blue. Красная команда продолжает двигать точку, убивает много героев. Заря делает минус по Ангелу и Макри. И, собственно, Гравитон Сюрдж очень неплохо двигает точку, выбивает героев соперника. Но осталась самая сложная. Самая сложная, вот этот вот поворот и вот эта прямая до конца карты. Потому что это самая ближняя точка от респа до, соответственно, до места боя для защищающейся команды. И они появляются, ну, с той же скоростью, 8 секунд, в принципе, стандартно на воскрешение нужно. Но бежать им всего лишь буквально тут секунд 5 максимум. Но они двигают, толкают. И не прошла ульта, улетает Рейнхард в пропасть. Не прошла ульта у него соперников. Но здесь, смотрите, защита-то отбивается. Даже без своего танка, улетевшего в небытие. Да, умерла также Заря. Сама, видимо, скинулась, чтобы собраться опять все вместе атакующей команде. Справа там заныкался Жнец. Вот в той комнатке с аптечкой, кажется. Посмотрим, как он в спину сейчас зайдет. Слушайте, это интересно. Давайте посмотрим. Эх, спалили его, кто-то спалил. Да, Лейнфу тут же быстро своей команде. И команда защиты выходит, чтобы откинуть атакующих и спасти своего Жнеца. При этом они забрали танка. Есть ульта от Зари, есть ульта от Макри. И также ульта от Рейнхарта. То есть, можно сейчас, в принципе, зайти. Выдается ВХ. Ну же. Будет ли Гравитон Сёрдж от... Да, пошла ульта от Зари. Минус 2 делает Макри через свою ульту. И минус 4, собственно, надо добирать последнего Гэнзи и тянуть точку. Все, Гэнзи убивают. Заходят на точку. И, скорее всего, это первая часть карты за... Нет, смотрите, залетает Дива, успевает вылететь. Но их тут же роняет Рейнхард. Поднимает Ангел. Есть еще шанс зацепиться, но... Осталось всего 2 героя. Это Рейнхард и Люся. Выбегает Пуинстон, тут же кидает щит. Ох. Нет, сейчас команда защиты развалится. И это победа. Гравитон Сёрдж в первой половине. Этой карты, а именно Кингс Роу. Очень много у нас Кингс Роу, кстати, сегодня. Так, давайте быстренько переключимся на наших ребят. Скорее всего, они там уже начали. Да, уже начали. И уже идет игра, ребята. Играют у нас в 2 танка саппорта, хила именно, Ангела. И Симметра в защите для команды Энекс Овервотч. Вот, Сайфер на Макри. А команда атаки, это 2 саппорта плюс 2 танка и 2 дамагера Макри плюс Фара. Собственно, довольно дефолтный такой пик. Ух, Винстон добирается почти до Ангела, но нет. Та отхиливается с помощью Люсио. И флешка помогает Макри защитить своего хиллера. Заходит Нубрис по центру. Прорываются на точку. Даются басы. Отлично, басы. Ой, хорошо, сейчас можно убить много народу. Сайфер убивает троих. Сзади зашел с Хайнуном. С ультой. Убивает еще танка. Ульта держится, пока не потеряли вообще ничего защищающийся СНГ коллектив. Только саппорта Рубикона. Есть ульта, единственная, правда, у Уинстона. И у команды атаки есть ульта Фары. Поэтому довольно много потратили на защиту сейчас от этой атаки. Но зато всех убили и не потеряли ни одной трети у точки. Хороший минус от Кэнси. Шарик также забирает танка соперника. Но Макри убивает телепорт. И если сейчас кто-то умрет из Энексов, будет сложно вернуться на точку. Но никто не умирает. Все хорошо. Убивают они всех атакующих героев. Продолжаем смотреть эту карту. Минута остается. Нашей команде надо удержать. Еще целую минуту нужно удерживать эту точку А. Макри ультует. Не до конца заряжает свою ульту. Но зато убивает Ангела. Добивает Люсио. И еще убивают Макри. Кулер убивает Макри. Так, вылетел я из чатика. Ребята, извините. Все, я здесь. Остается 25 секунд. Это, наверное, последняя атака будет для Нубрис. Залетает Ешка от Шарика по троим героям. Но его разгон останавливает в эту маленькую комнату с помощью флешки Макри. Добивать надо танка. Да, отлично добивает танка. Убивает саппорта. Остается последняя Люсио. Сейчас он будет пытаться вызвать овертайм. Овертайм у него получается. Дотерпел он до овертайма. Но это ничего не даст. Good half пишут игроки. И у нас сейчас будет вторая часть этой карты. Напомню, надо нашим ребятам только лишь взять точку А и все. И они смогут выиграть. Показывает нам чертовку Ангела. Красивый скин. Легендарный. Поднимает она здесь троих. Четверых поднимает. Во! Вот это хорошая ульта. Собственно, это и позволило на последних секундах сейчас... Ну и не только это, но это зарешало. На последних секундах сейчас удержать точку А. Поэтому сейчас будет, ну, такое легкое преимущество у наших ребят. Потому что они смогут... Им нужно только взять точку А. В принципе. Я надеюсь, у них все получится. Вообще жара. Согласен. От матча к матчу прям интереснее и интереснее. Ближе к финалу. Ближе к развязке этого турнира. Напомню, с полуфиналов начнутся игры Best of 3. То есть там будут уже разные карты. Вот. Красивый резурект разыграли. Да. Да. Так, ребята, возвращаемся мы в игру. Собирают у нас своих героев команды. И сейчас они уже начнут двигаться к точкам защиты. Ну, Брис. Взяли они в защите двух саппортов. Это Симметра плюс Ангел. А нет, вот. Странный репик. Ладно. Играют они без танка. Очень сомнительно. Сейчас, скорее всего, будет очередной репик. Нет. Они играют без танка в защите. Не, Люсия побежала обратно меняться. Какое-то, видимо, недопонимание возникло в их стане. Вот. Мискоммуникейшн. Ставит капкан-крысовчик. Так. Стратежно под дверь. Прикольно. Но наши ребята будут выходить, скорее всего, через левую дверь. Они через главные ворота. Здесь Кулер танцует на крыше этого прилавка с фопкорном. Напомню, это кинотеатр на Голливуде. Итак, по героям. Кэнси на Маккри. Кулер на Люсио. Сайфер на Заре. Рубикон репикнул своего саппорта на Уинстона. Шарик на Рейнхарте. И Анак наиграет на Жнеце. Собственно, начинается атака. Врываются игроки команды Энекс на точку. Дают 4 минуса по команде защиты. Остается где-то бегать Маккри и Симметра. Все. Их тоже убивают. И это победа на этой карте. Это было очень быстро и безболезненно. Я так понимаю. Нет. Смотрите. Пытается залететь трейсерка. Нет. Все. Все. Победа. Не удается у нее поддержать еще немножко точку. Собственно, пишет Good Game. И мы с вами переходим, если там не закончилась игра... Если там не закончилась игра NG Blue против Graviton Surge, то мы туда перейдем сейчас. А она вот в этот момент и заканчивается. Довозит тележку NG Blue. Соответственно, по-моему... Слушайте, я не знаю, как закончилась эта игра. Кто победил. Честно говоря, я не помню, кто из них... Двезли ли они точку. Люсио нужен, чтобы максимально быстро довести симметру до точки установки турелей. Что будет, если Annex тоже не возьмет точку? Переигровка. Будет ничья назначена и, скорее всего, будет переигровка на карте контроля объекта. Отлично. Нам сейчас, кстати, показали ульт. Я не прокомментировал там ульта в четырех от фары. А почему не доталкивают? Потому что все, победа. Наши ребята в первой части карты удержались на точке А. Соответственно, когда они поменялись сторонами, они взяли эту точку А. Соответственно, они победили. Стратегия пассива точно. Действительно, это часть стратегии. Довести как можно быстрее симметру, потому что у нее там довольно большие КД на турельке. Вот нам сейчас, кстати, показывают таблицу. N.V.A.S. против SG-1. Это верхняя часть сетки. Reunited против Overwatch Kings играет. А Annex ждут, соответственно, победителя пары Reunited Overwatch Kings. И они уже в полуфинале. Соответственно, это будет играться Best of 3 с соперниками. Поняла, спасибо. А, не за что. Ребята в чатике всегда помогут. Все так быстро произошло, что я ничего не понял. Я тоже ничего не понял. Я вернулся на точку, ой, на этот стрим. И тут уже закончилась игра между Graviton Surge и NG Blue. Но самое главное, что наши ребята в полуфинале. В полуфинале ждут уже своих соперников. А финалы тоже сегодня будут? Да, все сегодня играется. Финал Best of 5. Вот, я думаю, мы его посмотрим. Кстати, можно посмотреть, как тут в нижней сетке. Смотрите, вот Preds упали в четвертый раунд. Да, и это тоже наша СНГ-команда, как говорит эсперант. Вот, в принципе, это наши, да. Ребята, посмотрим, как они сыграют вот со слэшем. Команда слэш. Да. Так, ребята, сейчас я клотну водички. Давайте посмотрим пока сеточку. Я сам ее сейчас открою, потому что они не обновляют почему-то сетку, ну, стримеры, а судьи уже заполняют ее. Так. Так, я вернулся. Подрубаю вам сеточку. Значит, вот мы ее обновляем. Смотрим, значит... Да, NG Blue ждут своих соперников между командами NVAS против SG-1 в четвертьфинале. Вот кто из них победит, будет играть с NG Blue в формате Best of 3 уже. А, соответственно, наши ребята из Annex Overwatch ждут победителя пары Reunited Overwatch Kings. В Reunited играет один наш игрок, по-моему, его зовут Unfixed. Вот, не уверен. Как сетку на сайте открыть, не могу найти. Можно написать в чатике slash moted, да, и там откроется... Там будет написано, там есть ссылка на сетку. Так, ставим обратно заставочку, открываем стримеров. Так, давайте посмотрим, что еще на другом стриме. Я сейчас быстро гляну, скажу вам. Так, нет, там пока что ничего не происходит. Так, ребята, если кто-то есть на Твиче, извините, я Твиче плохо читаю очень, вот, потому что... Потому что... Не могу. Так, ну, у нас пока перерыв такой небольшой. Ждем мы победителей двух четвертьфиналов, для того, чтобы продолжились игры. Вот. Ну, в нижней сетке у нас там ничего такого интересного нет. Gravitation Surge, соответственно, они сейчас проиграли вот NG Blue. Давайте я вам покажу сеточку. Вот, соответственно, они проиграли NG Blue, да, и упали они в сетку лузеров уже довольно высоко в раунд шесть. Но здесь еще до сих пор Best of 1. Best of 3 будет играться лишь в финале лузеров, вот, соответственно, и в финале за выход... В игре за выход в финал. Вот, там будет играться Best of 3. Ну, это, грубо говоря, матч за третье место. Кто проигрывает, тот остается на третьем месте, кто выигрывает, идет в верхнюю сетку, играть в... Так, где-то здесь должна быть еще сетка... А, нет, ну... Короче, система Double Illumination, да, здесь, в принципе... Странно, но вот финал Best of 5 где-то должен быть отдельно прописан, значит... Так, давайте поставлю заставочку, посмотрим, что там на стримах опять. Открывает Доктор Ноба чат Твича, а там уже полчаса работяги-гуси запускают, и никак запустить не могут, в том-то и фишка. Подрубая наших любимых англоязычных комментаторов. Подрубая sociedовая часть carry, я показал... Твичащая част о чем-то здесь, в том числе, в нашем районе, и вообще... А, не о чем-то, в Агенте Срайзинге... Я не могу ни подсвоя, ни подсвоему, ни подсвоему, ни подсвоему личному, ни подсвоему, ни подсвоему. Альгий-либо в районе, гури-либо могу видеться, что у нас еще один нюанс. Альгий-либо, в какой-то, который выигрывает, и за кадром, сможет быть сentar sooner-либо... ...вторых, для чтобы выиграли, и от взаимой, в широком. Once you have plenty of teams to practice with And scrim with on a nightly basis That's how you're going to get up and be a high tier team Eventually Definitely and I think it's also Just healthy for the scene in general as teams Do get more expertise you don't have just necessarily One team that's dominating everything You have a lot of variety in what teams Are up there you know we have seen certain games Where you sort of have a top two teams and then You know everyone else below them Struggles but the top tier Overwatch is Definitely getting more diverse as time And it looks like Envy is getting out of their game I'm gonna ask them who won And if it whoever it was We should be able to get into Envy versus Envy or SG-1 Versus SG-1 Just a moment Envy is reporting that they won So it's going to be Envyus versus SG-1 Alright, let's Envyus versus NG Blue Yeah, this should be a really good game, guys So let's get into it as quickly as we can I'm just gonna go ahead and message some folks I'm gonna jump into that game for you guys So the young upstarting Envy to Blue And they're also young Envyus versus SG-1 They've played together Since very early stages of beta And... Oh, anyway We'll see who they will stream 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 And yeah I think Envy is pretty strongly They will stream They will stream But... NG Blue They have been leveling up They have more of a home field advantage here Of course, Envy From North America You know, a lot of players do hail from Europe So... They're going to deal with a little bit higher ping than normal But... You know, you go by stats You go by... Power rankings Or all the rest Envy definitely favored going into this You are correct And if you're... If you're unfamiliar with this O.W. Kings team I... I'm just looking at the other side of the bracket I want to give you guys a little bit of information That I got stored up This O.W. Kings team I played with them first in Dirty Bomb But they actually have a really, really strong ties Back to old school enemy territory So this is... High level Wolfenstein enemy territory And RTCW Hвалят... Они... Нахваливают команду Overwatch Kings Говорят, что это... Ребята... Много у них там... Старичков Которые могут Выстрелить Вот... Которые могут показать Хорошую игру Видимо... Там участвуют какие-то Игроки из... Таких же Сетевых шутеров Вот... Сетевых шутеров Госу Гамеры Их 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 Старички Их 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 То же самое может быть в Overwatch Kings. Можем посмотреть, какие там игроки участвуют. Вот. Так, events. Давайте посмотрим действительно, какие там игроки. Ой-ой-ой, главное, чтобы здесь стримы не запустились, иначе это будет полный провал. Формат, регистер. Так, Overwatch Kings. Не знаю, ребята, знакомы ли вам эти имена, но у них играют Адетониан, Михр, Митчер, Окси, Олба, Рип, Твиди, Айсфелд и Шеймлэс Икс. Шеймлэс Икс. Ну, Шеймлэс Икс – это менеджер, а основной состав, соответственно, вот эти вот игроки. Ну, один из них, видимо, запасной. В Европе они по рейтингу Госу Геймерс девятое место занимают, а в мире девятнадцатое. Вот. Смотрите, довольно неплохой у них винстрик, но это вот сейчас на турнире часть, вот эти вот три победы. Собственно, поднимаются ребята. Так, еще раз смотрим, что тут по сетке. Да, все, определились у нас полуфиналисты. Envy Us будут играть против NG Blue, а Reunited сыграют с Annex Overwatch, соответственно, с нашими ребятами. Но в Reunited у нас есть один игрок, так, один игрок из России, Unfixed, вот он, соответственно, тоже один из наших ребят из СНГ. Так, наши ребята будут играть... Наши ребята будут играть через две минуты, вот, по крайней мере, там появился таймер на другом стриме. А здесь, видите, англичане добавили, англоговорящие комментаторы добавили позиции в рейтинге команд, вот, соответственно, Envy Us на втором месте в мировом рейтинге и топ-1 в Европе, насколько я понимаю, вот, а NG Blue на 16 месте. Зачем его добавлять в название Overwatch? Ну, может, у них команда на CS есть. Да, кстати... Возможно, есть команда на CS, хотя, вот, Envy Us, да, они же не парятся, у них же тоже, вроде как, была какая-то команда на контру, вот. В ожидании игр. Проводим перерывы. Давайте я пока чекну результаты голосования. Мне просто интересно, как вы там. А, ну да, ни одного голоса за буржуинов не отдали. Ну, приятно, приятно. Так, ну, мы, соответственно, будем ждать игры NX против Reunited, вот, но при этом, если начнется быстрее игра на канале Envy Us против NG Blue, то посмотрим их. Снова они обращаются к сетке. Reunited did get past OW Kings, was a close game, but Reunited will move on, they'll be facing Einox on the other side of the game. And we gang that immediately after Envy Us versus NG Blue, so definitely should be a good. И вот она, вот она сетка лузеров. Что-то мне подсказывает, что будем, будем очень долго ждать, очень долго будут ждать венера вот тех, кто из сетки лузеров будет пробиваться в финал лузеров, соответственно, а потом уже в игру с, с проигравшим в паре финалистов сетки венеров, соответственно. Ну, я думаю, нам на стриме будут показывать эти игры, какие-нибудь игры. Соответственно, мы с вами их посмотрим. Да, есть, правда, команда по CS, там даже сегодня какие-то игры были. Но, да, это одна из других руководителей, с которыми мы будем идти впервые. Комп-тимы не очень любят эти 2CP-мапы слишком много. Они никогда не были популярны в месяц и месяц в соревнованиях, так что это сделает мап-бану мета немного интересной, и позволяющие команды на это больше. Мы решили Волская, Ханамура и Темпл Анубис. Комп-тимы не очень любят играть на них слишком много, но это было несколько очень интересных мап-драффов. Ага, значит, сейчас у нас комментаторы рассуждают, почему... Ну, про карты Храма Нубиса, Ханамуру, да, и, соответственно, КБ Вольской. Что с ними не так? Они подумали, ну, как организаторы, что посмотрели, что игроки очень часто черкают эти карты. То есть они именно банят целенаправленно Храма Нубиса, Ханамуру и КБ Вольской, то есть карты захвата точки. Вот. И поэтому они решили... Ага, показывают нам драфт в матче между Envias и Engie Blue. Банят Engie Blue 6.66. А жаль, мы сегодня его не видели. Банится карта Ли Чан. Ли Чан. Может, они, как у нас, команда по футболу, хоккей в советское время. Много станоч... Много станочники. А, не знаю. Не, навряд ли. Скорее всего, есть другой состав. Сложно играть две игры одновременно на профессиональном уровне. Так, забанены у нас Гибралтар, Непал, Нумбани. Я очень... А, ну, забанили все карты контроля объекта, понятно. Напомню, на турнире, по идее, да, в правилах написано, что не будет играться ни КБ Вольской, ни Ханамура, ни Храма Нубиса, потому что... Слушайте, неужели у нас опять сейчас будет Голливуд или Кингс Роу? Честно говоря, много мы видели. Ага, забанили Кингс Роу, отлично. А то у нас первые три или четыре карты были на Кингс Роу игры. И забанили Дорадо, понятно, это будет Голливуд. Первая карта будет Голливуд. Интересно, как они будут заходить на первую точку, одни, другие там... А, и кстати говоря, на турнире на этом нельзя пикать героев, двух героев одинаковых. Соответственно, рассказывают нам то, что обе команды привыкли к пику двух трейсеров, двух... Ну, на каких-то картах двух трейсеров, на каких-то картах двух Уинстонов, чтобы запрыгивать, да, допустим, на точку и вот разбирать. Поэтому мы, видимо... Ну, поэтому мы и наблюдаем такие сбалансированные пики там. Двух саппортов всегда берут, допустим, Ангела... Ну, Ангела Люси, да, или Ангела Симметра, там, комбинируют их. Вот, и добирают одного танка, двух тоже, по ситуации, там, если для защиты, там, для атаки на Кингсроу, например, да, берут там Рейнхарта плюс Зарю, да, и дамагеров Фара, Макри и, возможно, где-то Снайпера берут, Вдову. Ну, всё, то есть, вот, такие довольно стандартные пики, то есть, мы не видели там нескольких героев... А, нет, мы пару раз видели Гэнджи, Гэнджи был от Сайфера, точно помню. Вот, а так, в основном, ну, стандартные такие пики, Симметру пару раз брали, в качестве третьего, ну, третьего саппорта, да, разбавить это дуо из Люси и Ангела, вот, и... Из танков, вот, Диву брали только на последние отрезки всё время, что на Кингсроу, что на Голливуде тогда, чисто откинуть с точки, как-то пытаться зацепиться за неё, вот, как такая последняя надежда. Ну, ещё мы от эстонцев видели один раз трейсерку, которая умирала от макри, от флэшек, я помню. Вот, собственно, вот это правило, то, что нельзя брать двоих героев, оно, в принципе, может быть, немного даже уменьшает разнообразие тактик. Вот, потому что примерно сбалансированные пики мы видим во всех играх. Давайте посмотрим, как там на другом стриме. Бедный Тима, шесть Винстанс. А как же шесть бастионс, они тоже страдают. Походу, правило, не брать двух одинаковых, это чтобы не было двух макриц. Так, показывают нам уже лобби, что зашли обе команды. Соответственно, команда 1 — это NGBLU, а команда 2 — это NVAS. Вот, несколько обзерверов. Ну, пишут Рэдди, капитаны обоих команд, и у нас вот-вот... Капитан одной команды, получается, Лидану пишет, и еще обзервер пишет Рэдди, а вот команда NVAS пока добро не дала. Аннекс против Рейнайтед, это суперматч. Нужно Сайфера чекать. Аспирант, к сожалению, Сайфер написал, что пока мы не будем в Дискорде, в официальных кастерах, вот, нас в игры не пустят. Нас будут кикать из них. Будут спрашивать сами игроки, будут спрашивать кастеры, типа, кто вы такие, откуда вы взялись, вот, и, к сожалению, не получится. Мы будем смотреть обязательно трансляцию, вот. Ну, сейчас посмотрим, как там у нас на параллельном стриме. По идее, там должны были уже дочеркать карты. Вот, это, конечно, бедно. Не, пока не начали наши ребята играть, а мы посмотрим, между тем, карту... Голливуд, первую часть ее. Так, собрали свои команды, значит, также у нас играется защита. Симметра, видимо, все по той же страте, да, вместе с Люсио они подбегают по-быстрому, чтобы Симметра начала ставить свои турельки, вот, а Люсио уходит домой и меняется. На другого персонажа, потому что Еур отлично играет на Маккри, вот он просто бешеный, какие-то ульты все время заходит, да, вот он берет Маккри, видите, слева, на экране. Он очень шикарно, прям великолепно заходил и на Кингс Роу против, сейчас скажу, команда... Короче, сегодня он играл на Маккри достаточно здорово, и на Голливуде на том же, и в прошлой игре, и на Кингс Роу, вот, у него сегодня идет игра, хорошо стреляет, попадает, вот, соответственно, NG Blue пока двигаются вверх по сетке, благодаря и своему Маккри в том числе. Начинается атака, взяли Фару, взяли из дамагеров также Маккри, стандарт, дефолт, вот эта вот строта, 6 героев, Заря, Рейнхард, 2 саппорта и Маккри плюс Фара, это вот, пикаются вот в каждой игре. За атаку, в защите у нас стоит Крысавчик, Крысавчик сигнатурный от NG Blue, Шадис неплохо на нем играет, убивают солдата, убивают Лидана. Так, добивает Л-спин танка команды защиты, выносит почти всю команду, остается только Ангел, хотя она поднимает свою команду, двоих, троих она подняла. Взлетает, взлетает все еще Фара, ее никто не снимает, некому просто, банально. Солдат, солдаты убивают, вот, а Крысавчик не достреливает, вот, из живых кто был, не достреливает. Соответственно, очень легко взяли точку А, Энвиасы, и у них очень большой гандикап времени в запасе. Есть. Начали они уже двигать точку, репикнул, пошли репики от команды атаки, взяли они Макри, ой, убрали они Макри, убрали они Зарю, взяли Уинстона и Вдову, правильно, чтобы снимать с верхних точек игроков команды Анджи Блю, защищающейся командой. Так. Ну, пока не получается у Вдовы, вот она видит незащищенного Ангела, давались басы атакующей команде, ох, попадает Фару на лету, отлично, Тейл Спин, неплохо он играет на Фаре. Так, и его снимает Вдова Лидано. Интересно посмотреть на дуэль этих двух снайперов, вот Лидано и Таймоу. Так, видим мы, что есть ульта у Ангела команды атаки, но она умирает. Ее убивает Лидано как раз таки. Да, вот, англоязычный комментатор говорит, что вроде бы сделали важные киллы, да, хорошо отбились Анджи Блю, но они допустили, ну, пропустили довольно далеко тележку, и теперь им нужно, опять же, не упускать ее из виду. Ой, хорошо, врывается Фара, раскидывает она всех. Пошел ульт, отличная комбинация двух ультов от команды атаки, там зашел молот от Рейнхарта плюс Ливень от Фары, и выносят они часть команды, команды Анджи Блю, соответственно, сами часть умирает, и их поднимает Ангел. Доезжают они до контрольной точки, ну, пока поувереннее смотрятся ангелы, у них и постоянно меняются пики, вот. Взяли опять Макри, то есть вот на точке, на втором отрезке пути, там, где довольно большие расстояния бралась вдова, теперь вот Тайму опять играет на Макри. Неплохо они ротируют состав. А все норм, сейчас игры по очереди, так что все игры посмотрим. Да, да. Отлично. К тому же, напомню, это уже Бест-Оф-3, вот, верхняя сетка. Так, залетает у нас команда атаки вот в этот проход, но Фара тоже подлетела, она залила свой Ливень. И Геор опять дает два минуса на своем Макри. Как же он классно играет. Но этого недостаточно, чтобы... чтобы удержать эту точку. Опять ульта Тейлспина. Заливает она, убивает... Убивает Ангела. Не было... Не было и ульты... И не удалось поднять... Ух... Пропушили, я же даже это сам запотел, это они... Они очень быстро инвяс запушили эту точку, и я даже не знаю, Ангеблу надо тоже в таком же ритме брать и давить Тейлспин. Да, на Фаре показал отличную игру, отличный перформанс. Залетел сюда, дал вот этот финальный ульт, залил там Макри, залил Рейнхарта, убил еще Фара, убил Хилера, в общем, класс. Сыграл на пятерочку. Да, сильно, быстро, серьезно, ребята, эти инвясы. Так, посмотрим, как там у нас на другом стриме. Скорее всего, если игры сейчас идут подряд, да, игры сейчас идут подряд, то наши ребята, соответственно, сидят и ждут окончания вот этого матча, плюс, если они побеждают, да, ну, Энексы в матче против Рейнайтед, то вот им сейчас интересно посмотреть, кто же будет их соперником. Ну, судя по первой половине карты, первая именно карта может достаться вполне энвиасом Голливуд. Напомню, это уже полуфиналы, идет игра Best of 3. Идет сбор команд, значит, видите, 4 минуты 40 секунд нужно продержаться энвиасом, и они победят на этой карте. Соответственно, за 4 минуты 40 секунд надо энджи-блю протолкать, захватить точку А, и только потом протолкать тележку до самого конца, до победного. Только тогда будет уже смотреться от времени. Добегает быстро симметра, сейчас должна уже вешать свои туретки, чтобы они, чтобы пошел откат вот на следующую, максимально, напомню, она может держать как бы 3 туретки у себя в кармане, да, вот, а всего 6 туреток на карте может поставить. Вот, ну, у нее карманы, короче, пополняются постепенно, там, каждые 12 секунд, кажется, вот, и она может ставить новую туретку. Вот, туретки они замедляют, урон у них такой приличный, я не помню, в районе 30-очки, наверное. Ставится капкан, ставится мина от Теллспина, взял он крысавчика в защите, не стал он брать фару, в принципе, это логично, потому что здесь можно заспамить, здесь его... По-хорошему, два прохода... О, видим, из самолет как летит, класс. Вот, по сути, здесь два прохода, вот это вот справа, да, и слева там комната с экранами, с мониторами видеонаблюдения. Начинается у нас игра. Тайму играет на снайпере, пик командной защиты, это один саппорт, один танк и дамагеры, плюс симметра. Отличный выстрел от вдовы, вы посмотрите, он классно взлетел, и повесил эйршот, убил вдову соперника, ой, убил макри, получается, и хороший фраг, залетает, обменивается. О, теперь джамп-шот от Лидо... Лидана. Ох, хорошо выцепляет фару. Ну, за снайперами приятно наблюдать, снайперы показывают хороший уровень, вот, и у обоих команд хорошо стреляют. Так, заходит уже по правой стороне, по подвалам, атакующая команда, а именно Энджи Блю, им надо... Ой, теряет танка, Мерси, есть ли у тебя... Нет у тебя ульты, ты тоже умираешь, и, собственно, защита продолжает держаться. Время-то тикает, им надо вот следующую атаку обязательно забирать, иначе они просто не успеют банально довести тележку, даже если там не будет оказывать никакого сопротивления, просто по времени не успеют. Ну, вот, собственно, собираются они вместе. Собираются вместе Энджи Блю. Закидывает красавчик, красавчик. Нет, не отвлекайся, надо заносить урон по щиту, там, все равно, через крышу можно, конечно, накидать, но сложно попасть. А вот в щит, щит сломать, подамажить, плюс, возможно, залетят гранатки за щит, это будет очень полезно. Подкидывает он двоих. Фара, очень мало хп, нужно добить! Ой, на каких хп выживает? Не, добивает все-таки красавчик, долетевший гранатой Рейнхарта. Ультует Шэдис, выносит двоих, но тут же поднимает их Ангел. Макри, Макри, Харри Хук, когда сделает, сейчас зайдет под флешку, но здесь они уже ушли, да. Вот так вот они прочитали, что Макри сейчас будет на них выходить, и вновь защита отбивается. Хорошие два минуса от Лидана, вау. Слушайте, это вот можно, ну, нужно реализовывать им четыре... Нет, их подняли. Влетает Рейнхарт. Да, опять падает Энджи Блю, у них остается только евро, ему надо убегать. Лидана тоже мало хп, не видим мы, где он находится, но... Да, все плохо у Энджи Блю, что-то мне подсказывает, что карты им не достанется, это... Энджи Блю, Итс Хайнун, ультует Макри, не выстреливает, потому что не получилось. Теперь Макри от... Макри Еур, слушайте, он до этого сделал минус два, сейчас Хайнуну еще сделал минус один и добил Рейнхарта. Вот под эту тему можно заходить, поймал двоих флешку, поймал вдову и ангела, но ангел поднимает, поднимает команду защиты, не, все-таки защита отбивается, да, убиваются Гэнди, ну что ж, минута, минута осталась продержаться команде НВИАС, так, подвисает у нас, к сожалению, трансляция, все нормально, прокрадывается это, написали гудгейм, поняли НЖ БЛЮ, что они не смогут здесь победить, потому что им банально не хватит времени тянуть тележку, а что, если они все поняли, да, то, собственно, тянуть время, давайте следующие игры, потому что, напомню, это только первый полуфинал Бест-Оф-3, потом еще второй Финал Бест-Оф-3, потом Финал Виннеров Бест-Оф-3, потом еще Финал Лузеров Бест-Оф-3, и только потом будет Бест-Оф-5 финал, собственно, турнира, матч за первое место, и довольно прилично еще играть, вот, но у нас начинается самое интересное, вот эта вот стадия плей-офф, вот, игры Бест-Оф-3, тут самые сильные команды остались, сейчас играют НВИАС против НЖ БЛЮ, видите вы, что это второе и шестнадцатое места, соответственно, в рейтинге от Госу Геймерс, к тому же, во втором полуфинале будет играть команда Энекс, это наши ребята там, из СНГ против команды Реюнайтед, так, давайте почитаю пока чатик, ребята, туретки, надо в грамотных местах, чтобы они максимально быстро дамажили врагов и набирали ульт на телепорт, это верно, это верно, не зайдут против вдовы, никого нет, и главное, никто не берет гайджа, чтобы контрить снайперов и хилеров, ну вот, зали кэджа, но поздно, понятно, во время игры писал стратеджи, подвисает стрим, давайте я сейчас пока попробую посмотреть, есть в чем проблема, так, начинается у нас, вторая карта, сейчас я подключу картиночку, NVIAS, видите, первую игру выиграли, соответственно, вторая карта, King's Row, так, ребята, я надеюсь, вы этого не слышали, оп, открыл я себе лимонадик, подвисает у нас стрим, да что ж такое, надеюсь, больше не будет, надеюсь, главное, что во время игры этого не было, пока идет распит героев, это не так важно, О, рисует нам граффити Анжела, Анжела Циклер, а именно, Завфи, героя, Ангел, ну, скин у нее, скорее всего, это либо за 75, либо за 250, то есть, это не легендарный, потому что легендарный на Ангела, это Валькирия, ну, ее реколор, и Диволица, ее реколор, мы сегодня видели чертовку, от, кажется, Рубикон играл на Ангеле, там, где он поднял четырех, и началась атака, тут же уничтожает Шэдис солдата Энвиасов, попал еще потом своей гранаткой, но вот, вот этот сигнатурный Джанкред от Энджи Блю, вот он мне очень нравится тоже, особенно в защите, вот на эти ворота хорошо накидывать гранатки, надо сейчас быстро снять щит Рейнкарта, убить, флешка полетела от Евро, убил он танка, летит Ангел, не знаю, будет ли она поднимать там своего танка, но, наверное, вряд ли у нее, потому что убивает еще Джанкред солдата, красавчик, Джанкред это по-английски красавчик, эх, катается вокруг Зари, не удается, не удается взорвать, не стал он взрывать в щит Зари свою ульту, в принципе, правильно делать, зачем ей давать дополнительный заряд, Телл Спин залетает к Снайперу, залетает он к Ледану, и добьет ее? Добил, конечно добил, но у Энви Ас и на второй карте, а именно на Кингс Роу, довольно быстро захватывает первую точку, то есть, неплохо, есть ульта у Телл Спина, пятером толкают точку, полетел Телл Спин сбоку, под бафом от Анжела, она дает 30% урона, плюс, это очень хорошо сочетается на Фаре, потому что у нее в АОЕ дэмэдж с ракет, можно заносить по команде соперника по всей, дополнительный урон, есть ульта у Телл Спина, наверное, вот он залетает под, да, отлично, под стяжку Зари своей, но поднимает Ангел команду защиты, Рейнхарт, очень мало ХП, Фара сама себя убивает за счет того, что попадает близко, очень убивает Еур только одного Макри, мог он еще добить там Зарю, но не получилось, ее тут же поднимает до фулл ХП Ангел, Еур кидает флешку сверху, отлично, убивает одного, нет, не убивает, это Лидана, Лидана помог, ой, зарядил щит, попал в щит Зари всей очередью, зарядил ей, соответственно, урон и, да, очень много урона получилось у Зари, так, ребята, давайте пока поставим качество высокое, что-то плохо идет, трансляция, а нет, вроде вот отпустило, нет, это тоже, тяжело, так, значит, есть у нас по ресурсам, давайте пока посмотрим, есть две ульты у защищающихся, это ульта Рейнхарда плюс басы, в принципе, неплохо пойдет, можно пережить одну атаку, вот, есть ульта у Тайму, может этот Макри зайти где-то сбоку, или прямо вот в наглую про ультит, если сломает щит Рейнхарду, ультует хорошо в троих Рейнхарт, не добивает он Зарю, да, ну, хорошая была ульта, но не получилось, поэтому команда атаки так заходит под ульту своей, своей фары, делает минус Лидана, делает второй, Еор тоже делает минус, но, кажется, точку сейчас дотолкают, хотя нет, смотрите, там держится Минт на своем Люсе, который просто бешено держится, он сегодня уже также держал одну точку в соло секунд 10 где-то, они могли ее протолкать, ребята, на высоком, конечно, мылиться жуть, да, вот согласен, поэтому стараемся смотреть на хорошем качестве, делает минус 3 команды защиты, минус хиллер, самое главное, минус Заря еще, убивает фар, убивает Макри, в общем, отступают сейчас атакующие Энвиасы на базу ждут всех своих тиммейтов, всю команду и потом им надо будет атаковать. Видите, какие сложности у них возникают на последнем повороте к первой контрольной точке продвижения груза, никак они не могут зайти, хотя вот первую точку и точку А они быстро прорвали защиту. Огонь по готовности, хороший огонь по готовности в двоих, убивают они хиллера, опять же, Энвиасы убивают, хила убивает танка, убивает, сейчас еще Тайму убивает Гэнзи, роняют двоих, оооо, класс, вот это комбо там было, там, Рейнхард положил свой молоток и Тайму соответственно всех расстрелял, прошли они точку контрольную и теперь ближе будет респа у атакующей команды. Вообще были должны сходу убирать контрольную точку. Но вот у них что-то не получилось, они как-то задержались и Энджи Блю неплохо так защищались, но вот сейчас посмотрим, как будет обстоятельство на последнем отрезке. Уинстон врывается в снайпера, его держит, держит хилл, отлично убивает Уинстона, Жнец помогает, поднимает, поднимает там Ангел своего обезьяна, у которого есть ульта, кстати, у Тейлспина, пошли басы, атака, атака очень хорошо раздупляется, выкидывают. Выкидывают, почти упали, почти упал Ангел атакующей команды за карту, но там подошел вовремя Люся, она подлетела и не упала. На последних 73 сантиметрах залетает Макри плюс Ангел, но все это время, запоминаем время, победила у нас команда НВАС, они довезли точку, соответственно, теперь команде НЖБЛЮ нужно будет эту точку довести быстрее, если они хотят победить. да, вот этот момент показывают нам, здесь Рейнхард уронил двоих, Макри расстрелял всех остальных и еще потом допинали Люсио этим молоточком, огрел так хорошо Рейнхард его по голове, что ж, ждем мы продолжения карты Кингс Роу. Сейчас я пока чекну, как там у нас. У нас по идее игры теперь все идут одна за одной, но в этот момент должна продвигаться по идее нижняя сетка. Хотел я посмотреть, как идут наши ребята из команды спрэдс. Они сейчас играют с командой ЦЦ в пятом раунде, то есть им до финала по идее еще еще ого-го сколько. Будем надеяться, что пробьются через нижнюю сетку. Если у нас будет два СНГ коллектива в финале, в верхней части это будет очень даже хорошо. Возвращаемся мы на карту Кингс Роу. Кингс Роу, Кингс Роу, возвращаемся, говорю. Вернулись? Вернулись. Отлично, мы вернулись сюда. Так, первую часть этой карты, знаете, первую карту в этом сете, вот так буду говорить, чтобы было понятно, сет это комбинация защиты-атака, атака-защита на одной карте, вот на Кингс Роу. Соответственно, в этом сете на первой карте победила команда Envias за вот 6 минут 39 секунд. Кому Претс проиграли? По-моему, они попали на какую-то... Вот можно посмотреть по сетке Ну как СНГ коллективы? Ну, почти СНГ. Почти. Можно посмотреть в сетке стратеджи, надо слэш Мотода, напиши. Вот, я не помню, сейчас чекать не буду, потому что начинается у нас игра. Интересно, взяли трейсерку в атаке, отлично. Слушайте, мне уже нравится команда NG Blue, я за них буду топить, хоть они андердоги, они потому что взяли трейсерку на Кингс Роу. Что же будет делать Зафи? Ну, Зафи как-то пытается зайти сбоку, сейчас ее увидит снайпер, да, и баншотнет. Тимун, Таймуток их не прощает, как бы. Надо было как-то немного похитрее действовать. Да, команда защиты делает минус 3, убивает, умирает Люся, умирает Ханзо, вот трейсерка сейчас воскресилась на базе. И НВАС использует также крысавчика на защите, вот в точке А, потому что он закидывает хорошо в ворота свои бомбочки. Так, это кто-то пронесся быстро. Ну, не тащит тут трейсер. Согласен, я поэтому и удивился. Да и к тому же она очень беспалевно так шла, ее увидели там, как она заходила в этот балкон, потом снайпер просто оставалась только развернуться. но трейсер еще берется не для того, чтобы надамажить, там, да, как-то всех убить, она берется для того, чтобы вот растянуть команду защиты, да, вот, например, как сейчас, видите, на точке стоит только Ханзо, Рейнхарт и Макри, а вот Хиллера я, честно говоря, пока не вижу. Влетает ульта красавчика Тейлспина, Харри Хук делает минус два, это Макри команды НВАС, у него есть уже ульта, у него есть полдень, вот, ну, сложно заходить Энджи Блю, как бы здесь не было 2.0, уже чую я этот запах легкой победы, двухэтажная карта, ну да, это как на этом были, на Голливуде отличных Тейлспин, смотрите, Тейлспин, крысавчик убивает фару, видимо, я не знаю, видимо на земле, где ты ее поймал, потому что крысавчиком стрелять в небеса, да еще и по фаре, и попасть на нее, и убить, это, ну, вряд ли, вряд ли, я не знаю, Тайму упирается своими выстрелами, о, хорошо, минус дали по Ангелу, ну, теперь надо опять НЖ Блю отходить и ждать Ангела, хотя у них есть ульты, может быть они залетят, в принципе, есть басы от Люси, да, можно, в принципе, зайти, почему бы и нет, но нужно сделать open frag, open frag нужен очень, нет его, махаются на молотках два Рейнхарда, убивает Коко своего оппонента, а именно Нати Би, залетает с шины крысовчика, Тайлспин в очередной раз убивает одного соперника, но это, в принципе, рациональное хорошее использование шины, потому что достаточно, этого достаточно, чтобы держаться эту точку, убивают еще Лидана, и все плохо у команды НЖ Блю, им надо срочно захватывать, что-то придумывать, менять как и героев, они, к сожалению, не могут взять двух одинаковых, запрещено это правилами, и, по-моему, стоит там галочка в игре, что нельзя пикать двух одинаковых героев. Попадает отлично, Тайму убивает Фару, контра прямая, там, Фара очень медленно передвигается в воздухе, она взлетает быстро, да, но вот именно куда-то уйти, то есть она что вниз будет падать без пробела, да, без нажимания там своего джетпака, что вверх это будет очень сложное у нее передвижение, поэтому хороший снайпер всегда убьет Фару летающих. Отличный джампшот от Лидана, убивает он своего оппонента, своего визави, Телспин, убивает двоих просто и ломает ему шины, не успевает, а вот и Еор проснулся, да, делает он минус по Телспину, и еще минус по интернет-халку, забирают точку А, НЖ Блю, шведы-то могут, могут, вот им нужно просто теперь, им нужно именно двигаться, то есть, если они смогут просто двигаться, потому что, напомню, инвясы очень долго тупили вот на вот этом вот коридоре, вот на этой именно улице, Кингсроу, вот здесь, да, вот в этих вот проходах, проездах, если они не будут останавливаться, в принципе, они могут успеть, полторы минуты, тележка может доехать, подрубается Вижен от Лидана, он заходит в спину, в спину, он сейчас будет стрелять, стрелять, надо срочно убить Ангела, промазал, эх, это может зарешать теперь, хотя Телспин, да, может зарешать, видите, так, убивает, отлично, Телспин, очень хороший отрезок проводит времени, попадает в ногу, и отбивается, отбиваются Энвиасы, собственно, Лидана мог решить в моменте, там попал бы, убивает Телспина, хорошо, начался у нас файт, потом договорил, припечатывает Коко на Тиби, ну, наоборот, получается, Рейнхарт-атаки, отлично, добивают Интернет-Халка, ну, смотрите, 35 секунд, им просто не хватит, мне кажется, это гуд гейм, не хватит им 30 секунд, чтобы доехать до конца, даже если они сейчас выйдут вперед, всех быстро убьют, ой, досмотрим, конечно, этот матч, очень такой, вторая карта хорошая, получается, хайду, не получилось, Рейнхарт удержал свой щит, убивает Еур своего оппонента на Макри, и, гуд гейм, пишет Зафи, Еур, да, все, ребята поняли, что им не успеть взять точку, вот, победа, собственно, Энвиас, 2-0, вот, такая бесхитростная победа, ну, нормально, первую часть вообще запушили, вторую, вот, не получилось, что ж, счет 2-0, получается, у нас теперь будет следующая игра, Реюнайтед против Энокс Овервотч, наши ребята из команды Энокс Овервотч будут играть против Реюнайтед, в составе которых есть один игрок из России, а именно, Unfixed, давайте мы сейчас тоже сделаем небольшую паузу, вот, оставлю я вам англоязычных комментаторов, небольшая пауза, ребята, и сейчас я вернусь. Энокс Овервотч, вы можете просто нажать, !бракет, и чат, так, ну что ж, я здесь, давайте посмотрим на сеточку, так, сеточка у нас подрублена, соответственно, инвяз уже в финале винаров, вот они, выиграли они 2 носят, только что, они, и мы сейчас будем наблюдать матч Реюнайтед против Энокс Овервотч. В сетке лозеров, пресс продолжает карабкаться наверх, побеждают они команду ЦЦ, победили они до этого палочку, вот, сейчас они будут играть с командой Н, вот, соперники не блещут фантазией в плане придумывания названия команд, палочка ЦЦ и Н, вот, я же даже окошко открою по такому поводу, а NG Blue падает в раунд 8, видите, тут Best of 1, то есть у них получается всего лишь одна игра будет в сетке лозеров в формате Best of 1, да, вот, самое опасное против кого-то, кто продерется сквозь толпу, вот эти вот, и будет с ними сражаться, а потом уже будет Best of 3, финал сетки лозеров, вот, а потом, собственно, игра за третье место и за выход в гранд-финал. Мы, соответственно, ждем вот этого матча, Реюнайтед против Энокс Овервотч. Давайте еще раз посмотрим на команды, выключаем здесь стрим. В Реюнайтед у нас два голландца эстонец, Unfixed игрок из России, испанец Winghaven и Cruis. В команде Энокс Овервотч играют Анак, Кулер, Сайфер, Кэнзи, Шарик и Рубикон. Вот. Соответственно, смотрим мы, как продвигаются у нас дела у команд по системе ладера на сайте Госу Геймерс. Реюнайтед стабильно держатся на уровне 1700 поинтсов, а Энексы, они вот только начинают свое восхождение, и вот они уже добрались до 1400 очков. Так, вернемся мы, значит, на стрим. Здесь идут пики у команды Реюнайтед и Энекс. Энекс забанили Гибралтар, 666 и Дорадо, Реюнайтед забанили Непал, Лян Тавр. Ну, пожалуйста, оставьте Ильос. Очень хочется посмотреть мне карту контроля объекта, не только вот эти вот толкания тележек. Давайте, ребята, я в вас верю, что в одних, что в других. Забанили они Ильос, все три карты Реюнайтед забанили контроля объекта, и у нас остаются наши любимые, Голливуд и Кингс Роу. Вот такие вот дела, ребята. И, конечно же, карта Голливуд. Энексы пока не участвовали в серьезных турнирах. В таком составе нет. До этого состав был команда 425, у них, они участвовали в разных турнирах, но, напомню, теперь у них появились в команде Кулер и Сайфер, и вот они, собственно, играют на этом турнире. Давайте пока с вами, ребята, пообщаемся. Что у вас тут происходит в чатике? Как у вас тут дела? Наконец-то мы добрались до матча наших ребят. По версии сайта госу-геймерс, значит, Реюнайтед занимает третье место в рейтинге, а Энексы девятое. Ага, хвастаются они донатами на турнир. Им нужно 700 долларов добрать, не знаю до чего. Вот. Видимо, на печеньке собирают. Номер 3 против номер 9. Такой уж и большой разрыв должен быть. Да, ну вот мы даже видели вот в предыдущей игре, хоть и 2-0, да, но на второй карте, на Кингс Роу, да и, в принципе, на первой, на Голливуде тоже было довольно близко. Я надеюсь, мы увидим здесь все три карты, да, вот в этом противостоянии, Реюнайтед и Энекс. Мне просто интересно увидеть что-то, кроме Голливуда и Кингс Роу, если честно, потому что что-то мне подсказывает, что будут вот эти вот карты у нас в основном фигурировать. Так, ребята, сейчас еще один момент, чекну кое-что, и мы вернемся к нашим любимым англоязычным комментаторам. Да, уже в лобби заходят команды. Вот, собственно, скоро будем начинать. Ну фиг знает, топ-10 и топ-3 разные показатели, разве что сейчас у игроки пока нет топа уж совсем явного. Насколько я понимаю, есть вот десяток команд, да, которые вот варятся в чартах топовых, и вот на турнирах они остаются, доходят до финальных стадий и между собой сражаются. Это вот N.V.A.S. мы здесь видели на турнире, Реюнайтед, Энексы, N.G. Blue, есть еще команда такая, ROG, не знаю, почему они не участвуют в сегодняшнем турнире, да, турниров как бы по Overwatch не так много пока что. Вот, например, вот прошлую неделю по будням вообще не было турниров, а вот на позапрошлой неделе были и TakeOver, и там еще другие. Вот. Соответственно, ну будет или Дорадо, или Шоссе. Вот. Вот, хотя бы Шоссе, хотя бы Дорадо, что-нибудь еще. Потому что сейчас будет очередная очередная карта, а именно Голливуд, по-моему. ROG только что выиграли TakeOver, отдыхают, наверное. Да, а разве не Креатив, Overwatch или Креатив, что-то такое выиграли TakeOver? Нет, вот не помню. Или они в финале играли с ROG'ами. Там 3-4 счет был, я вот чекал. А вот кто выиграл, честно говоря, не помню. Все кастеры, которые знают? В финале ROG'ы выиграли. Понял. Хорошо, значит, взяли такой перерывчик. Ну, не знаю, я бы на их месте еще бы поиграл такие вот небольшие турниры в то же время и скилуху набить. Ну, может быть, не сложилось, может быть, у них там кто-то, я не знаю, какие-то проблемы в команде, там, один-два человека выпали, они не могут сыграть, и уже не стоит брать стандинок. Заходим мы в игру. Креатив взяли солдата в решающей игре и слили. Ну, вот. Так. Соответственно, начинается у нас игра, Энексы начнут в защите, Кулер играет на симметрию, Кензи на вдове, Сайфер Маккри, Анек на Макаке, и Шарик на своем Рейнхарте. А Рубикон, скорее всего, сейчас довезет симметру до точки. Ну, не знаю, может быть, он останется на Люсио. Ну, в атаке Рейнайтед пока не пикнули своих героев, но... не всех пикнули. Вот. Плюс они к тому же могут менять, но вот приблизительно это Люсио, Фара, Заря и Маккри. Вот, не знаю, честно говоря, как по мне, так ограничение в пике одного, ну, больше, чем одного героя на команду, да, то есть, неповторяющиеся герои, это очень сильно сказывается на креативности стратегии. То есть, получается, играется одна и та же примерно страта, да, и вынуждены игроки вот только за счет, скажем, аима, какого-то скилла и командных... коммуникации, внутри команды выигрывать. То есть, не за счет стратегии, но с другой стороны, может быть, это и хорошо. Кстати, мы не видели ни одного бастиона пока что, но в про-играх их тут же настигают и убивают. Водоване любят заборы. Никто не любит заборы. Я не люблю тоже заборы. Они мешают стрелять. Залетает Анфикс, это... Напомню, Анфикс это СНГ представитель, единственный в команде Реюнайтед в этом миксе европейском. Играет он на фаре. Заметил он вдову. Вырубает туретку кулера. Заливает урон по щиту Рейнхарда, находится под увеличением атаки от... Ой, хороший. Хороший мув показывает вот с этим гравитационным импульсом от стены. Загоняет Сайфера в будку, убивает команду атаки Аннека, Шарика, забирают. Сайфер тоже умер. Забирают кулера и Рубикона. Да, к сожалению, отдали наши ребята первую точку. Но вот это уже первый серьезный соперник, Реюнайтед. И посмотрим, как будут справляться. Но пока что-то не получилось на первой точке закрепиться. Да, как-то быстро прорвали. Взлетела вот эта фара, зашли они как-то слева там и начали убивать. Вот это начинается опять крыша гейминг, забираются обе команды на вот эти две крыши и начинают перекидываться снарядами. Заря сейчас получит, я думаю, разогрев и будет использована ульта, а именно Гравитон Сюрдж. Да, ультует, стягивает троих героев команды Энекс, и фара, залетающая в спину, убивает всех пятерых, кроме кулера. Да, хороший комбо, но, к сожалению, наши ребята еще упускают время на точке, очень быстро движется груз за счет того, что его толкают четыре героя. Вот вам и небольшая разница между третьим и десятом. Ну да, печально, конечно, это видеть, но это только первая карта, первые первые, скажем так, половина карты, поэтому будем надеяться на лучшее. Даются басы Реюнайтед от Реюнайтед. На каких лалах выжил там танк? Нет, его забрал Сайфер. Трейсерку взяли, взял Туизи, убивает Сайфера, убивает Кулера, умирает от Кензи, хороший выстрел. Рубикон, если ульта Рубикона самого уже нет, вот, и ульты тоже, соответственно, не будет. Остается один Сайфер, но он, по-моему, бежит с базы, соответственно, ничего он сделать не сможет, дотолкают, скорее всего, Реюнайтед точку платформы заточки, вот этот лимузин. Сайфер, отличный, Хайнун, убивает троих, убивает Ангела. Двух саппортов и Фару почти забрал Валутайю, Анак тоже делает минус два, и отбились, что ж, два метра оставалось до конца, Кензи взял тоже трейсерку, смотрите, какая фиолетовая трейсерка, прикольные перчатки, но в целом скин такой себе. Так, собрались они вместе в одной точке на Грузии, возможно, это плохо, потому что сейчас залетит какая-нибудь фара и будет очень неприятно. Анна культует, Сафир убивает, Сафир умирает, отличный минус два от Туизи, взял он вдову, за ним прыгнул Анг, сжет его своим лучом и грамотно отмансил, умирает Кулер, умирает Кензи и дотолкали точку до, дотолкали груз до точки, до контрольной. Да, шарик опять умер, умерла вся команда аннексов, аннексов, да, соберитесь, ребята, давайте, нужно на последних точках держаться, есть ульта у Шарика, только у Рубикона, подходит он близко, заканчивается у него, о, хорошо, двоих уронил, но там басы не зацепил, не получилось зацепить, Макрим, он его только оттолкнул, умирает Шарик, жаль, ульта, считайте, потрачена, Шарик умер, и осталась команда аннекс без танка, умирает Сайфер, умирает Кулер, Кензи тоже забрали, и дотаскивают точку, Жнеца взяли, Жнец на неуязвимости бегает, пытается еще задержаться хотя бы чуть, пошел Ливень, Шарик живет, нет, умер, прыгает, прыгает на точку, уже Кулер, но его тоже убивают, к сожалению, первую часть карты Голливуд наши ребята, момент от Сайфера, там где он ультанул в троих, сейчас он заберет фару и двух саппортов, и хороший полдень, потом еще трейсерку забрал, но этого не хватило, это всего лишь единственный момент, где нашим ребятам удалось зачистить точку, грубо говоря, и хотя бы потянуть время. Вот, возможно, ошибка где-то в пике, то есть, это надо посмотреть, сейчас решить, как они будут атаковать, скорее всего, будет стандарт, взят Рейнхард, Маккри, кто там, Гэнди, может быть, Сайфер возьмет, и пара саппортов, и снайпер, то есть, кстати, все снялся написать, но некоторые скин-трейсер, зеленые штаны, мне очень напоминают Скарлетт, не знаю, Петр, я по Скарлетт не это, не шарю, скажем так, не слежу за ее имиджем, вот, она еще играет до сих пор, кстати, в Старкрафте, так, на Аннека, походу, сейчас ругаются, эта Макака настолько была не в тему, что просто печаль, вместо Макаке нужно было брать до Контрит Фару, ну, Контрит Фару у них снайпер должен был, Бэ, а так да, Фара, в принципе, много урона наносила, вот, только Сайфер ее остановил ультой, вот, в том моменте, там, забрал троих, и потом трейсерку, но этого только хватило, вот, чтобы задержаться, и все, я тоже потому и стеснялся, Алан, Петр, все свои, так, начинается у нас вторая часть этой карты, значит, по пикам, в атаку взяли, смотрите, двух танков, Сайфер играет на Заре, интересно, Рубикон взял обезьяну, Аннека посадили на Жнеца, Кулер играет на Люся, и Кензи взял Макри, необычно, героев как-то распикали, они, ну, обычно на Макри играет Сайфер, Анак играл на Обезьяне только что, но, что-то вот решили поменять ребята в своих пиках, в команде защиты мы видим двух саппортов, среди которых один Симметра и Крысавчика, да, вот этот вот Анфикс, он будет закидывать очень много бомб, спамить, не давать продвигаться, ломать щит, очень такой герой с большим количеством урона, но вот оооо, поймал двоих, подкинул, подкинул танка, подкинул Макри, кинул капкан, ну, близко слишком капкан кинул, сейчас его либо сломают, либо вряд ли зайдут, минус два, дали, минус три, дали атакующие из команды Анекс, что ж, остается одна вдова в защите Туизи, пытается что-то сделать, к нему запрыгивает Рубикон, забирает, смотрите, с руки вдова, дает ульту под конец, под смерть свою, и, ну, отлично, хорошо зашли на точку А, видимо, зарешала вот эта вот перестановка в пиках, то есть, посадили разных героев, разных, короче, поменялись героями ребята из нашей команды, взяли, Сайфер взял Гензи, взял Анекс своего обезьяна, и Гензи посадили на вдову, то есть, вот сейчас старый пик, Анекс делает минус хороший по вдове, Сайфер на заре, что происходит, но сейчас он поменял на Гензи, и вот он убивает Макри, Туизи забирает Анака, Сайфер пытается вырезать Ангела, нужно забирать ее, иначе сейчас будет поднимать, хилить, не получается, даются басы кулером, да, видите, вот она подняла все-таки свою команду, ух, зарезал он, разрубил Туизи, но его забирает Макака в спину, пошла борьба за точку, здесь, видимо, двух танков, сражающихся друг с другом, к сожалению, убивают Анака и Шарика, ух, Кензи хорошо вешает голову, наверное, Туизи, ну или просто полный заря, там 200 урона как раз залетает, есть вильта у Винхэвена, Шарик дает ульту в никуда и команда защиты делает минус 3, да, вот на этом времени, я помню, на 5 минутах уже двигали, двигали Реюнайтед точку, точнее, тачку к вот этим воротам, Goldshire Pictures, видите, там, лев нарисован на ангаре, да, вот куда сейчас смотрят вдова, вот к этим воротам подтаскивали, Кензи занимает позицию в доме, пытается прострелиться через щиты и его забирает Unfixed на своем обезьяне, Сайфер делает минус по Unfixed, да, вот хороший пик Жнеца, потому что там есть два толстых танка, а именно Рейнхард, Winghaven, которого вот сейчас забирает, да, отличный пик, Жнец очень хорошо заходит против толстых целей, слушайте, он продолжает резать людей, здорово, ультовать бы, надо, чтобы кто-то отвлек, нет, надо было, чтобы кто-то отвлек, одному его тут же фокуснули, не дали ему разультиться, видите, он только всего 35% ульты потратил, ультует Макри, объявляет полдень, и все уходят, хорошо, потратил 50%, можно под это заходить, осталось всего минуты 40, надо ребятам нашим продвигаться уже, забирать точку и двигаться, потому что минуты 40, времени мало, обезьяна запрыгивает, эх, убили Анака, да, Кэнзи тоже умирает, валютая делает минус по Кэнзи, но шарик между тем забирает двух танков, ульт, полдень иступил, убил он Сайфера, валютая, но тут же умер от Энака, ульт, 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 рубит эту обезьяну, Кэнзи прерывает, прерывает готовку обезьяны, Так, взяли трейсерку Взял трейсерку Валютая вместо Макри Накопил он уже ульту, сейчас будет забегать, кидать ульту А, промазал Сайфер должен объяснить, что он был неправ, что Валютая был неправ Помогает Помогает шарик Ну, 27 секунд осталось, ребята Будем честными, они даже не успеют точку затолкать К сожалению, это поражение на первой карте Понимают они это уже, я думаю Да, 10 секунд остается Ну, сейчас может быть Сайфер хотя бы ультанет под конец, красиво И игра должна будет перейти на вторую карту Вторая карта, по-моему, это будет Кингсроу, я не уверен Надо будет посмотреть Ультует Сайфер, убивает только Круиза, еще добивает танка Ну, здесь уже все решено Да, все Поняли, ребята, что по времени они не укладываются Пишут гудгейм и мы переходим на вторую карту МБ у них разный стиль по персам, вот и махнулись Да, в принципе, ну, здесь продолжается кромсание друг друга Ребята никак не могут успокоиться и выйти в лобби Да, в принципе, по идее, каждый игрок специализируется на определенном классе Рубикон играет на саппортах, насколько я понял Кулер, от него мы видели Люсю, от него мы видели Симметру То есть у каждого героя есть пара-тройка мейнов, на которых они катают и Они примерно, да, карты Кингсроу, вот, они примерно специализируются по классам, по своим, то есть А, так это и происходит Уже разброс в 6, мы его теряем На 21 Так, не знаю, о чем это Слишком сильно законтрили вдову у Анаксов Лучше было Фару взять вместо вдовы Возможно, да Не удалось там сделать ключевые минусы Но еще Зарешало то, что, вот, в принципе, они неплохо шли, да То есть так же, как почти, как Реюнайтед Но вот в защите у них получилось отбить только одну атаку, грубо говоря Вот Волнами же, да, идет у нас игра Как бы волна одна Отбились, не отбились Если отбились, то Потянули время Не отбились, да, значит, вам продвинут точку Вот И вот в защите не получилось Задефиться Всего одну атаку отбили, получается, там, где За счет ульты Сайфера И Ну, там, добили еще потом Перед этим двух танков Вот Какая-то сомнительная ссылка от Джаз Пальто Еще раз всех приветствую в чатике, ребята Вот Смотрим мы Турнир Повервотч От Госу Геймерс Еженедельный кап Это европейский Сегодня проходит Игры на европейском сервере Играет у нас Играется у нас второй полуфинал Верхней сетки Реюнайтед против Энексов Реюнайтед только что выиграли первую карту Голливуд Вот И сейчас Энексы попробуют Отжать Кингс Рул У своих соперников Энексы это Команда Из Частично Из Из СНГ Вот Поэтому мы за них И топим Хотя в команде Реюнайтед есть Unfixed Он тоже из России Вообще-то это ссылка на фотку с ФВ Но что-то Название кривое ФВ не знаю, что это Я не буду открывать Название кривое Из-за того, что там вопросик И потом какие-то штуки Ладно, начинается у нас игра Закидывает Unfixed 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 играет на Крысавчике Опять на своем Защите у нас начинают Реюнайтед Точка А Сегодня мы уже много раз видели Здесь игру Постоянно пикается Симметра Ой, как здорово Много урона влетает По команде Реюнайтед Но никто не умирает И Умирает как раз наоборот Команда Энекс Овервотч Unfixed делает Дабл Килл Ну, здорово Они вот влетели Много урона вроде нанесли Но не удалось добить Ни Рейнхарта Ни Саппорта И потом все Отхилились Защищающиеся герои У Морти Есть ульта Это ангел Защищающаяся команда Соответственно Она может воскресить Да, спамит Спамит очень активно Крысавчик За стеночку Ух, залетает Энек Взял он Гэнзи Решил взять Такого Ниндзя-героя Посмотрим Как у него получится Контрить Снайпера Ульта появилась У Анфикседа Сейчас он Еще немножко Постреляет Покидает И возможно Будет заезжать Не взрывает пока Фугаску Вот он ее взорвал Отошел За стеночку И поехала Шина Ага Нет, все-таки ломает Хорошо Законтрили Шину Услышали ее Поняли, где она находится Это вот не как у нас было В начале Там где Команда Ну, миксы они Ну, то и миксы Вот Они вроде слышали Крысавчика все Да, впятером идут И потом Оказывается Неожиданностью для них Что залетает шина И убивает троих Ух Влетает шарик В Лежащего На полу Маккри Остается четыре героя А, смотрите Воскресила, видимо Воскресила Морти Своих союзников Поэтому Так быстро они вернулись На плент Ох, Туизи Опять вдова решает Вот Надо как-то С вдовой справляться Прыгает Прыгает Не удалось никого найти В прыжке Так, залетает Туизи На второй этаж Ультует Энак Рюджинок И на Курая Отлично Нарезал он троих Но Слушайте, они плохо Они зашли Кэнзи еще дал Минус два Ангела-то вот Зарезал Энак И Получается Заходят наши ребята На точку А Ну да Они скорее всего Возьмут точку А Отлично Потратили правда Много времени Минуты Три где-то Вот Теперь им нужно довести До контрольной точки По пути следования Телеги Анфикс Играет на Фаре Репикнули они Героев Для вот этой Вот Дорожки Залетает Классно Откидывает Кэнзи Не дает ему Залететь в окно Потому что Хук-то У Вдовы Будет перезаряжаться Сейчас Секунд 10 Закидывает он Много ракет В щит Сейчас зайдет Наверное в спину Надо убить По-быстрому Ангела Да, убивает Рубикона Да Минус 4 От Команды Команды Юри Юнайтед Убивают Они Героев Команды Энакс По ресурсам Что есть У Шарика есть ульта Нужен какой-то дамаг У Сайфер сейчас будет Хайнун Отлично можно дать Хайнун Прервал Прервал Шарик Ульту Макри Великолепно Вовремя По таймингу Получилось Дают Минус 4 Уже по команде Реюнайтед И Ангел подняла Ангел подняла Почти всех героев Реюнайтед Забыли про Ангела Она где-то Заныкалась И Подняла всех Своих союзников Теперь появлялся Ульту Команды Реюнайтед И Отличный выбор Отличный выбор Против Двух толстых танков А именно Рейнхарда И Уинстона У него появилась ульта Так Убили всех Четырех героев Команды Энекс Но их подняла Подняла Ангел А именно Рубикон поднял Но Тут же их Всех Обратно Положили И отправили Отправили Обратно На Респу Почему не играет Рубосвином Но вот У него нет Никаких Таких Полезий Для команды Сверхполезный Для команды Скиллов Да Вот например У того же Рейнхарда Есть щит Да Вот он Его держит И Так Сейчас У нас опасный момент Ультовал В спину Жнец Заливает Фара Фара Никуда Заливает Но опять Забыли про Ангела Поднимает Она Она Где-то Издалеке Находилась Она опять Поднимает Всю команду Реюнайтед Хотя Она Довольно Сильно Страдает Остается Только Туизи И Круиз Они уходят Обратно на точку На последнюю точку Что ж Минута до конца Сейчас доедет Телега до Контрольной точки И Дадут дополнительно Еще немного Времени Нет Прыгает Туизи Хочет он Еще Подержать На вот этой точке Не дает им Перейти на Новую Респу Волутая Делает Минус Три Сульта Минус Три Хайнун Хороший Зашел Добивает Еще Рейнхарта Добивает Жнеца Вот почти Уже Казалось Зашли Но Макака Впрыгивает На двух метрах Оставшихся В конце И Отталкивает Точнее Задерживает Телегу И отталкивает Опять Команду Хорошо Красиво Прокатился Шарик Ни за что Не задел Довольно Далеко Уехал Вот Сейчас У него Как раз Откадится Проезд Пошли Ульты Один Ульт На другой Анок Хорошо Ультует В троих Пытается Добрать Макри Нет Не получается Потому что У него Басы Подрублены Опять Команда Атаки Падает Овертаймы Подрубили Волутая Убивает Двоих Ребята Давайте На овертайме Ну же Продержать Еще на овертайме Сейчас надо Чтобы Воскресились Ключевые герои Добежали сюда Ох Флешка По троим Отвылутая Макри Решают И ульта От Анфикс Это по четырем Четырех Забирает ульта От Анфикс И это К сожалению Не сумели Дотолкать Телегу Энексы Теперь им нужно Защититься До вот этой Вот точки Самим Анфикс Сейчас покажет Последнюю ульту Вот эту В четырех Посмотрим Да Сейчас он взлетит Накопит ее И даст Минус четыре Класс Да Такой вот Минус четыре Ультракил Делает Анфикс Ситуация у наших Ребят не очень Надо брать Вот эту точку Сейчас в защите Хороших героев Четко стрелять Четко коммуницировать Друг с другом Общаться И держать Держать вот до Первой контрольной отметки Телегу А лучше вообще точку А подержать Взять там симметру Как обычно Там вот крысавчика Танка Рейнхарта И вот держаться Ребята Нужно И вытянуть все На третью игру На третью карту В этом противостоянии На машину залезают те Кто подходит С респа А оставшиеся Гони Тураков И пытаются Убить Как можно больше Ну в принципе Да Это логично Но Ну да Добить этих Да Чтобы растянуть еще время Ну Пострать Это да Логично Не знаю Пока Сложно сказать Кто В чем проблема Вообще У Энексов Вот кажется Что их просто Вот переигрывают Ну Вот в каких-то Знаете Деталях Таких Вот Фара например Залетает Да Ульту дает Не доконтролили Макри Заходит Постоянно Это валутая Он просто Заходит Смотрите На это Макри Вон он справа стоит Анфикс Это тоже Вот У него Классно получается Что на фаре Что на крысавчике Хорошо Там Залетал Их переигрывают Исключительно На пике Ну вот Возможно Да Так Ребята После Вот Вот именно Противостояния Вот этих Двух команд Анекс Анексов И Реюнайтед У нас будет Пяти Слэш Десяти Минутный перерыв Пяти минутный перерыв Вот так вот Ну Я надеюсь Что мы еще Посмотрим Третью карту Только потом Будет Перерыв Анфикс Опять Залетает Слева Закидывает Он Ломает Он Туретки Энака Поменялись Опять Ребята Из Энаксов Позициями Героями И Энака Посадили На Симметру Кензи Подрубил Вроде бы ВХ Да Вот он Чекает Такой Смотрит Типа Через стены Вот Видел он Зарю Но Та подрубил Щит И Соответственно Так Смотрим Здесь Шесть Игроков Атаки Они подходят Собираются Все вместе Летит Ешка Рейнхарта Зависит От того Кто из снайперов Победит Туизи Победил Вот И теперь Команде Защита Будет сложнее Им нужно Им снайпера Никак не законтрить Умирает Шарик Умирает Цайфер Умирает Кулер Валютая Делает Минус Четыре Уже Делает Как же Как же Хорошо Играют Макри Либо Это просто Герой Такой Сильный Да Вот Ему Очень много Урона И Да Забираю Тренировка К сожалению Не удалось Продержаться Быстро Продержаться На точке А Теперь Нужно Не давать Дойти До Следующей Контрольной Точки Потому что Иначе Это будет Гейм 2-0 И Будет Очень плохо Они Этим составом Только Начали Играть Скорее Мало Временной Тренировки Было Да Несыгранность Какая-то Не хватает Вот Видно Что Коммуникации Да Ну Потому что Вот Законтрить Фару Нужно Чтобы Просто На нее Кто-то Не отвлекся А кто-то Именно Ее Увидел Кто-то Увидел Да Лан Фу Вот Сыграются Будем надеяться Что Будет Еще У нас Шанс Порадоваться За наших Ребят К тому же Это только Между прочим Сетка Венеров Ох Какая Ульта Какая Комбинация Ультов Зари Ульта Анфикс Заходит Команда Атаки Продолжает Двигать Она На тележку Продвигается Вперед Рейнхард Ультует Макрей Отгоняет Отгоняет Просто Троих Игроков Команды Защиты Одним Своим Видом Вот Ну Нельзя Нельзя Вот На этом Последнем Отрезке Нужно Держаться Иначе Фара Опять Летает Безнаказанно Анфикс Что Творит Взяли Они Туизи Взяли Анфикс Да смотрите Очень Много Взяли Красавчика Соответственно И Фару Очень много Урона Такого Спама По точке Ох Ульта В троих От Рейнхарта Не сумел он прокатиться Сайфер его убил Успел Законтрить Поднимает Поднимает Одна Ангел Своих Оба Ангела Короче говоря Ультуют Все поднимаются Вылетая Опять делает Минус 3 Минус 4 Анфикс Добивает Еще Двух Героев Остается В живых Только Шарик Рубикон И Энак Слушайте Ну почти Почти Отбились Нет Дотолкает Дотолкает Фара Одна В соло Дотолкает Да Это Гуд Гейм Ребятам 2-0 Выиграли Реюнайтед Энаксов К сожалению Вот Ну Навязали Борьбу Были Шансы Но Вот Не хватило Не хватает Наверное Еще Да Действительно Сыгранности Вот Контрить Нужно Фару Контрить Нужно Макри Как-то Вот Тот же Валютай Он Просто Шикарный Минус 3 Минус 4 Постоянно давал Вот Ну Увидим Еще Игры Наших Ребят Надеюсь Они из лозеров Поднимутся Или нам Покажут Эти игры Вот А сейчас У нас Будет Пятиминутный Перерыв После которого Мы увидим Финал Сетки Винеров Пройдет Он в формате Best of 3 Между командами NVS И Reunited Ребята Скоро Вернусь Реунited 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 Directly To increase The prize pool For your Favorite teams And tournaments We do have An extra Donation Coming in During the Break Two of Them In fact Just want To bring Up What we Have Here And that Is going To be On our Metro Page A Cruel Shade Currently Our Top Donor Of Day Adding $20 To The Prize Poll Thank You Very Much A Cruel Shade Bagel Or Bagelberry Of Course Our Former Top Donor And 10 Early On In The Day And Freedwolf Making Appearance Saying Heart With $10 As Well So Thank You Very Much Guys And You Can Use Our Coupon Codes To Donate $8 For Free All You Have To Do Is Go To The Website Sign In And There You Go You Sign In Just With Twitch Alive Yeah Match Rino No joke I'm Not Part Of Ghost Gamers No One Paying Me To Say This It's A Great Service Man It's Like It's So Easy To Use You Sign In With Your Twitch Account In About A Split Second The OAuth Works Like A Charm Why don't You Tell The Good People About The Competitive Overwatch Subreddit I know You've Been Talking About A Lot But It's Something That People Should Check Out Yeah If You're Interested In The Competitive Scene Overwatch Esports And Learning More About It There's Actually A New Subreddit That's Been Growing Crazy Fast It's The Reddit.com Slash R Slash Competitive Overwatch It Has Kind Exploded I Think Because The Main Overwatch Subreddit Is 95% Fanart And Plays Just Like GIFs Of Plays Which Is Cool But Folks Want A Home To Discuss Competitive Overwatch And Right Now The Main Subreddit Is Pretty Tough To Do That So A Lot Of Folks Are Starting To Subscribe And Idle On This Subreddit And I've Actually Been Made A As Mod Was Creating A Tournament Calendar With The Other Moderators There And We Added That To Sidebar So If You're Interested In Knowing What Tournaments Are Coming Up You Can Just Head On Over To Slash Competitive Overwatch On Reddit Check Out That We'll We'll Get Into Those Games After The Warriors Finals Should We Have Time But Looks Like It's Nubris Has Defeated O.W. Kings That's Huge They're Going Up Against Northern Gaming Blue And Losers Bracket Round Of Eight And Graviton Surge Has Gone Past SG One And They Are Going To Be Going Up Against I Believe Bracket Wise They Be Going Up Against Anox I Wow Actually That Graviton Surge Went Over SG One I'd Say Pretty Nice Win For That Team To Put Under Their Belt Probably Very Probably Great Match In The Losers Bracket There We Missed On Cool Stuff We'll Probably Hopping In Losers Bracket Round Nine That Will Be A Best Out Three Should Be A Cool Game To Watch Though Regardless It Не Заскучали С Англоязычными Комментаторами Показывают Они нам Сейчас Сеточку Сейчас Я вам Открою Настоящую Сетку Собственно Давайте Посмотрим Что нас ждет Впереди Впереди Нас ждет Самое Интересное А именно N.V.A.S. Против Reunited Это Сетки Венеров И Собственно Падают Эх Проиграли Прэдс Команды N А N Выиграли Overwatch Кинг Команду Соответственно У них будет Игра С NG Blue За выход В Финал Сетки Лозеров Вот А Команда Соответственно Гравитон Сёрч Будут Ждать Своих Соперников А Соперниками У них Будут Ребята Из Энекс Овервотч Показали Нам Эту Игру Я Был Б Рад Но Скорее всего Эти Игры Идут Без Стрима Вот Но Давайте Посмотрим Сейчас На Соседнем Стриме Потом Как Там Идут Дела Так, ребята, здесь пока нету у нас стрима. Давайте вернемся обратно к нашим англоязычным комментаторам. Так, как у вас тут дела? Законтрите фару. Это нужно иметь специальный персонаж против фара, и это никак не жнец, которого играл Анок. Мы скоро вернемся, не переключайтесь. Да, именно. Ну, нужна была техническая пауза. Довольно долго уже идет стрим. Собственно, мы начинали в 9, а время, между прочим, без 20-ти час по Москве ночи. И это еще не все. Нас еще впереди ждет, я думаю, часа два Овервотча. Вот, в принципе. Показывают нам команды. Анокс. Какие еще здесь знакомые коллективы встречаются? Большинство из них уже вылетело. Вот, из этих команд. Первую игру в атаке затащила фара. И неожиданно, вторую игру в атаке затащила фара. Да. И Макри. Макри очень хороший был. Вот. От Валютаи. Так, хотел я вам напомнить, что так же я играю от первого лица. Иногда проходят стримы, то есть, если вам интересно, можете подписаться. У нас скоро будет очередное открытие кейсиков. Вот. На следующей неделе, я думаю, мы откроем сразу 28 штук. Вот. Проверим теорию вероятности на то, что... По теории вероятности у нас каждые 14 кейсов должна падать одна легендарка. Ну, собственно, мы это и проверим. На следующей неделе открывают 28 штук. Поэтому, если хотите увидеть это, следите за анонсами. Вот. А у нас сейчас ждет финал Венеров. Очень интересный матч. Играют топ-2 команды Европы. Ну, получается, мира, да, по версии организаторов турнира. Вот. Играют NVS против Reunited. Топ-2 и топ-3. Вот. Топ-1. Первую строчку занимает Клоуда. Клоуд-9. Вот. Так. Все нормально. Проверил я. Да, я это... Хочу извиниться, там был неправ. Максимальное количество... Максимальная скорость тележку приобретает от трех игроков. Вот, инфа проскочила, что... Смысла нету стоять больше, чем втроем, поэтому игроки, которые вот убили именно команду соперников, они продвигаются дальше. Сейчас мы увидим драфт для финала Венеров. Реунайтед готовы. NVS тоже. Ну, я очень надеюсь, что это... Что-нибудь кто-нибудь да вычеркнет Голливуд и Кингсроу. Хотя бы одну из этих карт. Давайте, ребята. Минус Иллиос. Сейчас пойдет, наверное, башня Линдзян. Нет, Гибралтар вычеркивает Реунайтед. Ну, значит, NVS вычеркнут. Вычеркнут контроль объекта. Не нравится почему-то им играть их. Падает Непал. Да, NVS вычеркивает постепенно. Сейчас все придет обратно к Кингсроу и Голливуду. Очень любимые карты на этом турнире. Это будет самая ровная игра, по идее. Должна быть. Я очень надеюсь, что... Да, все, забанили все карты контроля объекта. Остались только толкалки. Вот. Нумба, они банятся. Что же они забанят? Ставлю на 666. Забанили Дорадо, NVS, ваш ход. О, забанили Кингсроу, NVS, ну и Реунайтед, давайте. Я верю у вас. Нет, зря я верил. Забанили они 666, и мы увидим первую карту. Холливуд. Холливуд. В очередной раз. Ну что ж, ладно, сейчас игроки будут заходить уже в лобби, собираться там и начинать игру. Посмотрим, может быть, на соседнем стриме есть у нас игра Энексов. Если есть, то мы пойдем туда смотреть, потому что больше СНГ коллективов нет. Сейчас против вышла тима в 6 макри. Полдень был каждые 10 секунд. Прикольно. Прикольно. На соседнем стриме отсчет идет, то 40 секунд там оставалось. Посмотрим, что там будет. В мапуле, говорят, будет 666 и Кингс Роу еще. Большой привет передают стримерам, которые стримят их, которые стримят, точнее, не их, а игры. Вот. Прямо из игры. Вот. Ну и, наверное, пиратам тоже могут они послать большой свой привет. Торбьерна, говорят, не видели всего ничего. Ну, сегодня вот у нас стабильно играются... Я могу 6 героев назвать стабильно в атаке, да? Это Заря, Рейнхард, два саппорта, Люся плюс Ангел и два дамагера. Обычно это макри плюс фара или макри плюс сдава. Вот. Кто-то у нас брал сегодня Ханзо. Один раз, я помню, видел Ханзо. Пару раз мелькала трейсерка. Вот. Иногда пикается обезьяна. Симметра в защите. Вот. И Гэнджи пару раз был тоже, да? Но вот этот вот запрет на двух одинаковых героев, он немного портит. Уменьшает количество стратегий. Да, на соседнем стриме будет тоже эта игра. Соответственно, сетку лозеров не стримят. Ну, что ж, начинается игра. Посмотрим, что могут показать обе команды на этой карте друг другу. При этом, заметьте, призовой фонд они почти добили до 700 долларов. И это действительно вопрос к этому поводу. О том, что это не только одинаковые герои. Это почти, я не знаю, ЗП, вы можете correct мне на это. Но это почти начинает чувствовать что-то, что одинаковые герои вообще делает даже более стандартные линапы чем мы видим, что у нас есть множество героев. Ой, да есть же ж Мэй, Мэй в атаке от Туизи, Ханзо от Морти, Дива, но я прям не верю, нет, они сейчас и хрипикнут, конечно же. Ну вот Диву мы пару раз видели, которая вылетала на точку и пыталась в самом конце потянуть время для своей команды. Обычно это в защите происходит, но сейчас их хрипикнут перед началом атаки, а в защите у нас стандартный пик. Один хил, Красавчик, на Красавчик играет Теллспин, на Симметрии Интернет Халк, на Рейнхарте Коко, Тайму играет на Вдове, Харри Хук играет на Макри, и, собственно, хилер команды Энвяз, Чипс Хайен. В команде Реюнайтед представляет у нас Люсио Круз, Винг Хевен на Рейнхарте, Анфикс играет на Фаре, мы, собственно, за него болеем, потому что это наш игрок из России. Туизи играет на Заре, Морти на Ангеле, кстати, у Морти вот-вот надтикает ульта, смотрите, как быстро хилит он колодная, 90% уже есть у него почти ульта. И валютая на Макри, на Симметрном Макри. Тайму начинает закидывать, накидывать все выстрелы, Харри Хук делает минус 2, Интернет Халк тоже добивает. Поднимает хорошо троих героев атаки Ангел, поднимает Морти свою команду. Почти сломали щит Рейнхарту, нужно его добить. Харри Хук опять забирает Люсио. Неужели пойдут вперед, потому что нету у них ни Анфикса, ни... Ой, падает, падает. Никого не убивает, Тайму между тем делает минус 2, убивает Фару, убивает Зарю. Ну, защита, Энвиаз в защите очень себя уверенно чувствует, держат они спокойно первую точку. Ой, хороший джампшот от Тайму. Найс. Красиво повесил в воздухе Анфикса. Четыре ульты есть у Реюнайтед, но при этом, если умрет команда НВАС, у них стоит ТП-шка. То есть, они все быстро возродятся и добегут. Огонь по готовности в троих. Отлично, убивают всех троих, убивают четырех. Интернет Халк, но поднимают команду защиты Ангел. Роняет Рейнхард троих. Коко в ответку откидает тоже молот, разгоняется, припечатывает там танка. Собственно, на точке стоит Анфикс, это забирает он вот первую треть. Там есть туретка... Ой-ой-ой, беги, трейсерка. Ух, увернулся Туизи от адской шины. Убивает Анфикс, это Ангела. Остается... Остается... Нет, уже пришла вся команда защиты. Но... Не вся команда, два героя, именно Танк и Люсио. И они тоже умирают. Соответственно, захватывают точку Рейнайтед. Забираются на нашу любимую крышу. Сейчас будет здесь проходить драка на этой крыше. Зари нету. Нечем быстро вскрыть. Два... Казалось мне, что там два... Уинстона, но... Это были Уинстоны из разных команд. Запрыгивает интернет Халк на крышу. Даются хорошие минусы. Так, Тайму подрубил ВХ. Да, тележка там потихоньку толкается, но... Не так активно, как хотелось бы команде Рейнайтед. Умирает Тайму. Хороший джамп-шот вешает Туизи своему Визави. Прицеливается. За ним как-то это... Увязался Уинстон прям фокусит, фокусит, но никак не может добраться до него слишком быстро Туизи. Подрубает ульту напоследок. Нет. Все-таки выживает. Не просто напоследок. Снимает отличный минус 2, минус... Уинстон и Люси. Как же не попал по Мерси. Ой, это сейчас зарешать могло. Подняла она свою команду. Басы дали Рейнайтед. Умирает Тайму. Валютая взял свою Макри. И теперь раздает. Минус 2 он уже дал. Заходит на точку команда Рейнайтед. Никак они не довезут до нее. Все время мешает то Люси, то Мерси. Все, умирает и Ангел, и Люси. И доводят до контрольной точки. 0,1 метра нам показывается. 1,01. Но это Багулина. Мы такое уже встречали один раз в игре. Все двигается дальше. Есть ульта у Люта. И он находится под воздействием... ...такого. Короче, он в ударе находится. Много раздает урона. Двигает точку часто активно. Ух, как ускорились. Хайнун дал Ультая, но, наверное, не убьет никого. Не, убивает Макри соперника. Но двигают. Двигают они потихоньку точку. Рейнайтед... Ох, Тейлспин взял свою фару тоже. Которую мы уже сегодня видели. Остался вот последний отрезок, самый сложный. Здесь нужно убить... ...героев защиты. На каких лалах остается... Что Мерси, что Люси, что... Ко-ко. Поднимая двоих героев Ангел защиты. Чип Хэйн. Чипс Хайджин. Тейлспин появилась ульта. Сейчас надо накопить ульты Реюнайтеда. И можно будет попробовать зайти. При этом надо не забывать вот эту виздесущую фару. В принципе, там есть Макри, но... ...с остальные больше герою не... ...никак не могут ей помешать. Залетает в спину. Да, йоот. Хороший. Ох, Рокет Бараш. В троих... ...начал он с... ...Ангела. В принципе, все правильно. Чтобы не подняла потом никого. Из атакующей команды... Да, это очередной удар. Еще будут полминуты где-то... ...тянуть... ...времени... ...команда защиты. Извините. Ульта есть ульта, но... ...щиты надо снять сначала. Взяли Турбосвина... ...в атаке. Вот, смотрите. Кто там Турбосвина заказывал, ребят? Вот вам Турбосвин. Посмотрим, сможет ли он... В принципе, Турбосвин может... ...ммм... ...Ультует. Да. Да ладно, он выстрелил? Вылитая выстрелила! Зачем ты выстрелил? Обидно. Потратил 50% ульты. Heroes never die. Тейлспин убивает двоих. Так. Попадает он в летящую фару. Отлично. Хороший выстрел. Забирает Анфикса, да, значит... ...ну, сейчас надо фокусить Анжелу, наверное. Ее убил. Отлично. Ну, Тейлспин очень даже неплохо. Отыгрывает в этой игре. Много урона он вносит. Убивает ключевых героев, особенно... ...залетал спина. А, вон, Клебания. Заказывал Турбосвина. Ну, вот есть у него ульта. Значит, он сейчас зайдет, скорее всего, поломает щиты Рейнхарту, и тогда можно будет ультануть какому-нибудь Макри, например. Да, вот у ульта есть ульта. Собственно, комбосики, вамбосики можно уже мутить. Тейлспин, правда, мешает ульту, это... Не знаю, в никуда, наверное. Забрал, тут помог забрать только Свина. Ну, в принципе, ульта копится у Фары довольно быстро. Вот смотрите, с одной ракеты плюс 9%. Почти он попал в Анфикседа, минус 4 опять делают. Анвиас, слушайте, ну, не знаю, у них тут вот последняя точка, они очень даже неплохо держатся. Вот сейчас последняя атака будет. Соберутся в кулак Реюнайтед, смогут ли они продавить. Что у них есть по пикам? Они взяли Анфикседу Риппера. Но мне нужно что-то против вот этого бездесущего Тейлспина. Мне кажется, проблема вот в Фаре, опять же. Ультует Свин под ультой Люси. Ломает щиты. Увертайм пошел. Притягивает Уинстона. Ох, сейчас поднимет. Поднимет Чипс Хайян. Ну нет, смотрите, Реюнайтед. Собрались, дают уже минус 3. Добивать надо. Там мелкий бегает кто-то. Убивают Интернет Халк, убивают Тайму. И это Трейсерка. Трейсерка просто пришла и отдалась. Тейлспин тоже ничего не смог. Прыгает Уинстон. Нет, все-таки дотащили точку. Отлично, но в овертаймах кое-как дотащили Реюнайтед. Первая игра за ними. Первая половина карты. Свин в конце Ангела взял. Нет, Свин так и остался. Туизи. А, имеешь в виду, он добил его. Ну да, наверное. Ну, честно говоря, не знаю. Такой момент в матче. Странный немного. 18 тысяч урона Тейлспин нанес в этой игре. Ну, действительно, он неплох. Ну, он и летал, и закидывал. Там вообще классно, конечно, он играл. Действительно, можно дать ему лучшего игрока. Так, секундочку. Я имею в виду, что он его бахнул. Ну да. Я уже потом понял. Так. Напомню, первую половину у нас выиграли... Выиграли первую половину Реюнайтед, но они в самом конце только дотянули. Так, проверяю я. Все в порядке. Ой, извините. Свернул случайно. Так, все, все нормально. Все в порядке. Смотрим мы вторую половину этой карты. О, да. Ты правильно, Сэпи. Ты правильно. Я немного поплавил уже. Честно говоря, от... Того, что играются почти одинаковые всегда герои на одинаковых картах, вот, и все равно много экшена. Прям, ух. Так, значит, в защите пикнули Симметру опять. Ангел, Макри, Това. Ну, стандарт, короче. Одни и те же герои пикаются в атаке. Вот этот стандартный пик Макри, Фара, два саппорта, два танка. Вот, и, собственно, посмотрим, что исполнение просто будет лучше. Ну, Тейлспин на своей Фаре отыгрывал в прошлой игре. Вообще, абсолютно нереально. Он тащил за всю команду. 18 тысяч урона, хоть там и по щитам, по барьерам, но... Ох, снимает его Вдова. Вот правильно, пикнули Вдову в защиту для того, чтобы снимать вот эту Фару. Тайму выносит Ангела. Убивает еще Рейнхарта. Собственно, забирают карту, забирают точку А. Так, взяли точку А и теперь двигают груз. Спокойненько продвигаются. НВАС. Крадется в спину. Тайму. У него почти накопилась ульта, его никто не видит. И... Лифт уехал. Ну... Слушайте, подождите, ну-ка, это интересно будет. А нет, засек его все-таки, вылетая там... Да... Вылетая, молодец, засек его, но... Было бы неплохо, если бы зашел в спину Макриды, еще и ультанул, там бы пошел разлад в команде. Под боссами находится Фара, пытается она вырубить этого Люсио, не попадает. Попала все-таки Тейл Спин. Есть ульта у Тейл Спина, поднимает ему урона Ангел. Плюс 30% урона, очень много. К 120 это... Получается, разгоняется до 160. Так, ну, пока почти без боя отдают Тейл Спин, ультит в троих, вместе с Тайму, и еще убивает Морти. Почти без боя заходит, НВАС продвигает груз, и, собственно, если Реюнайтед в самом конце дотерпели и дотянули груз, да, вот именно на последних каких-то морально-волевых качествах, да, то здесь НВАС спокойно, спокойно продвигает груз, убивает героев соперника, вот, и времени у них еще очень-очень много. Ультит Винг... Приезжается Винг Хевен, это Винг Хевен, оказывается, я читал это как Джей, эх. Минус 3 дает опять Тейл Спин, его поднимают, он умер. Пытается он убить Макри, Макри добивается, вылетая, и выносится опять команда защиты почти вся, у Ангела нет ульты, она пытается убежать, но куда ты денешься? А нет, убегает, убегает, все, хорошо, добежала до Хилочки, до Респы, но точка уже закатывается, 3 метра остается, Тейл Спин летает, нарезает, нереально, конечно. Играет он, баражирует в одну... в одного Ангела, хотел еще он пытаться забрать Туизи на Турбосвине, но не получилось. Это ему убивают двоих, поднимает Ангел свою команду защитников, но что-то мне подсказывает, что это почти конец. Метр остался, там остается последний Рейнхард, его отталкивают, 0,76 метра, анфиксит, уже залетает, просто умирает на точке, лишь бы выдержать время, и это все. Гудгейм, выиграли очень быстро Энвиасы в атаке, поэтому первая карта достается им. Тайму, посмотрим, что за лучший момент, в конце, в самом, здесь он забрал... Полютай еще забрал Люсио и нанес много урона вот по, соответственно, Анжеле там и еще одному саппорту. Посмотрим, какая будет вторая карта. Урона. 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 Безус. they do tend to favor kick throw. We'll see though, will it be a surprise pick of Route 66 here? We'll find out in a second. I would like to see Route 66. We don't see it nearly as much nowadays, and having that would be pretty darn cool. It's probably the... Is it the most reviled payload map right now? I feel like we see it the least of any other payload map. Yeah, I think you're right. Mimbani probably the next least pick. Spрашивают об Зервере следующую карту, им тоже интересно. Хоть бы это был и шоссе. И пикает, я так понимаю, проигравшая команда. Ладно, видимо, команды отошли на небольшой перерыв. Ребята, как у вас дела? Вы еще не спите? Не залипаете? За кого болеете? Какая команда вам больше нравится? Топ-2 мира? Или топ-3? Напомню, Реюнайтед занимает третью строчку. НьюАс занимает вторую строчку. Еще до 6 утра UFC смотреться. Понятно. Глебанин не залипает. Я залипаю в Физонт. Понятно. Да есть же ж, это будет шоссе 66. Мы сегодня не видели его еще. Это третья карта, которую мы за сегодня увидим. Шоссе 66. Отлично. Напомню, Энвиас выигрывает 1-0, это играется в финал виннеров, и мы переходим к второй карте. Карта шоссе 66 на вторых и последних, получается, бета-выходных. Она была одной из трех карт, доступных для игры. Вот, 666, Ханамура и Непал. Вот, собственно, карта находится в, я так понимаю, в районе нахождения Гранд Каньона в Америке. Вот, соответственно, там тоже такие обрывы, красиво очень. Есть там заброшенная такая бензоколонка стоит, начинается, команда атаки начинает из кафешки, вот, а заканчивает, соответственно, везет груз в какую-то такую, закрытую, скажем, скрытую в горах замаскированную базу, вот, они завозят туда груз, и, собственно, можно победить таким образом. Есть у меня Алиса, я бы тебе сейчас все, что я думаю, рассказал, понятно. Давайте пока посмотрим сеточку, пока тут идут пики. Так, посмотрим, как тут команда. Эх, к сожалению, Энексы вылетели, проиграли они Гравитейшн Сюрдж. Вылетели они из турнира, Гравитейшн Сюрдж будут играть в финале лузеров, вот, команда НЖ Блю и команда Н пока еще не сыграли. Жаль, очень жаль. Так, да, показываю вам сеточку. Ну что ж, значит, нам осталось болеть только за одного нашего соотечественника, за представителей СНГ. Это Unfixed в команде, в команде Reunite играет он, вот, которая сейчас будет сражаться с Envy Us. Да, жаль. Ну ничего, ребята еще сыграются, вот, потому что это были одни из первых их игр в новом составе, вот, в новом коллективе. Вот, соответственно, Сейчас у нас будет играться финал в Венеров. Остается буквально последний матч, финал, напомню, Best of 5 будет. Вот, собственно, переключаемся мы обратно на Шоссе. О, в пике защиты мы видим у Unfixed'а солдата, солдата 76, отлично. Что-то новенькое, новый герой. А в атаке мы видим от Тейлспина свина. Свин. Турбосвин есть в атаке. Отлично. У нас два новых героя, новая карта. Надеюсь, будет интересно. Очень быстро продвигается груз, двигают его, вот, Четвером решили оставить начало карты Энвиасы. Эх, промазал крюком Тейлспин. Он очень хорошо играл на Фаре в прошлой игре, вот, но сейчас пока что промазал Хуком, ему надо было бы захилить. Поймал он Ангела. Да, но Хук не прошел, потому что Ангел врезалась в заборчик. Роняет Рейнхард двоих, то есть делает даблкил. Уолитая заходит со своего револьвера, раздает. Слушайте, мне что-то подсказывает, что напутали комментаторы, да, потому что Анфикс играет в команде Реюнайтед, вот, а они проигрывают, соответственно, 0-1. Счет-то наверху неправильный. Такие вот дела. Ошибка у обзерверов. Абзерверов в счете, поэтому не обращайте внимания. Сделал двойное убийство Коко, но его убили. Анфикс подключил хилочку. Уолитая забирает своего оппонента Тайму, запрыгивает на точку, почти-почти дотолкали Энвиасы в тележку до ворот. Поднимает Ангел всю команду защиты, но здесь есть ульта у Интернет-Халка, который разрывает. Разрывает только что поднявшихся героев команды защиты. Кидается ульта Трейсерки. Туизи отлично забирает Интернет-Халка. И вроде как отбиваются даже Реюнайтеды. ТП-шку поставил Круз. Теперь защитники будут после смерти быстро доставляться сразу на поле боя. Поменяли счет. Да, вот мы видим. Была ошибка, но ничего страшного. С кем не бывает. Неплохое сочетание ультов. Добирает вылетаем. Ох, флешечка пошла. Убили Ангела, но пока не получается в атаке продвигаться. Вот. Хороший хэдшот вешает вылетаем. Вообще отличный Аим у него. Что у одного Макри, что у второго. Тайму тоже такой Аимер, он и на вдове неплохо играл. И сражались они на вдовах. Здорово. Стреляют ребята. Пока атака ничего не придумала. Вот. Ульту... Взяли они Гэнзи, ультует он. Прыгает, начинает нарезать, порезал одного, нашинковал второго. Вот уже готовый солдат есть. Можно класть в духовку, минус четыре от Тейлспина, забирает еще телепорт и зажарил он команду соперников. Будет у нас взята вот эта контрольная точка и продвинуться дальше. Энвиасы. Тейлспин теперь взялся за Гэнджи. Вот он так же летает, стреляет, как на фаре почти. Да еще и под бафом Анжелы Сыгрер. Неплохо устроился. Появил света у Рейхарда. Ох, как он машет этим мечом, этим молотом, забирает двоих. Да, и защитники отбиваются вроде этой атаки. И есть молоток у Уинк Хевена. Ну, Рейхард встал на точку. Сейчас его будут отгонять. Отлично комбинирует Люсио скорость с хилом. Он сейчас сдал скорость, добежали, они быстро убили этого Рейхарда и обратно подрубил хил. Хотя хил пока что не нужен такой на 40 хп, зачем он нужен? Есть Ангел, к тому же все на фулл хп. Закидывает Кэнзи, режет, нарезает, нарезает Ангела. Ну, нарежет, нет. Пошла флешечка от Валютаи. Убивает Валютаи убивает троих флешечка от флешечка от Рустик 66. Им плохо. Накопилась у него почти ульта, но стоят на вот этих мостах на возвышенности защитники и им этого пока хватает. Не придумал атаку ничего, чтобы вскрыть. Умирает Валютаи. Убивает его прямой соперник, такой же Макри. Ух, пошла жара. Взяли, взял Тейлспин Валютаи. рассекает. Остается три секунды, машет мячом, Рейнхард влетает в точку, пытается довести дело до овертаймов, но Коко один здесь долго не продержится, хотя дают минус два по команде. Рейнхард Рейнхард и время заканчивается. Нет, Макри продлевает овертаймы. Да, ультует Валютаи, ждет он пока. Ну, надо было хотя бы зацепить. Да, отлично. Он убивает Тейлспина, не дожидается, пока зарядится до конца Хайнун и делает выстрел по Люси, и потом его добивает обычным выстрелом. Устал? Честно говоря, да, что-то залипать начал. Прям. Особенно после вот этих вот одинаковых карт, когда постоянно Шоссе Кингс Роу, Шоссе Кингс Роу, Шоссе Кингс Роу. Вот. Ух, хорошо, четырех Морти поднял. Это не гифки, а право брак и пальцы пеки ставить. Да, Филла была знатная. Я говорю, зрителям легче быть. Сидишь, себе развалился, чаек налил. Классно же. Ладно, после этой вот, вот этой вот второй половины схожу, моюсь, вот, возьму себе что-нибудь вкусненького. и мы продолжим с новыми силами смотреть уже, наверное, финал бузеров нам покажут и, собственно, гранд-финал. А нет, еще матч за третьим местом, а потом только гранд-финал. Честно говоря, я не ожидал, что будет так долго длиться турнир, вот, 64 команды, конечно, но то, что быстро-три в полуфиналах, вот, показывает нам красивые зарисовки, пейзажи на этой карте. Так и не зашли, кстати, N-V-A's в атаке в вот этот вот секретный ангар, в который заезжают тачки. И, кстати, заметьте, не стоит таймер, то есть запомнили мы, где закончили игру N-V-A's, где они не смогли в таком моменте продвигаться дальше. Смотри, заказал парнем турбосвинда и давай его пикать. Турбосвинда в мете на 666. Да и солдат он стал появляться тоже, берется солдат в защите Хэр-Хуком. Пики абсолютно идентичные, вот, что были, что в тот раз, на той карте, что с... ну, в смысле, на той половине, что сейчас. Женя, привет, привет, ничего себе, какой поздний стрим, давно трансляция началась. В 9 часов можно написать в чатике восклицательный знак UP, вот, и напишет время трансляции. То есть мы с 9 часов вот уже турнир смотрим получает свой гугл сколько времени. И они все еще не заканчивают. Еще впереди много игр. Вот. Ну, попробую я продержаться. Завтра воскресенье, завтра никуда идти не надо. Завтра, кстати говоря, мы, возможно, посмотрим турнир Go for Overwatch от ESL, если будут стримы в 4 часа, потому что выигранность как обычно не пустят, мы ж, ну, пока, короче, неаккредитованные трансляторы, вот, поэтому выигранность не пустят, но можно будет посмотреть ретрансляцию Go for Overwatch. Это турнир от ESL, будет завтра в 4 часа, я думаю, мы посмотрим по MSK. соответственно, вот, вечерний турнир вот такой же от GhostsGamers, только на североамериканском сервере, наверное, смотреть не будем, потому что в понедельник мне очень рано вставать, и ребята, к сожалению, не получится. Но днем будет еще турнирчик. Жаль, что на Twitch тебе зрители не завезли зеркал в какой-то коменте следующий турнир все у него. Ну да. Ну, плюс я Twitch не читаю, поэтому, может быть, там кто-то заходил, еще писал, да, но у меня нет возможности читать Twitch, к сожалению, только Good Game. Поэтому, ребята, всем большой привет, кто держится в чатике в этот поздний час. Запасайтесь кофейком, вот, печеньками. И все, ГГ написали НВАСы, соответственно, у нас счет 1-1. Да, вот, бруфисты, давайте поставим бруфисты в чатик. И счет у нас 1-1. А вот у Фишстикса, да, у него там солнышко из окна пробивает, смотрите, я не знаю, у него там, наверное, они же в Америке, наверное, сидят. У него там утро, да, было, когда они начинали, сейчас уже день. Прикольно. Десайдер мап, короче, решающая карта будет наша любимая Кингс Роу, но вот, которую я уже не могу переваривать просто. Давайте я пойду, отойду, налью себе чайку, вот, и, собственно, вернусь. Ребята, оставлю вам пока вот этих комментаторов, сейчас вернусь. Yeah, big 64 team bracket now whittled down to the final three. Or it should be, I'm not sure how far we are in the loser's bracket. Yeah, look at the loser's bracket, I gotta bring that up here, I think we were going to cast LB9, but they might have gone ahead and done that. Let's see, where is everything right now? In fact, I'll bring up the bracket on screen if we have a brief moment here in between games. Yeah, NG Blue versus Graviton Surge in the loser bracket semifinal and interesting, NG Blue took the win against Nubris. So, Nubris hopefully a little bit disappointed with the result here. Yeah, no, I mean, I definitely wasn't expecting that coming out from the Nubris side. I mean, Nubris is a team with a whole lot of potential to be seeing more of them in the NA weeklies tomorrow, but going down to NG Blue did not expect, but big shout to NG Blue. That is a tough challenger to get passed. Yeah, of course, they are an NA team playing on EU servers, so ping not in their favor on that one. Alrighty, so, I'm going to know that we are ready and we should be getting in on King's Row here in just a moment. And for those who weren't out of the bracket, I was able to load things up on my side. So, here is where we stand on the loser's bracket side of things. at the moment. As we were just talking about, Nubris will fall to NG Blue, Graviton Surge over Anox, and NG Blue versus Graviton, and I'm trying to think, wasn't that a matchup just a little bit ago? On the winners side of things? I think it was. Yeah, Graviton Surge played NG Blue. I'm not going crazy. So, Graviton Surge is getting their salty runback against NG Blue. That'd be quite the story if Graviton was actually able to come back and beat them and lose his bracket round nine. Sort of revenging themselves and going on from there. Okay, guys, we're just waiting for the teams to ready up and we'll jump into the winner bracket finals. Final game in this best of three is going to the third map. It's going to be Kings Row as well. The tried and true classic. but at least King's Row is ending a series rather than beginning it so we're getting some variety in that regard if nothing else. Mostly thanks to Envy not really favoring King's Row as much as other maps. Now, I wonder, does that give somewhat of an edge to the side of Reunited going in here for King's Row since I think Reunited might like it a little bit more than Envy does? We'll just have to find out. Alright, so just a moment here and we will be getting in. There we go. Entering game. This is going to be Kings Row Envy's versus Reunited. Winner's bracket finals. Winner will move on to the grand finals. Loser will have to prove their way through the loser's bracket. Alright, here we are Kings Row. I do wonder very much if we're going to see anything out of the ordinary between these two teams or if it's going to be a standard standards yet. My guess is on the ladder most likely because both teams are probably going to want to play whatever they're really most comfortable with. And it looks like we might see Symmetra again. Yet again. So, guys, I'm back. I hope you're good to hear. Robo Calibs. Well, I'll go. I'll go. Thank you very much. Robo Calibs. Let's go. Spokajay night. Here. Here. I'll go. folks. I'll go. I'm going to get a drink. I'm going to get a drink. I'll go. And he's been affected. And he's been affected. And he's been affected. And he's been affected. Here's the third card. Kings Row. Return of Symmetra. В защите пикнули. Абсолютный дефолт. Есть Крысавчик, есть Макри, Вдова, Саппорт и Танк. Вот. Это четверка, да, Макри, Саппорт, Рейнхард и Вдова, они почти вот в каждой команде фигурируют. Давайте посмотрим на команду Реюнайтед в атаке, да. У них пока нет Саппорта, у них Сморти возьмет Ангела, наверное. Да, вот, смотрите, Морти Саппорт Ангел, Туизи играет на Вдове, Винг Хеван играет на Рейнхарте и, соответственно, Влютая на Макри. Тоже четыре тех же самых героя, просто дополняют. Слышно хорошо, я сейчас слышно твой контакт. Псс, ребята, извините. Тут вот Джок Сикор, спасибо, что подписался, сейчас я уберу после этой игры. Вот, но если будут прям сильно спамить, негодяи, вот, мы их всех а-та-та. Ну... Да выключи, выключи контакт. Сори, я забыл, что... Просто мне никто не пишет, вот, а тут внезапно... Пришла популярность и решили меня заспамить ВКонтактике. Это я косячил. Да, ничего страшного. Глебань, на Гудгейме есть приватные сообщения, вот, можно, ну, короче, выбираешь стримера, да, там права кнопка мыши, написать приватную тоже, если есть какая-то важная инфа, можно так написать. Вот, ну, ВКонтактике я тоже потом прочитаю, обычно во время стримов не излезаю туда, вырубаю вкладку, но вот забыл. Так, вернемся к игре, Тейму и Тейлспин делают отличный минус пять. Вся атака захлебывается, убивают они с помощью шикарного Аима, Тейму и Адской шины Красавчика. Убивают они всю команду соперников. Хэрри Хук накопил уже ульту. Хайнун пойдет от защиты вот в ближайшее время. Ну что ж, команда защиты продолжает держаться, они потеряли, правда, половину объекта. Надо им возвращаться, их немного так сместили ближе к Респу. Слушайте, вот непонятно, честно говоря, кто здесь может победить. На Голливуде Энвиасы смяли, в принципе, да, а вот на 666 не оставили шансов Реюнайтеда своим соперникам. Круиз уже накопил на ульту, на Гравитон Сюрдж, на Гравитационный Импульс. В простонародье Блэк Холл поднимает двоих героев атаки Ангел. Сейчас будет даваться ульта. Огонь по готовности. Давай, закидывает, закидывает. О, хорошо, туда ультанул еще Рейнхард. Надо только искать Ангела. Да, Ангела всегда надо искать. Ангела сначала перед тем, как давать какие-то ульты, убивать там троих, четверых, либо вырезать ее, либо отрезать от команды. Ну, то есть не давать, не потом резуректить своих тиммейтов, иначе будет... Просто так потрачены будут все ультимейты. Макака нарезает Харихука. Минус три уже дают Реюнайтеда. Ну же, давай. Вдова почти забрала Рейнхарда. Спалили ее, забрала Заря вместе с Макри вдову и точку А. В принципе, ну, неплохой результат, скажем так. Взяли за три, получается, атаки Реюнайтеды. Двигают они сейчас точку. Принимать их будут Энвиасы. Вот на последнем уголочке, на последнем повороте. Или нет? Посмотрите, двигаются дальше, просто подождали свою команду. Держит щит Коко, ультует. Ульта пошла, уронил он троих, но... Или двоих, но некому помочь. Тейлспин убивает Анфикседа. Фаро убивает Фаро. И двоих сейчас поднимет Морти. Да, поднял он двоих. Держит он валютаю. Анфиксед тоже может уже летать. Попадает в этот кран. Черт. Плохо получается. Двигают, двигают точку. Только один, вот тиммейт двигает точку. Плохо. Но зато забрали Тейлспина, значит, придется команде защиты дожидаться в силу свою бригаду. Хайну над Тайму. Нельзя ни в коем случае опускать щит Рейнхарту, иначе... Да, иначе будут вот такие вот минусы даваться. Обидные. Умирает Люсио Атаки. Но они не теряются, убивая троих, поднимая тут же Ангел их. Ульта теперь уже от атакующей команды. И вылетая на пару с Туизи, разбирают они танка и Макри, и теперь двигают точку дальше. Есть у Анфикс этого ульта. Сейчас надо его будет выбить отсюда, этого Рипера. Так, Анфикс, будет ли давать ульту, и вопрос куда? Ультанул он очень плохо. Очень плохо. Тайму его убил, прервал... Ой, Тайму еще и прервал ульту... 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 Жнеца и убил... Ангела. Возможно, это будет лучший момент за счет двух прерванных ультов. Это, конечно, нечто. Появилась ульта у Халка из интернета. Сейчас будет давать свою черную дыру. Избегает Заря. Такая черная дыра. Даются басы, но... Тайму! Тайму! Делает минус три, минус четыре. Заберет ли он... Сделает ли он рампашку? Нет, не нарезал. Анфикс прервал... Карнавал Аима от Тайму. Анфиксит мстит, убивает одного, валютая помогает добить второго. Слушайте, а нету, нечем, нечем остановить. Или enjoy it your casting today. Врывается... Врывается в игру к кастерам. Кто-то... Некто по имени Батчер. Ой, ульта троих поднимает. Ангел, конечно, здорово. Защитникам это помогает. 0,5 метра осталось. 12 сантиметров! Все! Ушли они слишком далеко от точки. Отпихали их от нее. И... Победу празднуют на первой половине. Рею на этот. У них, смотрите, у них пять героев в огне. Кроме фары. Кроме анфиксы, да. Тайму. Вот перехват двух ультов. А нет, не перехват двух ультов. Аааа, вот здесь вот ульта в этот, в... В черную дыру от Зари. Так, ребят, в одну секундочку. Давайте я уберу контактик, чтобы он вас не смущал. Аааа, вот здесь вот... Аааа... 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 Так, ну что ж... Так, ну что ж... Мы возвращаемся, да. Слышно меня, надеюсь, хорошо. Аааа... Аааа... Будет у нас сейчас играться... Аааа... Аааа... Вторая половина карты. Карты King's Row. По пикам, давайте посмотрим, что по пикам. Пики стандартные. Дефолт у нас в защите симметра Люся. Люся поменял Морти на Ангела, потому что надо было добежать до точки, довести туда симметр, чтобы она как можно быстрее построила свои турельки. Вот теперь берется Ангел от него, потому что в защите хорошо будет подниматься с помощью ульты. Аааа... Так, ну он стандартный красавчик от Анфикса, да. И... Ааа... В атаке у нас взяли солдата. Харри Хук взял солдата. Не будет Макри. Не может быть. Ааа... Как же так? Ааа... Крыш! Это... Игрок одной из команд... Врывается. Как они умудряются Фара играть против хорошей вдовы? Почему у меня так не получается? Видимо, вдова недостаточно хороша. Либо перекрывают очень хорошо Фару, например, эээ... Своими щитами Рэнгхарты там. Вообще, Тимворк у них и Тимплей на уровне. Ох, залетает Фара, Тейлспин выносит вдову. Надо заходить уже на точку, там... Да, двое вот на точке. Сейчас нужно хотя бы одну треть захватить. Видит симметру Тейлспин. Тейлспин уворачивается от шарика, прям вот над глазом пролетел. Могучий сгусток света, энергии и всего, что только можно. Попадает в ангела. Показывает нам игру от Тейлспина, потому что он очень... грамотно использует позиции, летает. И вообще, на уровне вот Тейлспин и Влютая. Вот я вот их отмечаю, как топовых дамаггеров, слэш-игроков у обоих команд. Туизи. Ждет свою цель, видит солдата, но вот... Попадает по заре. У заре, кстати, по ЛХП осталось. Не забрали они одну треть. Ребята, вернитесь, нужно до второй-третьей добраться. Сейчас теперь идет оспаривание точки. И Тейлспин опять залетает, убивает Туизи. У них вечная дуэль Фары и Вдовы. Ооо, Тейлспин плюс Тейму. Они просто изничтожают всю защиту. Тейлспин полетел дальше искать себе жертв. Видит он Уинстона, закидывает туда пару ракет. Кстати, есть залп. Сейчас, возможно, даже полетит. Где-то здесь надо сбоку дать. Наверное, вот оттуда, да. Ух, и пошел заливать. Нет. Анфикс прерывает. Отлично. И не получилось направленный дамаг наносить. Поднимается красная команда. Коко уже умер. Дает флешку Тейму. Убивает двоих с помощью... Вместе с Тейлспином. И доходит уже до точки. Еще четыре минуты надо держаться команде Реюнайтед, чтобы победить на этой карте. Но... Как-то их прям сминают очень сильно. Между какой-то хорошей оттанка пикнуться. Улетаем, получают урон. Тейму сейчас будет заходить в спину с помощью... Ох, нет, спалил его Фара. Анфикс спалил, но он не выжил. И Тейму ультует. Убили одного, убили второго, убили... Остается только Морти, у которого не хватило трех процентов для ульты. И еще убирают Уинстона. Ну, надо держаться на последнем повороте, значит. На последнем повороте, как обычно, вот в... Вот это самое сложное для атаки место. По ресурсам есть три ульта... Два уже ульта у команды защиты. Уинкс Хевн отлично залетает, убивает Люсю. Полезное действие это... Оооо, Тейл Спин со спины. Ультует, забирает двоих, но его тут же... Умирает, его тут же реперектит. Почти упал в пропасть, аккуратнее надо быть. Залетает в Спину. Огромный урон наносит Тейл Спин, это конечно... Ох, видит там троих, видит троих. Кинул только, успел одну ракету. А, нет, еще Тейму и... Кажется, что Энвиасы... Уже вот им осталось чуть-чуть и все. Энвиасы выигрывают эту игру. Счет 2-1. Энвиасы отправляются в гранд-финал, бороться за 300 долларов. А команда Реюнайтед падает в нижнюю сетку... Да, сейчас показывают нам лучший момент матча Тейл Спина. Вот это вот в конце, там где он ракету закинул в двоих... В смысле Ангел, а потом еще добился саппорта Люсио и... Добрал в полете Анфикс, это класс! Да. Ну что ж, Энвиасы отправляются в гранд-финал. Этого турнира. А Реюнайтед падает в нижнюю сетку. Вот. Давайте перейдем к сетке, собственно. Так. Еще раз F5. Нажимаем вот так вот. Теперь вы видите сеточку. Значит, здесь у нас получается, Энвиасы выиграли. Они отправляются в гранд-финал. Не знаю, здесь нет нигде гранд-финала. Вот он, финал. Best of 5. Здесь уже есть Энвиасы первой строчкой. Потом в нижней сетке у нас играют NG Blue против Gravitation Surge. Это будет Best of 3. Его нам покажут. Потом будет Best of 3 победителя NG Blue и Gravitation Surge против Reunited. Соответственно, и финал Best of 5. Я думаю, мы сегодня часа в 4 закончим. Да. Не думал я, что это настолько будет продолжительный турнир. При этом у нас было уже… Здесь 2-0. Да, вот в Best of 3 противостояниях здесь тоже 2-0. Вот, здесь 2-1, правда, да. Ну что ж, давайте вернемся, посмотрим, что тут. Ага, говорят нам про сегодняшний турнир, рассказывают. Передают привет всем кастерам, всем зрителям, всем кто как-либо участвовал в этих турнирах, в общем, кто поддерживал. 30 долларов, смотрите, донат 30 долларов с надписью Overwatch больше CS GO. Есть ли в чатике кайсеры, ребята? Кто-нибудь играл в контру? Ну, скажем, не знаю, часов 200 плюс. Не-е-е. Написал Глебаня. Глебаня, ты играл в контру. Лучше б не играл. Ну, такое. Не знаю, мне вот эти полторыка часов помогают аймить неплохо там за всяких героев. Прожег стул в микро. Последний раз играл в контру в школе во времена комп-клубов 1.6. Ага, понял. Давайте я пока поставлю заставочку. Да я имя, раз Бога. Да. Ну, а им дело такое. Дело наживное. Вот. Минут жиголов из нашего пати, чел. Да, неплохо. Так, посмотрим, что у нас тут еще на других трансляциях происходит. Видимо, пауза. Нет, не пауза. Ребята, слышно меня? А я вот вас не слышу, слышите. Так, меня слышно. А англичан? Англичан слышно? Потому что я, например, вообще перестал слышать звуки какие-либо. Вроде нет. Ну, вот я вот тоже смотрю и я тоже не слышу звуки. Открытие устройства воспроизведения. Так. О. Все. Подрубили нам англичан. Слышу я их. Ну, я надеюсь, вы их тоже слышите. Ну, может быть, у них картинки нет, там заставка. Да, это я знаю. Это я сейчас ищу сеточку. Сюда посмотреть, как там. Ага. Ну да, нам будут показывать, вы смотрите на главном стриме, нам будут показывать Graviton Surge против NG Blue. Давайте я пока поставлю опять же заставочку и немножко расскажу вам про команды, которые у нас будут играть. Все-таки у нас это уже финал лузеров, судя по сетке. Да, это финал нижней сетки, грубо говоря. Ага, они говорят semi-finals, loser bracket. Ну, скажем так, это те, кто проигрывал, вот, финал проигравших, вот, абсолютно проигравших. Вот. Так, Graviton Surge у нас играют. Открываю я их команду. И... И NG Blue. Ну, вот мне очень нравилась сегодня игра NG Blue. У них есть шикарный макриер EUR. Вот. Значит, давайте, играть будут у нас... Норферн Gaming Blue. Это NG Blue. Это шведы. Значит, снайпер у них Лидана. Нати Би играет. Шейдс. Это Минт. Минт. Это Налюси играл. Еур. Это... Макри. И Зафи, как менеджер, ну, я не знаю, он играет, по-моему. Команда Сайфера и Кулера сильно слилась, а то я уснул на их полуфинал. Они, к сожалению, полуфинал проиграли, упали в нижнюю сетку, вот, и в нижней сетке тоже слетели. Вот. Могу показать сеточку вам. Вот, смотрите. Здесь они играли с Reunited, да, проиграли 2-0. Вот. Ну, не хватило им, скажем так. Вот. А потом упали они вот в раунд. Семь... Нет. В раунд восемь они, получается, упали вниз на Gravitation Search и проиграли 1-0, 1-0, но нам на стриме этого не показали. То есть на стриме не было вот этой игры. Не знаю, как там сложилась игра, поэтому... Я видел, просто неинтересно, равных играли или без шансов. Скажем так, игр близких, вот прям вот в притирочку секунду в секунду не было, но шансы были. Можно было воспользоваться. Не давали... Не давали они вдове... Точнее, давали они слишком вольно себя чувствовать Макри и... Ээээ... Эээ... Эээ... Макри и Фария в команде... Команды Reunited. Вот, собственно, поэтому и проиграли. Денчик пишет, они отлетели от сильных команд. Ну да. Да. В принципе, они только сформировались этот коллектив, да, сформировали коллектив Энекс. Вот. И поэтому... Ух, у нас уже началась игра, ребята, извините, я... Увлекся. Прошу прощения. Увлекся. Они шарят, что на рынке нужно расплиться, нужно разбежаться. И, кстати, это карта Дорадо, ребята. Эта карта... Не... Не... Не King's Row. Хе-хе-хе-хе. Я очень рад. Я очень рад, что это не King's Row. И, эээ... Я очень рад, что это не King's Row. Это очень мощное комбо Райнхарта и Зария. Ты думаешь... Это не всегда звучит, как это будет лучший комбо, но, в основном, Зария позволяет Райнхарта не иметь его защиту. Примеряется пока команда к... Заходу под эту арку. Гравитейшн Сёрдж. Гравитон Сёрдж. Гравитон... Гравитон. Гравитейшн. Гравитон. Как мы решили... К-р-в-в- будет у нас именоваться крыш. Играет он на Заре. Ульты у него пока нету. Вот 75%. Я думаю, здесь она будет решающей, потому что... О, прокатывается. Прокатывается насквозь Райнхард от защиты. Умирает. Умирает на ТБ. Видимо, даже команды уже устали одни те же карты катать. Вот именно. Нужно разнообразие. Убивают Ангела. Убивают еще... Ну, короче, разваливают. Опять атаку. Смотрите, вот они опять принимают... Ой, почти дотолкала... Почти дотолкала Заря эту телегу. Был у нее шанс. Вот одного метра не хватило, но... Прикольно. Прикольно сейчас был момент забавный. Вроде всех убили. О, кстати, хорошая позиция. Лидан показывает нам ее. Прикольно было бы. Почти всю команду вырезали атакующую Анжи Блю, а потом бац! И Заря какая-то там допихивает эту тележку до конца. По ресурсам есть четыре ультимативные способности у Гравитон Сюрдж. Ультует Макри в никуда, я думаю, он... Хотя... Неа. Все в щит ушло. Зря даже прожимал. Роняет Рейнхард одного, припечатывает один Рейнхард другого. Лидан опять делает хороший минус. Эх! Заря подрубила щит. Сейчас его убьют. Убьет крыша. Ну, крыша. Умер от... на тебе. От Рейнхарта. Собственно, Лидан тоже умер. Взяли... Взял Сун. Это... Снайпер команды Гравитон Сюрдж. Взял тоже вдову и, собственно, убил. Кстати, Гравитон Сюрдж мы, по-моему, сегодня только одну игру смотрели. Вот. И то она шла параллельно с нашими ребятами из Энекс. Поэтому я вот не помню так прям игроков поименно. Вот. А на тебе Лидана то есть они такие уже знакомые. Еур особенно. Классно он сегодня минус 4 дал на Макри. Ох, по ногам пытается выстрелить Лидана. Не попадает. Вот важные такие вот выстрелы. Ну, бывает. Там сложно было попасть. Все в Килисио быстро прыгает. Важные такие минусы. Вот у него сегодня никак не получается. Нужно там, где убивать саппортов он вот не получается. Не может он попасть по ним. Пошло мясо. Убивают у нас команда атаки двух, трех, четырех героев защиты. Остался только где-то бегать Еур. Подрубая тульту Сун. Виден он через ВХ, как подходит Ангел, Макри. Собираются они в одном месте. Пикнули Турбосвина на защиту. Шейдз взял Турбосвина. Суну надо повыше забираться. Да, потому что сейчас вот иначе соперники повыше заберутся. Пошла же рано точке. Нати Би уже готов кидать свой молот. Эх, молот первый пошел от Скип Джека. Ну, кстати, он только откинул Нати Би, а если бы он припечатал его, то убил бы, потому что там было меньше 400 хп. Ультан появилась у Давы. Ультануло Лидана. Ищет, ищет он, в кого бы попасть. И... огонь по готовности. Ох, минус 3 дает Сун. Убивает он двух саппортов. И заходит сейчас соперник, и заходит сейчас красная команда, заходит Гравитон Сюрдж. Им нужно дотолкать, им нужно всех убить до того, как пришли саппорты. Ну, это несложно сделать. О, нет, влетает. Рано, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Влетает Ангел, поднимает двоих своих героев, но сама отъезжает, и поэтому падают еще Рейхард и Макри. Довелись от этой точки, пошло уже дальше толкание этого груза. Телега едет все дальше и дальше. Заходит уже за поворот, сейчас будет еще один поворот. Самые сложные остались, вот эти коридоры справа, они обычно кишат всякими Макри, всякими неприятными героями, которые один на один способны разбирать, или АОЕшниками, типа Крысавчика, вот, но Генжи, ой, хорошо отражает удар, выстрел Суна, Шейдс, молодец, поймал, поймал, и в итоге отгоняет он команду атаки, отлично получается у него это делать. Шейдс пикает Жнеца, заходит он наверх. Жнец был взят против Уинстона и Райнхарта. Вот он сейчас забивает Уинстона, отлично, хэдшот повесил, ломает щит Райнхарта надо, или заходить в спину убивает Райнхарта, ну, сейчас, зря, зря, зачем он заряжает зарю, но ладно, все равно убили, убил, Шейдс убил, крыша, пока ничего не происходит, у нас копятся ульты, собирается команда атаки вместе, думает она где заходить, я думаю они пойдут справа, наверху на второй этаж, и сейчас здесь должен зайти Жнец, Шейдс зашел, нет, не показывает нам, Еур дает минус два, сульты Еур еще делает один фраг, трипл килл от Еур Собственно, продолжается у нас замес, умирает, еще минус два от Шейдс минус от Еура, Лидана убивает Макри, Макри не дотягивается флешкой, ой, там красивый граффити был на Макри, у меня такого нет, Лидана почти накопил ульту, сейчас накопит, подрубит вижн, с помощью ВХ они будут представлять, где идет соперник, ага, просто пушит по миду, поднял свой револьвер Зевосай, но у Лидана с автоматикой застреливает Макри, Попал, попал, попал он в Рейхарта, надо добить его, хорошо, трейсерку взял с Басай, чем поможет трейсерка здесь, 8 секунд осталось, время, время тикает, трейсерка поможет поднять овертаймы, сделать, нарезает Сун, взял он Гэнзи, ультует, ультует, Гэнзи, слишком, слишком сильным, барьеры мешают наносить урон, слушайте, они заходят на точку, все равно, вот пока овертаймы длятся, эх, макака, забирает двоих, и все, защита выдержала, НЖ Блю выдержали в защите, сейчас у нас поменяется сторона, и, собственно, будут, ох, подняла троих ангел, но тут же умерла от макри, такой вот лучший момент, 15 тысяч урона на нескрысавчик, неплохо, часть по счетам, часть просто, но 15 тысяч это немало. Ждем начало следующего матча. 2-ман рез got played with you in there, but, alright, guys, we're gonna switch sides, and it's gonna be NG Blue's turn to attack here on Dorado, and they'll be looking to set a time, if they can set any time at all, they will take the first map, they gotta be feeling pretty good about that. Definitely, I mean, if you're NG Blue, this is exactly what you wanted coming into this, and now, I mean, their destiny is in their own hands, if they simply complete the map, they will be up 1-0, lots of outs here for him to win, and for the defense, switching up and looking at what Graviton has to do to win, I think they just need to hold on point A. I think if NG Blue is able to get through this very first point, it will probably be game over, because stopping them the street's phase, and holding them beyond that is gonna be pretty darn difficult. Yeah, and I think actually it took some time for that first to win, so we can I think it's collectible Graviton Surge has four standard core heroes, so that means that the support against Angel is Lucy, and that should be the right В атаке те же самые четыре кор-героя, плюс Фара и Люся. Колбасит тут Суна. О, слушайте, у меня сейчас принцип начнется от этой темы. Все, нормально. Нет, теперь он поднимает прицел. То есть до этого он разводил вот эти вот стрелочки в центре. Теперь он чуть подольше держит просто мышку. Наверху принимает защита. Сместится. Кстати, не было ни Бастиона, ни Туречика еще. Могли бы они пикнуть вполне под щит Рейнхарда. Почему бы и нет? Хорошо залетает мина прямо в лицо Шейдсу. Так, Йор. Настреливает. Пока не происходит ничего такого, кроме того, что продвигается Телега. Телега уже выезжает на рынок, на базар. Будет ли Йор спрыгивать? То есть вот он ломает постепенно щит Рейнхарду. Сейчас он его доломает. И вот фишка в том, что под сломанный щит можно уже заходить и вносить урон всей команде. Лидана пытается также сломать щит Рейнхарду, попадает, кажется, в него. Говорит, ТП-шка стоит уже у защищающейся команды, соответственно, не будет. Ох, ну, джамп шоу, вот хороший. Шикарный выстрел от Лидана. Просто он взлетел и убил. Красава. Прям. Да, вот, разве таких моментов стоит смотреть? Минус четыре дают атакующие ребята. Здесь уже стоит ТП-шка, сейчас побегут, побегут уже. Надо, надо вычислить телепорт. Нет. Не вычисляют. Симметра бегает, прям жжет своим этим лучом. Нажигает она Макри. Спину расстреливает правой фаром. Первую точку взяли. Теперь, вот вокруг этой церкви нужно объехать. И уже, может быть, слетать в комплекс. Заезжать в комплекс. Умирают два героя. Атаги их тут же рисуют. Умм. 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 Забасай убивает фару. Убивает еще одного Макри. Игра сводится к тому, что Макри и Фары убивают, как бы, команды. Вот. А все остальные пытаются от этого избежать. И потолкать тележку. А почему все симметрии турельки ставят так высоко? Что бы Райнхарт не мог достать? Что бы сложнее было голову поднимать? Вот. Скорее всего, с этим связано. Ультует скипджек. Роняет только Ангела. Но этого достаточно, чтобы развернулась команда атаки. Так. Ну, что-то пока ничего не происходит. Нету экшена. Есть ульта у Шейтса. Полетел, полетел, полетел. О, нет. Сам себя убил. Сам себе урон нанес. И потом его крыш дорезал. Крыш, кстати, да. Это тот самый солдат с М-кой в руках. Сегодня мы уже приметили одного такого. Вот у него М-ка со всяким обвесом. Легендарный скин, насколько я понимаю. О, два. Врезаются два Райнхарта друг в друга. Флешку дает. Еур. Отличные минусы от Лидана. Но тут же подняла всех. Подняла всех Ангел. Вся команда защиты живет. Отличные два минуса от Еур. Как же он нарезает? Добьет солдата. И еще убивает Хила, отбегает. Слушайте, он жил, он убил троих или четырех героев. Да? В сумме. Вместе с Ресом. Вот. И жил еще сколько. Команда его где-то умерла. Два метра остается до объекта в команде Анджи Блю. Шведы додвигают, додвигают. Все, да. Додвигали, кажется, до точки. Роняет всех. Скипджек. Ух, как полетело сразу. Тарантайк это. Вперед. Вперед. К победе. Тайм. Я не думаю. Я думаю, что Гравитон был немного behind this pace. Кстати, неизвестно. Почему-то не стоит таймер на стриме. Но выиграла же команда Анджи Блю в атаке. В смысле, в защите на прошлой половине. Они именно вот в этом месте остановили груз. Так. Я думаю, что NBG был один минуту быстрее, но не уверен. ТАКТИ с небольшим преодолеванием. Понятно. Короче, никто не засек время. Вот. Игроки должны еще и решать во время игры, кто из них когда закончил. Вот. Никакие не судьи. Никто не замечает времени почему-то. Да, конечно, зря. Нарезает шельц. Убил он крышу. Убил Суна. Продолжает резать. Ну, я думаю, он себе салатик уже сделал из двух героев. Отразил он ешечкой. Не упал. Точнее, это ешечка была... Так. Залетает сюда. Залетает наверх Уинсон. Пытается он зафокусить Анжелу. Думает, момент пофиксит в ближайших патчах. Сделает более удобное выяснение победителя. Да, наверное. Мы ждем патч вообще в июне. Вот. Там будет... Обещают пару героев. Вот. Ну, или пару карт. Вот. И героев. В общем, контент патч будет с картами, с героями. Вот. Смотрите, отталкивает уже груз. 5 метров осталось. И рейтинговую систему. Очень жду я рейтинговую систему лично. Ультует крыш. Отражает половину снарядов его. Половину пуль Гэнзи. Ну, кажется, атака уже вот-вот довезет этот груз. Наконец, Юди вроде перенесли. Ага. Да. 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 Так. Режет у нас Шейдс опять. Вот. и двоих уже отрезал, троих еще и урон продолжает наносить в общем Гэнзик довольно полезен получился в этом моменте все умерли, все победа на первой карте за NG Blue должна быть вот и сейчас у нас будет вторая карта Лидану эпический момент матча у него на Вдову интересно, что же он здесь сделал убил Вдову хороший хедшот, убил Маккри ну да, это вот эти вот минус 3 от Лидана неплохо так, у нас прибавление, ребята всем, всем большой привет всем, кто пришел в этот поздний час на трансляцию по турниру от Госу Геймерс Уикли ЕО номер 11 по Овервотч вот у нас играется финал полуфинал нижней сетки давайте будем называть его как называют так, комментаторы вот Мордред не знаю, не видел его сообщения Непал пожалуйста, хоть бы это будет Непал да, Непал доезжаешь, ребята доезжаешь они пикают новые карты они мои герои вот что что шведы что вот этот микс Гравитейшн Сюрдж красавая просто красавая Мух ну все, я насливался сколько у тебя осталось все, Петр закончил смену всех всех побанил осталось еще ох, сейчас покажу сеточку, ребята ох, тут еще осталось ооо ооо давайте подробним сеточку видите вы сеточку да, должны сеточку ну смотрите вот в финале сидят НВАСы да вот им нужны союзники им нужны противники кто у них есть противник из противников ну три Юнайтеда например да а кто нужен противникам Рьюнайтед ну вот кто-то из этой пары эта пара играется сейчас как бы 4 часа назад то есть ты еще дополнительно 4 часа сидел ух жестко но вы уже через 5 часов Петр вообще не спишь нельзя так надо спать вот значит сейчас у нас играется вот этот матч НЖ Блю против Ревитейшн Сёрдж кто-то из них попадает на Рьюнайтед там будет тоже Бест оф 3 и потом победители вот этой пары Рьюнайтед против победителей вот этой пары попадает кто-то из них на Энви и там играется финал Бест оф 5 сплю но редко спят славаки понятно ребята понял я вас так давайте вернемся к трансляции у нас Непал ребята Непал моя наверное любимая карта удалось мне вас расшевелить в чатике вы написали мне прям приятно даже обязательно здесь для Непала нужна трейсерка она шикарно нарезает не знаю почему кто не берет ее из игроков из команд но трейсерка топич а вообще на тебя на себя обсудили блин ну да я просто не буду вызывать у тебя зависть говорят что я завтра посплю часов до 12 ладно все значит начиналась игра потом мы обсудим кто я тебе фоном слухов просто неудобно контролить чат писать понятно ну я понял Мордорет это 120 евро по таймплея ладно я не шарю потом прочитаю началась у нас игра ребята на Непале захват контроль контроль объекта нужно одной из команд убить команду соперника и они захватывают эту точку в центре по пикам у нас четыре кора у команды НЖ Блю кроме Рейнхарта у них мистер Рейнхарта обезьяна так убивает скипджека Шейдз отлично синяя команда НЖ Блю захватили точку вот соответственно Гравитейшн Сёрдж у них пик ну не такой стандартный у них два саппорта два танка и Гэнзи то есть не вот эти типичные пики значит появилась ульта у Шейдса кидает он хорошую фугасную мину взрывает двоих ой ульта пошла от Зари там туда режет Гэнзи но поднимает их ангел и синие как новенькие шведы встают и бегут на точку отбивать её от Зари которая там разогрелась выходит такая бум бум кидают шифт на себя хилится от ангела крыш они эти англичане его называют Крю а мы называем его Крыш сделал он даблкил поднимает теперь красный ангел свою команду падает щит такой падает этот купол от Уинстона падает именно с высоты летит в землю врезается эта сфера и получается купол перехватили точку красные игроки а именно команда гравитейшн сёрдж ешка подрубает гэнзи гэнзи ультует при этом режет нарезает 2 хп забирает аптечку отличная реализация аптечек раскиданных по картам ох отбил ешкой выстрел макри видимо в голову я не знаю но урона хватило классно сун сейчас сбежал нарезал внес много экшена и у евро есть есть у него ульта есть у него хайнун будет ультовать и там тоже хайнун пошел не стал он вылезать правильно сделал иначе бы он тут же схватил пулю полдень огонь по готовности все таки ультует слабенько мало урона очень потому что там всех отхилит юся хилится ел живет живет хилится убивает гэнзи убивает суна слушайте как он живет даже комментатор не понимает как он живет гэнзи отражает туда же куда стреляли ему да по-моему он отражает не знаю там страны пули летят иногда вот но урона хватило в тот раз для того чтобы умереть это можно затестить сейчас должен ультовать уже лидана здесь он играет не на снайпере а на жнице потому что у соперников есть танки хорошая резочка идет убивает сейчас упор убивает саппорт ангела и ой извините и собственно первое первый раунд остается за синей командой за энджи блю целиться нужно когда отражаешь ууу так и сплют до 12 но с пробуждением по репортам ааа удобно кстати да морпед это 120 ев по таймплей ааа все понял мордоред это игрок 120 это ранг его по количеству сыгранного времени неплохо не спит не спит и играет понятно так началась у нас вторая второй раунд карта карта не знаю точно как называется именно вот этот раунд но карта такая беседка с беседочкой в центре с храмом в котором собственно находится точка взяли гэнзи взяли диньяту лидан взял такого интересного саппорта слэш дамагера и вот она трейсерка от зафи доедешь дождались мы трейсерки необычные пики вот чем мне нравится эта карта то что игроки придумывают что-то новое они только берут своих четырех хоров и два героя в балласт а здесь вот интересно какие-то других героев можно увидеть но все равно показывают евро сун трейсерка бегает нарезает кидает ульты нет кидает сейчас она будет кидать ульту она очень быстро копится вот уже есть ульта отлично выносит выносит синяя команда двоих трейсерка тоже ведь она уже в ударе но сейчас спать ушел под твой стрим судя по всему а мне сейчас спать ушел под твой стрим судя по всему а мне играть не понятно но я это я уже такой усыпляющим больше снотворным действую для для тех кто хочет спать чем чем такой комментирующий снотворяющий минус 3 дают синие они сейчас держат точку спокойно трейсерка здесь развлекает зафи хиликсом она у крыши есть ульта посмотрим как он ее реализует заходит красный и вот видит что спине у них находится соперники ульта гравитейшн сердж от крыша и туда ульта пошла трейсерки нет только двоих забрали вот еще кого-то забрали забрали трейсерку как раз заря нарезает макри убивает солдата и умирает еще уинстон отлично перехватывает красная команда опять на 3 процентах точку и теперь им надо удержаться ну а NG Blue надо просто зайти и убить всех и все и они выигрывают у них выбора не так много есть ульта у Eura не знаю возможно Eura стоило идти где-то отдельно от команды пытаться зайти в спину вот сейчас посмотрим как он реализует свою ульту на второй этаж поднялась красная команда которая защищает свою точку огонь по готовности бегать здесь макрим красных но все перехватывается точка одна секунда овертайм еще почему-то подрубили нет еще не гг еще не гг солдат подтянул время а вот теперь все 2-0 в пользу NG Blue и все и NG Blue будут играть дальше против команды Reunited собственно Gravitation Surge выбывает из турнира не выигрывают они ничего кроме очков на Ghosts Gamers там потому что довольно высоко поднялись поэтому ох сейчас он нарежет просто в одну сторону прыгнул двоих зарезал в другую сторону прыгнул еще двоих зарезал но заслуга Zari здесь в этом больше MVP матча Tracer видите 88% on fire и GW Next Game посмотрим что там будет в последующей игре давайте я вам пока включу сеточку напомню вот эта классная заставочка аспирант прям шикарную сделал мне очень нравится так ну что значит вот у нас сетка сейчас они обновят здесь что победила команда NGBlue а я думал ты сам рисовал не я же не настолько скилловый и фотошопа у меня нет вот но зато я смог в монтаж видео обман везде обман почему я не обман никого сразу сказал что сразу сказал большое спасибо аспиранту короче сейчас будут играться Reunited против будут играть Reunited против команды NGBlue это будет вот это уже будет финал лузеров матч за третье место здесь будет решаться кто выйдет в гранд финал в победу Best of 5 вот и в общем и в общем у нас останется только финал с Энли Асом победители вот этой вот пары Reunited NGBlue давайте обновим сейчас они наверное уже добавили результаты в раздачу нет какие-то они слупоки ну ладно вот смотрите показывают нам что будет такая вот у нас тема что у нас будет играть NGBlue позиция номер 17 в рейтинге против Reunited ну смотрите NGBlue сейчас вот они шикарно отыграли Непал то есть они если получится они его пикнут хотя при этом пик или карта получается кто а ну да пикнули карту защищая эти проигравшие короче я надеюсь что будет сейчас еще какая-то интересная карта не будет у нас Kings Row ну или по крайней мере будет хотя бы один раз и не будет Голливуда вот собственно так это Аспи я думал ты практикуешься так и становишься гифкой мастером да только гифки могу и вот стримчики немножко повести 18 кейсиков уже копил открытие будет на следующей неделе откроем посмотрим скинсы там нас ждут две легендарочки инфа соточка прям прям вот из отдела модстата Близзардов кстати видел на ГЗ турнирчик будет по оверу 15 ка будешь стримить насколько я понял это будет турнир только для тех кто подписан на канал там какого-то стримера вот и он собственно будет играть с подписчиками на эти 15 ка ну если возможность будет то конечно по стриму почему бы и нет а почему Ханамура и другие недоступные есть инфа из-за второй точки во-первых из-за второй точки во-вторых из-за того что сами команды очень часто банят эти карты вот пришли к выводу госту геймер что надо эти карты убрать вообще они мешают потому что их все равно банят вот ну не знаю эти карты ладно да я вот с этим и согласен а вот с тем что нельзя пикать двух героев одинаковых вот это вообще убивает игру вот как по мне нету того разнообразия то есть нельзя взять трех Винстонов да Люсию и побежать по фасту запрыгнуть на точку когда там остаются последние секунды нельзя пикнуть я не знаю двух Макри которые будут разрывать просто все в этих узких на узких улочках того же Кингс Роу или в Нумбане не знаю мне вот это вот непонятно правило я честно говоря не фанат его ну да меньше разного разлива вот именно очень сухие получаются игры одинаковые мы видим все время четырех вот этих вот героев я их уже низусть запомнил это Ангел Рейнхард собственно Фара и Макри вот иногда вместо Фара или Макри берется вдова но вот вот эти вот четыре героя они все время в пиках все время абсолютно всегда в пиках пики 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 ну ребята тут продолжают поднимать питьевой фонд турниру говорят они что очень неплохой подъем для еженедельного такого турнира то есть они подняли почти 200 долларов уже для ну в прайс пул то есть в призовой фонд для чемпионов вот ну говорят что это очень неплохо для еженедельного турнира и еще они часть могут добавить завтра на североамериканский турнир так пошли у нас пики от Реюнайтед и Энджи Блю слушайте я бы конечно за шведов потопил да но в Реюнайтед есть Unfixed это наш СНГшный игрок банится Нумбани 666 Гибралтар Непал в общем сейчас будет опять смотрите Голливуд Кингсроу я буду очень недоволен а на ладере самый популярный сейчас ангел Люси солдат и фара есть кстати сайтик Мир Овервотч вот там о не Мир Овервотч извините Мастер Овервотч вот и там есть прям конкретная статистика по какие герои лучше могу скинуть вам ссылку если интересно а если нужна ссылка вы пишите мне ух ты кто это стримит интересно в пол пол третьего но то что одни и те же это нормально вон в той же дотке персов куда больше пикают почти одни и те же да да это ж на ссоре ну вот я про это и говорю хаттейка насмотрелась турнир и пильнула стрим в пол третьего ночи и что там будет Овервотч блин я бы покатал ребята но мы будем досматривать этот турнир мне уже теперь интересно кто же выиграет кто же выиграет его смогут ли ага ага у нас лучшая карта самая популярная карта сегодняшнего вечера при этом по соотношению убийства и смерти в топе Торбьерн дива симметра а поэтому по винрейту там 60% у как раз таки симметра по моему тоже так ребята я пока поставлю заставочку чекну да действительно ты запустил стрим по Овервотч прикольно Ладно передавайте там тоже ты и привет вот а мы пока продолжаем смотреть о у меня даже анонс закончился слушайте надо продлить анонс ничего себе напоминаю если вам понравились трансляции можете подписаться ребята чтобы знать когда будет следующее завтра будет скорее всего турнирчик днем 4 часа так анонс конец дайте бесконечный анонс сохраните так ну ладно пойдет короче говоря и так сойдет набираются что они там доделывают и уже у них начнется трансляция ребята у меня уже нечего светать я уже вижу как небо светлее на востоке да у нас же еще час назад перевели часы ну из-за того что мы не переводим часы у нас получается время на час назад относительно того что было допустим года три назад вот соответственно теперь рассвет у нас у меня например в москве не в 4 в 45 вот в пике в 20 в 20 числах июня да а в 3 45 сейчас уже время почти 2.45 в общем в общем это конечно тема все в порядке это просто проигра боеца который купил и шепт он очень долго они готовятся к ну кстати кстати ой вот так вот теперь вы видите все фигантем неудобно засыпать при солнечном свете да ладно у меня еще остался чаек надеюсь у вас тоже чаек кофеек и печеньки ждем мы следующей игры в форме и тээээээ а а Говорит нам Fish Sticks, что Northern Gaming только недавно подписали эту команду, да, и начали... Ой, смотри, что с глазами вам показалось. Только недавно подписали эту команду, да, вот этих шведов, и, собственно, неделю где-то прошла вот с момента подписания их как коллектив такой, спонсор SHIB, заключили контракты. Кто even knows how that works? That's something for the lawyers, but I do hope there's a hero name sound quick at some point. We're just waiting for Reunite the ready up, and we will be good to go here. Они, кстати, почти-почти добрали вот эту цель в 700 бачинских, да, смотрите, им осталось-то всего лишь... сколько? С ракет, 37, 37 бачей, и ребята уже выполнят свой сапгол или что у них там такое? Да, Reunite в атаке. Говорят нам комментаторы, что больше всего игр проходит как раз на King's Row и Голливуде. Итак, по пикам. Сколько героев мы видим стандартных коровских, скажем так, в команде Reunite? Ну, троих. К ним взята заря. Ну, Бастиона не репикнут сейчас, и Unfixed на макаке, я думаю, вряд ли тоже будет играть. В защите. Сколько героев стандартных мы видим? Троих. К ним еще взята симметра. Четырех мы видим стандартных. То есть еще Лидана играет на Вдове. Симметра у них взята. Минт играет на ней. И Шейдс играет на крыса. Туизи забрался на классную вот эту точку наверху. На Борель Яффи. Началась у нас уже игра. Идет размен по дамагу. Уидо Бэтл. Туизи против Лидана. Не знаю, мне Лидана больше нравится, как снайпер. И вообще я буду топить за Reunite. Хотя Лидана играет в NG Blue, но... Так. Туизи никак не может ни к кому попасть. Вот вроде бы в Рейнхарте что-то там влетает, но... Он фиксит минус три, минус четыре. Да, неплохо получилось. Вылетая еще. Вылетая дает еще один минус. И... Команда Атаки забирает точку А. Довольно быстро, уверенно, четко. Туизи сейчас прицелится. Выйдет. Будет пытаться вынести вдову. Эх, ловит ракету. Не удалось ему как-либо досадить вдове соперника. Ой, ошибка. Влетает в фонарный столб. Да, это было ошибкой. Но зато... Да, и поэтому Лидана забирает его в Туизи. Вот фиксит. У него есть ульта. Он сейчас может залететь безбоку. Куда-нибудь в спину. И там раздать. Шейдс делает минус два с помощью Лидана. Да? Ну, защищаются. Неплохо. Милый. Энжи Блю. Так. Туизи убивает. Хм. Окей. У Лидана почти есть ульта. Четыре ульта есть у атакующей команды. Им нужно их реализовывать и заходить под них. Сейчас он фиксит, да, залечит. Золотая дамурана. И полетит и начнет ультовать. Нет, не будет пока ультовать. Решил он фиксит. Уходит, уходит живее. Шейдс делает минус два с помощью ульты. Отлично попадает Лидана. Ну что ж, в принципе, вот эта вот точка, вот этот вот проход, он довольно сложный для продвижения. Либо, знаете, вот он сложный, когда точку не зачистили. То есть, если какая-то команда защищает точку, защищает точку, то есть убивает всех соперников и садится на неё, то второй команде вот сложно их выбить оттуда. Потому что здесь довольно узко. И только либо под ульты, либо вот обходить вот как-то вот в этих вот крысиных перевулках, но там постоянно какая-нибудь гадость, либо, я не знаю, симметра, либо в узкие проходы фары взлетают, в общем, неудобно. Неплохо, Туизи убивает одного, Unfixed убивает Иёура. Довозит они, почти довезли груз до контрольной точки. Ультует Хайнун, в смысле, Валютая. Валютая Хайнун. Вот как-то так. Валютая Хайнун. Есть ульта, Unfixed, да? Скинуть надо бы кого-то. Так, у Иёура тоже есть ульта. Ломает, он пытается щитно ломать Рейхарту. А именно, Вингхевна. Ох, один фраг только сделал, но... Не знаю, стоило? Наверное, стоило, раз он убил Ангела. Ой, хороший выстрел. Лидан убивает Unfixed и уходит в команду атаки. Зализывает раны, ждать своих союзников, всех. И... Сейчас они будут новые заходить. Собрались уже все вместе. Так, там видим снайперы вдали. На аптечке стоит. Шейд заливает в спину. Хорошо, по троим! Ух! Попадает еще вон фиксы до летящего. Мин делает минус один. Ох, не допрыгнул. Ээээ... Туизи до Шейдза... Слушай, им все равно атака идет. Лидана, вот Лидана надо забить... Кто-нибудь, добить Лидана и толкайте груз. Все, остался один Шейдз. Неизвестно где он вообще сейчас будет выбегать, скидывать... Неужели довезут? Неужели довезут? Они довезут, наверное, 3 метра осталось. Умирает Шейдс, убивает его Дуиззи, 3 метра осталось. Умирает Лидана, вот это может быть ключевой фраг. Да, Валютай там разошелся, опять убивает двоих, Анфикс это убивает танка, Мстит за Валютаю, даются басы, бегает Лидана, Лидана уже трейсеркой бегает, кидает, ооо, там подвоим Диво, Диво взята, короче пикнули уже Энджи Блю героев, которые будут на последнем отрезке работать, быстро залетят на точку трейсеркой и просто держать ее трейсеркой Диво. Говорят, что плохо сыграли Реюнайтед в этом моменте, ну, не дожали, да, не дотянули, там трейсерка выбежала, начала создавать вот эту вот шумиху и всегда она плохо сказывается. Ох, не на контроле опять солдата. Нет, не успел кинуть флешку Маккри, ультует. Ульта в никуда. Один метр остается, один метр сорок восемь сантиметров. Ну, нет, скорее всего, все умрут. Защитники и добрали Реюнайтед в точку. Первая половина карты осталась за Реюнайтед. Времени там 4 на 4 вроде было. Ну, посмотрим. Уинг Хайвен. Уронил он там где троих, наверное. Да, вот этот момент уронил он тут троих и всех, собственно, помолотил. Ну, неплохо. И момент вроде неплохой. Самое приятное в этой игре, это когда фарой убиваешь другую фару в полете. Да, это шикарное чувство, когда ты попадаешь в какую-то муху, можно сказать, летящую в комнате, я не знаю, на расстоянии, не в комнате даже. Короче, в летающую, это как в летающую муху попасть из, я не знаю, из стрелы, например, из лука. Это жёстко. Ну что ж, пойдём сейчас у нас вторая часть этой карты, должны у нас Реюнайтед держаться 7 минут 37 секунд, если они это время выдерживают, то и больше, ну, в смысле, больше времени дефицца, то счёт откроют они. Будет счёт 1-0. Напомню, это финал лозеров, впереди нас ждёт финал, а Бест оф 5, соответственно, вот эту карту доигрывают, доигрывают Реюнайтед, Бест оф 5. Это Бест оф 3, вот это Бест оф 3, это финал лозеров, а следующая карта будет Бест оф 5. Следующее противостояние. Слушайте, я не знаю, может быть стоит финал, я не знаю, в записи отстримить. Я с тобой, хорошо. Просто вот эту карту я ещё переживаю, да? А вот на следующую я не уверен. Завтра меня ждёт курсач по Сапрамату утром. Включай ТС, я тебя подменю. Неплохо. Давайте попьём чайку. Бест оф 5, по крайней мере, будет карта разнообразия. А ты кигалку и везде, где можно. Я так и подумал. Не, Глебанин, у нас стрим добрый, ругаться я не буду. О, Папа Джоли, смотришь, не спишь ещё. Как вы вечером покатали. Всё равно у нас опять 4 дефолта. Так, вот смотрите, слева, да? Вот я показываю. Дефолт, 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 дефолт. Стандарт, обычный, типичный пик атаки. Кингсроу. Это Кингсроу, это, конечно, нечто. Они соревнуются, получается, не в стратегии. Только вот в личном мастерстве. Вот в этом вот наращивании преимущества, вот проталкивании. В общем, я жду до 5 утра, так что с тобой до конца. Я и все жду до 5 утра. Понятно, хорошо. Ну, тогда до стрима до конца, ребята. Пока вы в чатике, пока мне есть с кем поболтать, а не только сам с собой, я готов. Подрубает ульту Туизи, видит он через стены. Пока у нас нет никаких опен-фрагов. Отлично открывает, анфиксит, убивает саппорта. Ну, сейчас, наверное, развалится атака, им надо будет отойти. Как на нуле хп щит-то был? Я не понял, был нарисован ноль, написан ноль. И щит еще был включен. Остается ульта. Да, он на тебе. Есть телепорт от Симметры. Пошла ульта вовнутрь. Ох, поздно. В смысле, рана подняла своих союзников. Ангел. Да, зайдут. Зайдут NG Blue. Рейунайдд потеряли точку. А им еще, между прочим, 5 минут держаться. У тейки DR сегодня. Сегодня как сегодня или вчера? Оказывается. Блин, черт, я даже не знал тоже. А на Good Game есть в профиле? Какое сегодня число, ребята? Уже. Уже 5 июня. Воскресенье. Петр, сегодня как сегодня или сегодня как вчера? Ну, в смысле. Четвертого. Четвертого или пятого? Дожди поздравили. Пятого. А, ну тогда нормально. Тогда надо будет тортиков накидать. Печатик. Эмм. Подрубаются басы командой атаки. EUR дает хороший минус по Люсе. Heroes never die. Эмм. Кидается ульта... О, Храйнхарт, а как он, куда он уехал? Он уехал куда-то сквозь телегу, но он, видимо, умер, и его сейчас его подняли. Режет сзади Гэнди, подрубает Ешку. Надо было прыгать, я думаю. А, не было шифта. Понятно, Пётр. Ну, у нас здесь уютно, все люди адекватные. Так, появились у нас два ульта у NG Blue, есть ульт у Рейхарда, есть ульт у Фары. Фара ультует, ультует, ультует. Эх, это Хайнун, 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 убить Хайнун. Отлично! Забирает, там, Фиксит. Фиксит забирает Шейдса, а Шейдс, при этом, вот, забрал Хайнун от Валютаи. При этом он вроде успел выстрелить. Нормально, а Реюнайтедом еще две минуты. Вот, я доплю за команду, в которой есть хотя бы один наш. за инфиксы, да. Вот сейчас нам его показали. Туизи не стал брать здесь. Ультует, режет, нарезает, нарезает, шинкует, убил одного, убил второго. Прыгнул. Эх, не туда прыгнул. Ну, ладно. Ну, неплохо, кстати, он так нарезал. Так. Три часа, ребята, у меня тут такой рассвет уже намечается, вы бы видели, какое красивое небо. Ох, ладно. Давайте вернемся к игре. Ну, мне кажется, мне кажется, Реюнайтед могут продержаться. Уж очень они хороши в защите, прям чувствуют. Вот они уже довели почти это. Сейчас понимаешь, что надо отходить, надо держать. И Геор пишет, Джи Джи Инжи Блю отдают первую карту. У меня пять утра, а уже свело на туман. М-м-м. Ой, заезжает, заезжает. Вот это заезд был. Гагай пишет, Морти. Странно, у них еще 40 секунд, но они поняли, что не могут зайти и... Все, теперь... Теперь мы будем смотреть вторую карту. Все, пожалуйста, пикните какое-нибудь разнообразие. Только не Голливуд. Я тебе пока поставлю заставочку. Чекну тут. Еще как. Заставочка стоит? Стоит. Норманс. Классно заехал, Толь. Да, да, в конце в самом. Джок Сикор, а вот это, Мортрет появился, я вижу в чатике. Холливуд и Дорадо. Или он так и висел в зрителях. Просто шел спать. Дорадо будет играться следующей картой. Так он и был, когда я про него вспомнил. А, понятно. Ну, снова, значит, бывает. Ух, ребята. У меня планшет. вот-вот разрядится. Я вас не буду читать. А это плохо. Давайте подрублю зарядочку. Так, поставлю еще раз заставку. Все, аспирант тоже уснул. Все спят. Подрубаем рабочий стол. Ну, надо закончить. Вот этот турнир. Сегодня, считайте, первый турнир в стримлю. Такой, веб-гейм. Вот, в тот раз я стримил Пусан. Это в Корее был фестиваль, но какой-то он был такой. Давай-давай, я тоже до конца. Вот, все. Собрались, собрались. Ух. Нужна какая-нибудь гифка. О, кстати, я вам могу гифки показывать. Но не сегодня. Как-нибудь потом. Всякие разные. Точно-точно. Слушайте, надо будет это. Пойду кофейку набью. Давай, Джоксир. Ждем с тебя обратно. У меня еще полчаш... Нет, четверть. Одна шестая. Чашечки осталось. Чая. Это на два глотка. Но... Нормально. Протянем. Заинтриговал и кинул. В плане... А, гифками? Да ладно, там все из архива. Там только архив и все. Ничего нового. Ничего нового, ничего нового. Трансляции не было. Дорадо. Дорадо можно сыграть футураму. Я вам каждый раз ее пытаюсь наиграть. Все время криво получается. Не знаю, там, после трех первых четырех нот, куда дальше идти. Я видел фото бобра с вами, что я скидывал. Наверное, нет. Я видел, как... То ли сегодня, то ли ты в чате, то ли еще кто-то скидывал фотку бобра, которого это... То ли... То ли чем-то, короче, гладит, и он это хвостом бьет. А, это да, это я видел. Бобра в тюбетейке я видел. Это я его сегодня еще в группе ГГ видел. Да, да, да. Прикольно. Вот я про меня говорил. Понятно. Энергия, олимпия, пара, тодо, мексико. Он не любит эту парнягу, этот шейтс. Прикота тоже, только я ее на канале бобра скидал. Ну... Начинается атака. Взяли Турбосвина в атаке. Глебанин должен быть доволен. Есть Турбосвин. Ну, Лидана играет на своем излюбленном герое. В принципе, пик абсолютно стандартный для Анджи Блю в защите. Вот. А вот в атаке взяли Турбосвина и Турбосвина. Плюс Гэнзи. То есть, что-то... Что-то другое. Что-то отличное от дефолта. Ну, дефолт нет и вот на этом конкретном турнире. Ага, режет уже Круиз Лидана. Трейсерка. Хм, ну, в принципе, неплохая такая контракт. Гэнзи плюс Трейсерка для Лиданы очень напряжно получается. Оооо, и хорошо убивает Трейсерку. Ловит ее. И убивает Круиза. Да, хорошая контра, и он ее всю перерезал сам, соло. Как ох, а? Да. 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 Закидывает он гранатки, видит он, что на втором этаже много народа, за счет ульты вдовы он это видит. И врывается. Появилась ульта. Ульта есть у Бингхевена. Будет ли он ультовать? Ульт, наверное. Круиз сейчас будет резать. Не, не будет. Не, не будет. Вот сейчас надо резать, резать, резать. Давай, 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 давай. Прыгай, прыгай, режь. Да. Юр. Убил двоих. Неплохо. Поднимает всю команду атаки. Ангел. И, собственно, заезжают. Заезжают на точку. Нет! Отлично воскрешает Ангел Минта. Минт играет, как обычно, на Люсе. Вот. Во время воскрешения там, короче, получается, что объект оспаривается и не дает зайти, не дает точки двигаться. В общем, получилось так, что Минта воскрешали перед объектом. И вот эти вот три метра ровно не хватило. Культует Ледана. Видит он трейсерку. И, нет, не попадает. Не попадает по Фаре. Попадает по Люсе. Добивает его. Минус Круиз. Трейсерка. Ой, вылетая, как же ты вот ту плохо кинул. Друг. С Люсио плохо обычно получается, а нет, смотри, выбирает. Неплохо, слушай. Туизи тоже сделал два фрака и теперь вот они уже заходят в главный комплекс. Так забор, что ли, выстрелы блочит, поэтому ломают. По-моему, да. По-моему, он блочит выстрелы. Ну, он точно блочит ракеты. Фары точно блочит. Гранаты красавчика точно блочит. Такой вот расходный став там. Гранаты, ну, подствольник правой кнопкой мыши Зари. Да, тут все он блочит, поэтому его и ломают. Ну, мне он, честно говоря, тоже не нравится вот эти заборы и они мешают, и в то же время перепрыгивать их сложно бывает, особенно за трейсерку. На Непале, например, вначале, когда начинается игра, там этот забор несчастный, я в него обычно врезаюсь. Тут трейсерка зря полезла, у нее не было ХП достаточно. Ультует Еур, не стал он продолжать ультовать, убивает Анфиксида. Ну что ж, 4 минуты осталось. Но надо как можно быстрее залетать. Не знаю, в атаке как-то вот сложно есть ульта у вылетая, называют его англичанин. Ой, сюда, заходи, кидай ульту и Е, нажимай и... Куда ушла ульта? Давайте подумаем. Я не понял, куда ушла ульта. Ну, ладно. Еур заходит на точку. У него есть ульта, его уронили. Ооо, Вингхейва убирает четырех, но тут же поднимает всех ангел. Да, зафи, 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 зафи всех проднял. И вот защиту уже на коне. Два метра не вытащили. В пожаре Лидана у 37-го у него. Будет ли ультовать Заря, ой, Заря. Снайпер. Сейчас, наверное, подрубит ВХ. Да, чтобы теперь знать, где пойдет соперник. Не получилось шокнуть. В общем, быстро бегает, сложно попасть. Попадает по ангелу. Ангел сейчас будет охиливаться, не пойдет куда. А нет. Вырубает еще одного саппорта, убивает Люсё. Убивает. Неплохо, слушайте. Лидан. Лидан, ты хорош. Хорош, знаешь. Кстати, герой туретка. Туретка была. Кстати, новый короткометраж вышел. Да ладно. Прикольно. Сейчас посмотрим, если вышел. Действительно. Да, действительно, бастионы взяли в защиту. Шейд. Наконец-то у нас какой-то тоже новый пик. Ну а для бастионов нужно накопила на ульту. Ой, в спину сейчас будет настреливать. Пропускает половину игроков. Теперь начинает настреливать спину. Нужен... Да, минус один, минус два, минус три. И зафармил лучший момент матча, наверное. Есть у него ульта, меняй теперь позицию. Как бастион Сирии следа. Вот так вот взяли бастионы. Я, честно говоря, проморгал этот момент. Спасибо, Пёдор, что заметил. Как-то я вообще даже не обратил внимание. Вот так вот Шейд взял бастионы. Есть у него ульта. Сейчас он не будет ждать атаку. Спалили, спалили бастионы, все равно выходить. А то сейчас Туиззи запрыгнет. Скажет он привет этому бастиону. Все-таки Гэнзи бастион. Один из них явно контрит другого. Бастион, бастион. Ну да. Ох. Ох. Как, как его ульту за контрит. Разложился бастион, его тут же положили на гусли, поставили и разобрал его Макри. Остается 4 секунды. Рьюнайтед, скорее всего, точку не возьмут. Хотя вот Туиззи поднимает свой меч, начинает резать, но опять его роняет. Опять роняет Рейнхард. Рейнхард роняет тех, кто вязает ультейн. Класс. Что ж, первую половину выиграла у нас команда защиты. Выиграли Энджи Блю. Не дали они дотащить до точки объект, соответственно. Сейчас будет ультовать Рейнхард. Да, вот здесь. Раз, два, три. Троих положил. Потом еще помахал. Прикольно. Так, давайте на счет новой короткометражки посмотрим. Он действительно берет его команда. 61% кило. 61% кило. 61% кило. Не плохо для Лодано на Виндомейкере. И Виндомейкер на последний момент тоже не ожидал, что я не ожидал увидеть. Уберлуч. Уберлуч. Уберлуч.ру. Не, нету, нету. Да, это, я уже слышал, а он тут еще. Нет, короткометражка не вышла. Это, это утка. Они вроде говорили, что больше пока не будет короткометражек. Вот. Это, к сожалению, утка. Вот. Но недавно вышел комикс на Турбьорна. Ну как недавно, где-то неделю назад. Вот, в общем, вот так вот. А еще Яндекс прикрутил себе в качестве одной из тем. Это easy. Overwatch. Хотите, тоже покажу. Спалю вам, правда, сейчас все почты свои, но неважно. Как вот. И так вот. Оп. Во, easy. Не спалю почты. Оп. Смотрите, какое прикольное оформление. Тут есть два героя. Вот. Ссылочка, конечно же, на игру. Как на предзаказ. Ну, естественно, на покупку, само собой. Вот. И мне кажется, это не проплачено. Не может быть, что вы проплатили. Я говорю, что. Не. Они от чистого сердца создали свой классный загрузочный экран. Да ладно. Не поставил я. Что-то не ставится заставка. Так. Поставил я заставку. Фейл. Света не ставил. Ракурсы. Да они все тут какие-то странные. Странно. Паракуршины. Не знаю. Так. Там сейчас уже начинается игра. А мы пока. Сейчас, ребятам. Возвращаемся в игру. Извините, что опять же я уже залипаю. И у нас поменялись сторонами, значит, команды. Теперь на базаре дефицит Реюнайтед. В прошлый раз они не сумели захватить вот эту первую. На первой половине они не смогли выиграть игру. Соответственно, сейчас им нужно не дать выиграть игру в команде NG Blue. Туизи забирает Шейти. Слушайте, там уже сейчас Манилу Мейджеру начнется. Через два часа. Так, прыгает Туизи наверх. Почти накопилась у него ульта. Круизи сейчас может уже поставить уже телепорт для своей команды. Морти поднимает. Унимает двоих. Кого уронил на тебе. Туизи два часа. Мейнкарт. UFC. Все-таки можно не ложиться. Пережив на Мейджере. Ансер Акаши. Приветствую тебя в чатике. Перерыв сегодня не будет игр. Жаль. Ну ладно. На часах три-два-два. Закидывает. Unfixed. Спамит очень хорошо гранатами под ворота. Там стоит Рейнкарт со своим щитом. И вот залетает ему щит эти все бомбочки. Бомбочки. Мейджер в понедельник. Понял. Спасибо. Так. По-моему, атака решила развернуться немного в другом направлении. Они все равно заходят вон. Смотрите. Под такой заспам от Красавчика. Почти сломали щит Рейнкарту. Запрыгивает на крышу. Дова. О, хороший минус. К сожалению, опять поднимает Ангела. А фиксы закидывает, закидывает гранаты. Впадает Шейдса. Не получается никак у Ангеблю зайти вот дальше вот этого базара. Будут ли они делать какие-то репики, неизвестно. В принципе, фары нету. Можно заменить Лидану на какую-то, на какую-нибудь фару, например, свою вдову. Или поменяться с какими-то ролями из союзников. Но, мне кажется, вдавать здесь тяжело им будет. Ой, там идет, пекает. Валютая, короче, хотел ультовать, но отменил он ульту. Убил все равно, правда, Лидана. Хм. Увиделся ульта у… вылетая. Ну что ж, давайте, ребята, 25 секунд. Я верю, у вас Reunited. И вы еще будете играть тогда в финале с вашими обидчиками в Сан-Виас. Не стал ультовать Макре опять. Иначе балансом ууэнфиксит троих ультой. Вы слышите, как кричат комментаторы? Класс. Троих он взорвал. Ой, поднимает Ангел всех опять. Надо снова всех убивать, чтобы держаться. Овертайм продолжается. Роняет двоих. Отлично. Reinhard разгоняется. Все. 2-0 в пользу Reunited. Отлично. Переходят они в гранд-финал. Третье место занимает на нашем турнире Angie Blue. Вот. Unfixed. Лучший момент. Сейчас троих, наверное, взорвет ультой. Постоял, подержал, подержал, подержал. Оп. Класс. Ну что ж. Финал. Envy Us. Против Reunited. Топ-2 команда против топ-3 команды. Вот. При этом. Сейчас я открою сеточку. Напомню, что у нас Reunited играли в финале в Миропс с Envy. Счет был 2-1. То есть счет был близким. Вот. Это единственный счет, который закончился... Единственный матч пока что, который закончился не 2-0. Из тех, что были... Игрались в формате Best of 3. Собственно, нас ждут финалы. Envy Us будут играть против Reunited. И все это будет проходить в формате Best of 5. Вот. Ну, что ж. Подождем. Посмотрим. Ребята, вы там живы? Как сами? Как ощущения? Живы. Отлично. Живы. Да езжешь, ребята. Да езжешь. Вот так вот все пошли спать, а мы вышли на главку Good Game. Живы, но не полностью. Eso я не имею в виду. Угу. И я вижу, что это же происходит, пока, да. Я верю. Да, что-то все-таки не было. Винерий. Обратие обратно. Один горизонтаж в Киево-минуте. Но я бы не такβал. Это была возможность избриться во время ВИШ- 이번. Я бы не верю то, что-то. Я не думаю, что ВИШ-тек gray не могу. ВИШ-тек. Это было. ЭAN-белайте. Да. Игоре. ВИШ-тек. Нет, какая-то. ВИШ-тек. Слушайте, а на Твиче это плюс 40 просмотров прибавилось за вечер, пусть там пацаны даже в чатике Я их даже не брал в расчет, потому что... потому что Гудгелл. Я на голову как-то раз был, когда забыл выключить стрим, но часа три играл, думаешь, что стримов. Вау. Твиче есть. Рестрим есть возможности, а не рестримы. Так. Посмотрим, что тут у нас обсуждают англоязычные аналитики, слэш-комментаторы, слэш-кастеры, слэш-лэш-лэш-лэш-лэш-лэш-лэш-лэш-лэш. Я не знаю. Давайте им еще какие-нибудь титулы придумаем. О, у меня есть чё попить, с удатой. Лучший стрим в жизни. Короче, они говорят, что три минуты у них сейчас будет перерыв, и мы встретимся на финале Best of 5. Вот. Ну, сейчас они исправят, наверное, это вот дело. Кстати, смотрите, я угадал с этим, я угадал с заставкой анонса, там тоже у меня рипер нарисован. Три минуты дайте сил. Да. Музычку не поставить. Слушайте, может вас порадовать кейсики открыть? Или нет? Нет. Ладно, всем обещали, 28 штук. Не-не-не, ладно, 10 штук нам осталось там накопить. Вот. Обещали полный гол. Хардстоун. Хардстоун. 1 на 1. 28. Да, 28. Всё. Никаких кейсиков. Можно хардстоун, да, в принципе, 3 минуты. Чё тут. Успеем потасовочку сыграть. ГДЖИ. Погнали в чатики этими играть каково. Эмоциями. Не эмоциями, а эти камень-ножницы, бумага. Давайте. Погнали. Почаны. Нет. Вот эти камень-ножницы, бумага. Почаны. Ага. Отлично. 1-0 Глебань. Пётр. Класс у нас. У нас это получилось. У нас получилось ничья. Второй заход пошёл. Глебань сам себя победил, короче. Пётр. Опять тот же расклад вообще. Просто тот же расклад. Короче, сейчас банзо смайло пулс. Ну да. Голкая изгонка вооружений. Да не. Всё. Ждём, ждём, ждём. Тут минут осталось. Давайте пока включу. А, не, не включу. У меня ВКонтактик. Мне уже написал full protection you tempt to do so much actions. Да. Пётр, я думал, у тебя абсолютная власть. Так. Давайте включу хотя бы саундтрек из Overwatch. Такой эпичный. Его же можно включать. Он же и в игре может играть. Вот только я его чуть потише сделаю. Чтобы на моём, на фоне моего голоса, если что, его как бы скрыть от внимания этих надзорных органов. Оп. Так. Вырубаем. Гранд-финал, нам говорят, уже начинается. Опять надо фиксить. Центр выбило. Мой индульгенцию для надзоров. Не хочешь, но тогда нагугли мне свойства плоской электромагнитной волны, либо поливаризации. Зачитай. Я реконспектирую. Нет. Ну что ж, это у нас будет играться сейчас первая карта. Забанили Дорадо, забанили Линдзян, Линдзян, башни. Виды поляризации. По Эллипсу идёт там поляризация, есть обычная плоская линейная. Вот. Зачитай. Ой. Это у меня ступо скрипит. Забанили Кингсроу, Энвиас. Просто мои герои. Они забанили Кингсроу. Только Голливуд сейчас осталось забанили Три Юнайтедом. Ребята, и мы будем просто смотреть на новые карты. Ну уже. И две секунды, две секунды. Пим. Ханамуру забанили. Чего? Какая Ханамуру? Они же... А, или они в финале могут убирать эти карты. Хм. Честно говоря, я не помню. Вот в правилах надо посмотреть. Клинок. Ханамуру's не supposed to be in the pool. So... This is a little messed up. Okay, they said they have to remake the draft. That makes a little bit more sense. This does happen from time to time. I would definitely like to see, actually, control for these two teams. I have no idea who'd come out on top of that. Um... Because it's, uh... The tracer play, out of guys like Tu'Easy, and the MCCREE play out of guys like Balutaja, could go really well on Control. Забаняя Хливуд, Гливуд. Честно говоря, я не понял, что у них произошло в начале, да, что-то они там криво начали банить, и, видимо, по новой перезапустились, и вот сейчас у них... Дорада. Ну, забанят они сейчас Лиджан Тауэр. Собственно, я не удивлен более абсолютно. Но зато мы начнем этот гранд-финал с Кингсроу, и больше Кингсроу мы сегодня не увидим. Да, начинается у нас все с Кингсроу. Последний раз мы на сегодня посмотрим эту замечательную карту. Комментаторы тоже в шоке у них. День сурка начался в Кингсроу. По-моему, это тоже была первая карта в финале Вейнеров между этими же командами. Собственно, сейчас мы посмотрим, кто из них лучше на этой карте. Комментаторы тоже в следующей серии. Ну, я просто waiting for everybody to get on into the server. Nobody from NBS yet in the server, so hopefully we'll get this going soon. По-моему, 3.5. Одну фишечку. Иран. Так. Ну, смотрите, Overwatch на втором месте. Неплохо. Иран. Он не может быть, что-либо говорится. Здесь по-моему. О, что-либо. Ты считаешь, что-либо говорится. Здесь на первая карте squad, читает листа МВС. actually originally come from Europe, but they've all been flown out to North America to play with Tailspin, who's been here the whole time. And they're all in a LAN environment, practicing bootcamping, getting ready for what is to come in Overwatch. And believe me, there's a lot that is coming through the pipe this summer. Stay tuned for more information about that or check out the competitive Overwatch subreddit for more information. We're going to go to King's Row first. But yeah, so the Envyus team is actually playing with a ping disadvantage, because they're playing on the European server, given that we're in the European weekly tournament for Ghost of Gamers. Ah, слушайте, Final Fantasy 105, но у них есть одна карта преимущества у Envyus. Говорят сейчас нам об этом кондентаторы, что будет одна карта в преимуществе у Envyus, то есть счет у нас начинается с 1-0. В день выхода Overwatch был на первом месте 170 тысяч человек, и два ночи по Москве полчаса смотрели на логинт-скрин. Я поэтому не стал в день выхода Overwatch ночью там что-то мучить. Мне просто нужно было рано ехать в Envyus, и я просто проснулся пораньше на пару часиков и покатал там, уже когда с логином проблем не было. Вот, поиграл пару игр в Overwatch. Они сейчас рекламируют своих спонсоров опять, мы их и так видим везде на экране. Вот. Не буду я их даже назвать Продолжение следует... Что-то они никак не хотят нам подключать игру. Ага, они решили подключить себя. Кстати, в цене Overwatch я тут увидел цифру по продажам, что там 7 плюс миллион копий. Ну, очень рада играть. Да, вот так вот его продали. Прикольно, Blizzard смогли. Ну, допустим, что средняя цена была... Ну, кто-то покупал же Origins версию, кто-то покупал обычную версию, или кто-то покупал коллекционную версию с стойками разных игроков. Обычная версия стоит 40 долларов. Допустим, мы возьмем 45 долларов, умножим на 7 лямов. Вот, и получим такие нормальные цифры. Я брал за 3.3. Я тоже брал Origins за 3.3. Мне понравились нам скины просто. Вот. Стой, Пётр, ты тоже играешь, что ли, в Overwatch? Надо будет как-нибудь зарубиться вместе против вражин. И не забывай, ZP, я был кастинг 14 часов в день, Сатарда и Сундея, в последний день, как бы, в Агенте-Райзинг-Турнаменте. Я тебе вещь писал. Да я такой слупок. Чего-то я... Аж привынал. Ну, у меня, короче, в описании канала, если что, есть там... Этот... Батл-так, можно добавить, покатаем. Получил доступ во второлне, потом купил, как выставили. Только так ни разу еще не сбустил. А-а-а, все, да, я вспомнил, точно-точно. Получил доступ во второлне, потом купил, как выставили. Только так ни разу не сбустил. Понятно. Катаем точно, но позже. Я пока видела. Понятно. Так, давайте я немножко откопаю инфы про обе команды. Расскажу про обе команды перед началом финальных игр. Значит, НДАС. Вот, открываем. И команда... Блин, на турнире участвовала команда Кабина от КамАЗа. Я пропустил ее. Это черт. Весь турнир пошел на смарку. И реаниматит. А, вы видите, да, все это дело? Да. Я буду здесь. Я имею в виду, чтобы их собственной консервизации, для их собственной прады. Если нет, они нужны в победе. Короче, команды НДАС играют. Все пропало. Я знаю, что все пропало. Давайте, кстати, позже показываем все. Все, что есть. Команда Team NDAС играет у них тайму. Он играет на Макри, на Вдове, а он Финн. Интернет-Халк, немец. Крип Сайджен. Крип Шейджен. Короче, это швед. Гарри Хук, это тоже на Макри играл, некоторые игры на Солдате. Испанец. Тейл Спин, шикарный игрок на Фаре, он американец. И Коко, это менеджер плюс танк команды Team NVS, он играет на танке, на Рейнхарте. Реюнайтед, у нас два представителя Голландии, это Морте, Саппорт, Туизи, Снайпер. Валютая, это эстонец, шикарно играет на Макри. Антиксет, наш соотечественник, единственный человек из СНГ, оставшийся на турнире, это Андрей Леонов. И, собственно, Вингхэвен играет тоже в команде Реюнайтед, он испанец. И еще играет сегодня Круиз. Вот, собственно, мы врываемся уже в игру. Пики у нас абсолютно стандартные на... Круиз, в смысле... Заря уже, да, сходу набрала очень огромный... Огромный заряд уже, соточка. Жжет, как... как я не знаю. Так, будет она сейчас продавливать... ...точку. Ломает ловушки. Что-то у них произошло с наблюдением, не показываются ни ловушки симметрины, ни... ...какие-то такие... ...темы, странно. Ладно, ой, хороший хэдшот, Тайму... ...вешает. Сзади фара летает. Заметел на видимо окно. Ждет Тайму своего соперника, это Анфикс. Смогут ли взять реванш Реюнайтед? Это тот вопрос. Анфикс это убивает, отлично. Это хардмод для финала. Да. Хардмод для зрителей. Ох, какое солнце. Какое солнце, опять. Круиз... 60% разогрева. Есть ульта у него. Сейчас будет, скорее всего, кидать в нее. Веренайтед в этом же составе Battlefield одна из топ команд была. Умм... Ультует... О-о-о-о... Комбо-вомбо, ребята. Это хайлайт. Это просто хайлайт. Это вырезать и показывать всем, кто это не видел. Ульта Зари, туда заливается ульта. Фары с боку. Класс. Это халат, ребята. Всем халат. Да. Проблема в том, что в Америке, ну, они же американцы, ну, я так понимаю, американцы, потому что я вижу у них там солнце за бортом. Вот. У них там сейчас, ну, я думаю, часа четыре дня, вот так вот пять. Нормально. Комфортное время для турнирчика. Суббота. Нет, получается, не пять дней, а наоборот. А, ну да, пять-шесть дней. Нормально, удобно. Смотрим из-за Туизи. Ищет он в прицеле кого-то. Подносит щит в свой Wing Heaven. Туизи тут же ловит плюху от своего Визави в лице Тайму. Ультует Рейнхард, роняет двоих. Слышали мы, как подняла Ангел своих тиммейтов сзади. Тейл Спин взял Макри. Скин на Макри у него картежник. У меня такой же, легендарный. Убивает с помощью Тайму Макри. Тайму еще делает один фраг. Снайпер раздает, очень классно. Отличный минус. От Тейл Спина кинул флешку, добил. Тайму сейчас попридержит немного ульту. И он тебе дает, чтобы видеть, когда именно зайдут соперники. Ну, неплохо. Снимает много довольно хп Уинстона, но... Выгодить. Минус 4. Минус 5. Тейл Спин, как он в спину где-то, наверное, утонул. Подключил полдень. Хайлайт на хайлайте можно делать, только вот, ну, нам показали, к сожалению. Но я, честно говоря, тоже не ожидал, что Тейл Спин сейчас где-то в спине нарежет двоих. Как можно такое предугадать? Если вы взяли ультиматы, это довольно слегка для Болта. Но я рад, что, в любом случае, что Эмби поставил эти шаги на этот пейлот. Ух, 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 ух. Ух, 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 ух. Ух, 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 ух. Ух, 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 ух. Пошла опять ульта. А, Винкс Хевен притягивает, поймал он Тейл Спина, но, того подняли, подняла Ангел. Добивает Винкс Хевена. Идет сейчас борьба опять за точку, как обычно, вот, убивает Туизи. Нет, он успел ультануть, плюс 500 хп, и теперь надо 100 лет стоять ждать, пока накопится, но накопилась ульта, накопился урон. Ой-ой-ой. Телспин пытается сломать щит, убивает он к Хевену. Ой-ой, стрел. Ой, флешка, флешка на флешку, ловит один макри, второго макри, и оба, короче, стоят, смотрят друг друг на друга, пока заканчиваются флешки. Под боссами заходит красная команда, их очень много, тянут они уже телегу к... В конце пути, Туизи делает минус Тайму, падает Ангел, падает Ангел защиты, Анфикс убивает Коко, и красная команда давит, давит, давит. Последние метры остались. Телспин успевает зайти, а здесь же Тайму. И... все. Реунатед смогли взять точку. Значит... Это им в плюс. Время мы должны записать наши комментаторы. Телспин. Да, вот этот минус четыре с ульты. Сейчас посмотрим. Он просто накопил дамаг и сломал щит Рейхарту. Потом, получается, убил всех троих остальных. Класс. Так, ребята, я вас оставлю наедине на одну минуту с англоязычными кандидатами. Сейчас подойду. Окей. Давайте перейдем. И посмотрим, если Энви пытается что-то немного другим. Энви играет меньше Зарья, это точно. Таким образом, мы увидим Зарья на первом точке или нет? Очень сложно сказать. Также очень... Вы не сможете Зарья. Вы можете просто оптить только один танк. И, вместо, три ДПС и два Суппорта. И, вместо двух Танк. Очень common to see that, too. Ну, definitely. И, мы смотрим, как они приходят. У нас есть много разных looks. И я просто хочу сказать, что это герои мы не видели сегодня. Вы знаете, Торбюрин. И, конечно, у нас не решаетесь идти с Дублбилдер. Это не лучший день для Ардбарк. Но, конечно, это лучший день для Сметра. Сметра. И, конечно, у нас не было. И, конечно, у нас есть Сметра. И, конечно, у нас есть Сметра. Но она не задумает. И, конечно, у меня в последнее engage. Это просто значит, что ДТелепортер не будет злейшей самотк. Она и не вирует что-то еще лучше. И, конечно, у нас не позже подчистки. Она не работает на фраге. Она только очень дорого с другими. Она только недели в близкие и очень хорошие средства. Когда-тоèce комбо-то с любыми. И, конечно, у них есть big part of the rest of her коман. Нuma победа и еще очень проблемой позволяет с лидерами. Так, это риск. И так, как они убили. Сметра не очень сильно без. Немного её на них привирает. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребята, не бойтесь, я не уснул. Вы как-то мне уснули. Что ж, началась у нас атака. Теперь Энвиас в атаке. Они красные. Телл Спин играет на своей любимой фаре. Хорошо он закидывает две ракеты в комнату. Попадает в... Ох, не получилось у него забрать Туизи. Дал он ему хоть шот. Близзо к тому. Нет, отлично, отлично, ребята. Живем, живем. Давайте. Туизи. Дуэль у него со снайпером. Убивает Коко. Попадает... Убивает Ангела. И должен бить Телл Спина. Убьет? Нет. Сзади заходит уже солдат, ультующий. И его замахивает молотом. Ой, а как это получилось, что взорвался Рейнхард? Кто-то, видимо, его еще другой продамажил. Убивает Симметра. Убирает Симметра. И Интернет Халк идет давить оставшегося саппорта команды Рейнхард. Видим, впереди... Да, все, саппорт ушел. Ну, ничего страшного. Есть ульта у Рейнхарта. Можно скомбить. И вот сейчас у Телл Спина. Самое ключевое, что будет ульта у Телл Спина. Можно будет ее комбить с ультой... Да, пошел Рейнхармабаб. Троих только забрали. Ну, этого, кстати, достаточно, чтобы продолжать двигать точку. Анфикс убивает Коко. Слушайте, ну, надо дефицита еще... Четыре с половиной минуты Рейнхардом. А они что-то как-то точку вообще не могут задержать. Да, все тяжело. О, ульта по пятерым! Ульта по пятерым! Дайте куда-то туда ему куда-нибудь урон, пожалуйста! Ульта в пятерых! Вингхэвен, жаль, не удалось реализовать, не было никакого урона. Ммм, вот фару бы туда, он фиксит. Где вот он был? Он, наверное, мертвый валялся. Жесть... Пятерых положил в этим конусом своим, а добить нечем. Вот он только одного попытался, и кто с горем пополам пригвоздил его... Класс! Хороший минус от Туизи. Сразу Тейлспина обрубил на корню атаку, и теперь Валютая тоже убивает Ангела. Вот так вот и надо. Вот еще... Давай-давай, обезьянку добей! Хорош! Еще затянул время. Туизи очень классно из этого окна, он тут настреливает. Сейчас надо будет подрубить ульту. Сейчас вот выйдет... Да, вышел обезьян, и вот теперь надо подрубать ульту, и... со своей командой... Да, подрубается ульта. Собственно, заходить самому вот в то окно, а команда, чтобы отвлекала вот с этой вот стороны. Ну, вот Уизи перешел к своей команде, и вот вот сейчас за это поплатится. Да, Тейлспин не прощает, не отпускает. Пошли басы... Кидается... Ай, нет, нет, нет. Тейлспин как не может попасть по летающим целям? Его роняют. Надо взлетать, взлетать надо. Пошел Rain from above от Unfixed'а. Валютая делает минус два, но его убивают, и точка продолжает двигаться дальше. Нужно еще две минуты двадцать секунд держаться ребятам из Reunited, если они хотят выиграть эту карту. Нет, не стал стрелять в Туизи. Есть у Интернет-Халка Ункап. Короче, есть четырех лета у Инверсов. И я думаю, они сейчас вот... Если до конца не зайдут, то вот до поворота и дальше вот точно прокрутят точку. Почти полный, семьдесят процентов разогрев у Зари. Туизи пытается вырезать... Выцепить и убить хотя бы кого-то. Попал хороший хэдшот по Заре и добил Зарю. Не знаю, суть ли сейчас подключать кп-шку. Кп-шку Vision. Есть у Интернет-Халка, подрубает. Дойдет на пять минут. Давай, бивай. Ииииии... Чуть не упал Телспин. а вот кинули мы флешкой он упал отлично подловил его макри на этом деле что он скрывался вниз и быть и самым он сил в принципе шансы есть у риунайтедов 30 секунд 30 секунд это одна так в принципе одну так вот эту отбивают и все нормально но и очень нужно бить хорошо заходит умирает макри умирает айму умирает ангел все кажется нет просто не зайдут 18 секунд поднимая тему или свою команду ангел анфикс сделать уже минус 3 разошелся анфикс и допишется гудгейм и первая карта остается в активе ри юнайтед 1 1 счет напомню потому что в финале из финала верхней сетки вышли энвиас и у них преимущество в одну карту все закончится эта карта народ поливает в лобби и будет играться второй сет не знаю какой карте надеюсь будет что-то новенькое сегодня превалировали голливуд и вот собственно king's row который сейчас закончился волк оу шейм довозить тележку да все закончилась риана это действительно неплохо собрались взяли показывают нам лучшему матча это прыгнул он вот здесь в воздухе поймал фару отлично и здесь вот убил еще ангела класс много урона вниз по обезьяне и поэтому ему дали лучший момент следующий матч начинается вот-вот но я думаю сейчас он там будет в лобби какая-то перетасовочка поставить заставочку посмотрим я даже не знаю в принципе смотреть на чьи не надо уже у нас финал говорят у нас комментаторы что нас будут выбирать карту мопчайс риус рим мопс армэр лиджан дорадо и холливуд понятно сэйс зипи блэйм хиньер фи фитерон Не факт, что они смогут. Ли Джан 3-1 не выиграет одна из команд. Не знаю, почему так. Такой оптимист один из комментаторов. Кстати, смотрите, у них сапгол перекрытый. Короче, сапгол они выполнили. 713 долларов из 700. Холливуд сейчас будет. Да, вторая по популярности сегодня карта. All day, every day. Холливуд. The King's Row. И Reunited выбирают сначала атаку. Также они хотят, как на прошлой карте, сначала атаковать, чтобы знать уже свое время и от него играть. Собственно, в принципе, это удобно. Говорят они, что у нас как будто бы сейчас будет best of three. Вот. Закончили сегодня наконец-то чай. И... Собственно, Пик у нас стандартный для защиты. В атаке сейчас посмотрим, что пикнут. Стандартный это два саппорта. Скорее всего, Люсио сейчас поменяют на обычного ангела. Вот. Ну, прибежит сначала, приведет свою команду, а именно симметру на Люсио и побежит обратно. Вот. А... Четыре кор-героя. Нет, правда, Маккри. Три кор-героя. Это ангел, Рейнхард и Дала, которые сегодня пикуются на протяжении всего дня. Тейл Смитча скиньет опять свой капкан. Ну, интересная задумка. Они решили вот этот вход заминировать. Посмотрим. Жаль нам, наверное, не покажут этот момент, как там будут выходить соперники. Но я посмотрел. Да, работает пив. Отлично. Бивает... Ублютаю. Ублютаю. Прикольно, да. Неплохая, кстати, задумка. Просто поставить, как бы, пару вышек, ну, пару туреток и капкан. Почему бы и нет? Надо будет на ладере попробовать. Принимать лучше всего, конечно, вот здесь, да, вот в этом проходе, но... Почему бы не вырубить одного героя с самого начала, не потянуть тем самым время? Отличная задумка. Тейл Спин спамит своими гранатками. В принципе, на Крысавчике только это и нужно делать. Вот, ну, еще нужно взрывать весь забор. Вот, о заборах мы сегодня говорили. Вот, забор сейчас был взорван. Закидывает Тейл Спин в свои гранатки. Есть у него ульта. Хорошо попал по троим фугасный линей, но добили его только сейчас с Рейнхарда, и там еще есть где-то ранен Маккри, хотя его могли захилить. Гарри Хук делает минус два. Находится он за щитом и может тем самым попробовать убить ультующего Маккри. Хорошо убивает Зарю. Закатывается шина. Минус два от Тейл Спина. Отлично. Сейчас он пытается разобраться с обезьяной. Разбирается. Хорошо. Ну, Энви Ас себя чувствует очень уверенно на Голливуде. Ну, в защите. Тейл Спин продолжает спамить. Почти упал щит Рейнхарда, а именно Винг Хевана. Ультует опять Маккри где-то. Красавчик пытался закинуть свою фугасную мину в толпу. Ну, кстати, Уинсон забирает Ангела. А, нет, не Уинсон. Тайму забивает. Забирает Ангела. Дает съездочка от КСХ-Вэну. Ультавнику, да? Ультавнику, да? Ультавнику, да? Ультавнику, да? Ультавнику, да? есть льда у гарри хука зря мне кажется он развил так активно свой барабан потому что этот выстрел в лайн не попадает лучше пострелять медленно верно всеми попадать выстрелы чем тебя попадет всего лишь два в принципе разница будет такая большая а времени на когда ты будешь тратить меньше огонь готовность от зари стягивает она только в одного вроде бы карта от кока гарри хук опять выносит двоих 3 как здорово выносит под машиной вдову прилетает пуля на скорости врываются что у них даже не получается забрать первую точку хороший вдов конечно очень интересный согласен когда вдова попадает и прям вообще не получилось утонуть он уже поднял молот но не коснулся земли и кажется это все это все инвязь выигрывают первую вот выигрывают первую половину что же это говорит нам о чем о том что если сейчас инвязь в атаке заберут . то игра закончится то счет станет 21 используя инвязь и перейдем на следующую карту следующая карта у вас будет либо в башне линдзя либо тарада кажется так и просто просто как-то линдзя в карту вот что-то так что-то сумма Рассказывать нам, почему за последнюю неделю, кстати, за последнюю неделю в мете соревновательных игр в основном стало появляться краски-крысавчик. У нас там каких-то типичных таких дамагеров, вот, наподобие Фары, наподобие Макри, часто пикают, ну, часто пикают давай на красавчика, либо как дополнение к ним, либо вот как замена. Например, сейчас не было Фары от Тейкспина, он играл на красавчик. Почему это происходит? Потому что здесь очень узкие проходы на точку А. Вот они сейчас спокойно держали их, и Тейлспин мог спокойно накидывать, закидывать бомбочки, урон. Все, солнце у меня заходит на экран, ребята. Первый раз я вижу в этом году утром солнце. И заходящее мне в окно, прикольно. Пойдет на свет, выключу сейчас, секунду. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Так, это у нас Тейлспин играет на фаре. Тут хорошие мулы, когда фары отталкивают себя и дают себе ускорение с помощью Ешки. Вот, надо будет тоже как-нибудь воспользоваться, попробовать. Удобная вещь. Но нужно научиться этим пользоваться. Ух, Валтая делает минус. Слушайте, ну, в принципе, могут побороться с Реонайтедом. К сожалению, умирает Туизи. Очень круто комбить Ешку под себя и шифт, когда полет выше и быстрее. Ага. Видел, да, сегодня тоже пару таких взлетов. Вот. Но чисто сам в игре редко использую. Ну, скилла недостаточно. Ух, проходит молот под машиной и роняет он всех, откидывает в Валтая. Валтая. И убьет, бьет же интернетного Халка, когда добивает Зарю, причем добивает его круиз, играющий на Симметре. Что ж, Unfixed получил свою ульту. Сейчас он может туда завести Колесо Смерти. Слушайте, у нас уже довольно много, опять. Вдруг резко встала. Всем еще раз большой привет, кто первый раз присоединился на трансляцию. Смотрим мы финал, 1-1 счет. И вот сейчас залетает Тайму. Пытался он сделать опять джамп-шот, но не получилось в этот раз. Unfixed запускает свое чудо ультимейт, они все время как-то вот так закатываются, но времени сейчас нету, и что же ты делаешь? Это ошибка, надо было хотя бы ехать пробовать. Да, ну, ошибся Unfixed бывает, но вот из-за таких ошибок может складываться игра. Вот парень с дробовиком, это, на котором играет Туизи, это Жнец. Круиз делает тройное убийство, да, его туретки нажигают, но плюс он сам своим лучом убивает. Надо дефиц, и хоть как-то умирают все. Тейл Спинк застрелил двоих, троих, третьего помог Тайму застрелить, и последние миллиметры захвата точки. Если не успеют как-то прервать или задефицит, то... то выиграют здесь Энвиаса, и Карта останется за ними. Да, все. Это Гудгейм, и Энвиас... Энвиас ведут теперь в этой серии со счетом 2-1. Субтитры делал DimaTorzok. Рассказывают комментаторы о том, что чатик надо, конечно, взрываться, и ничто не может так взорвать чат, как шина. Крысавчик, который залетает, и в чате... На твиче, я так понимаю, подразумевается. Происходит взрыв эмоций. Так, что-то у нас 2-1. Что нам ждать от Дорадо? Мы ждать полной отдачи Reunited, вложения всех сил в эту игру, потому что им нужно обязательно побеждать. Иначе они не попадут на пятую карту этого гранд-финала и не смогут побороться за главный приз, 300 по-чински. Да, именно так. Красавчик. Ред и пожар. Еще можно бомбочку туда нарисовать. Тоже будет очень натурально. Да, сегодня были только три карты, говорят. Один раз я увидел Непал, я был в восторге. И все остальное прошло. У нас все игры прошли на Дорадо. И... Конечно же, Топ побил по пикам. Карта Кимикс Роу побила. Все, возможно, рекорды. На Голливуде мы тоже поиграли. Ой, посмотрели много игр. Ну, вот. Ну, собственно, эти две карты и были первыми. Так что... И начинается Дорадо. Комментатор уже рассуждает насчет того, чтобы побить по количеству просмотров Доту, Контру... Ну, удачи им. С их турниром, на самом деле, Overwatch довольно плотно так завоевал зрительскую аудиторию на Twitch. С момента релиза. Много народу смотрит. И... Я думаю, еще больше играет. Поэтому... У Overwatch есть киберспортивная такая составляющая. и есть киберспортивная будущая. Зависит от, конечно же, разработчиков. Надеюсь, что Blizzard будут поддерживать всякие соревнования. И если они будут создавать турниры наподобие... Ну... Конечно же, все вспоминают сразу International. Вот. Какие-то такие... Крупные ивенты, или вот будут поддерживать такие большие турниры, как сегодняшний, то... Повернуть будет. Киберспортивная дисциплина, так? Ну, пока только релиз, думаю, дальше хуже будет. Да. Да, будет меньше зрителей, с каждым разом постепенно. Но... Давайте потом просуждаем на эту тему. Потому что началась атака, дошла на стиле до рынка. Это было несложно, потому что... Реунайтед заняли оборону сразу на рынке. Наверху стоит... Туизи. Улетает Вингхевен. Туизи делает фраг. Улетая, убивает хиллера. И Круиз добирает обезьяну. Умирает Коко. Туизи под бафом находится, в районе... 260 хп он сносит. Ммм... Странно. Туизи не полностью был заряжен, поэтому не делали. Плюс... Таймол умеет половину... Лайон ульт ин. Плохо надо его убить, отличный убили, минус 3 уже от команды защиты. Он фиксит уже заревел уйту, накидывает он гранатки вниз. Надо, наверное, запускать... запускай колесо, давай. Или нет, наоборот, вставлять, в принципе, хорошо под какую-то сложную ситуацию. Сейчас все понятно, предельно ясно. А, вот он сейчас все запустится. Опять он тупит стенку, как обычно эта фишечка, фишечка. Как он... он сделал даблкил, но тут же воскресило ангела, а вот ангел как не умерла и... А-а-а, там одновременно все произошло. Так, прикольный тот же момент. Туизи ищет кого-нибудь, кем можно поживиться. Не получилось охота. Тайму взял лжнеца, зиппера, человека с дробовиками. Если же Тау Коко, будет ли Тау Дуи? Отлично. Помогает ему забрать Эккарту. Прячется от вышек. Пытается накидывать Коко с руки. Но анфиксы не прощают нахождение на лоу хп. Танку команды Элиас. Пять. Все, докатили телегу до конца рынка, теперь будет церковь. Да, интернет-халк запрыгнул за снайпером. Команда Рейнайт и убивает ее. Появилась ульта у Тейл Спина. Посмотрим, как он ее реализует. Кинул флешку через верх, не получилось. Сломал щиты. Подробил ульту. Нет, все уходят, все уходят. В принципе, это хорошо. Ой, почти, почти до враума там появился щит. Хорошо, что все ушли, потому что... О, прерывая ульту отлично, флешка забирает еще Рейкарта. Пытается забрать Ангела. Не успевает, не успевает, она поднимает двоих. Врывается, все-таки забирает Ангела. Поздно, она уже подняла команду. Теперь вам будет сложно закатить эту судьбу, не убив всю команду. Перед этим. Оп. Вылетая может убить из Ангела. Отлично. Вырезает хиллап команды атаки. Слушайте, продолжаем давить активно на Энвиасы. Давит, давит, давит. Ангела за последние 25 секунд или так. Ну, мы взяли и пытались остановить этого. Мы чейнили смерти снова и снова снова. И они потеряли много хороших защитных позиций. И теперь Ангела в очень хорошей позиции, как они переехали до этого последнего чекпоя. Я не уверен, что они будут изменять ничего. Это не появляется, как они сейчас. Тайлспин не делает это. И мы увидим, что он делает. Тайлспин есть. В принципе, взяли еще трейсерку в защиту для Туизи. Трейсерка утонула. Убила. Нет, беги трейсерка. Убирает отлично Туизи Интернет Халка. Но Тайлспин отлично вырезает, тоже убивает трех, получается, от героев оппонентов. Пошла ульта от трейсерки. Зайвейдил ее в Тайлспин. И вроде бы кинул флешку в самую виновницу жительства, но не получилось все забрать. Хайнун пытался даваться дважды. Нужно повалить, повалить уже на землю Рейкарту. Ух, подняла Ангел свою паланду. Но как же так, Туизи промазал второй раз ультой, и ультик прям как я кидает. Тайлспин зарядил ульту. Баффетил Ангел, очень удобная досвязка, я про нее сегодня уже говорил. Так, заходит по второму этажу Ко Ко, вместе с своей командой, вместе с танками, с силами, в общем, плотно они идут. Взлетает хорошо, ультует, анфиксит, минус 3. Как обычно, хорошие ульты от Фары. Валютая тоже делает минус 2 с помощью флешки, и еще целую минуту нужно держаться в Виасе для того, чтобы у них был хотя бы какой-то запас. Тайлспин из Макари, из Джанграда, из Фары прям очень классно отыгрывал. Да, я это сегодня тоже отмечал, что прям Тайлспин, он особенно за Фару. За красавчика он только что играл на Голливуде, неплохо. А вот за Фару, за Фару он тоже и на Голливуде катал хорошо, и на Кингсроу вроде было дело. В общем, отлично катает. Ну, еще сегодня были хорошие ульты от Валютая за Макари, но сейчас в этой игре что-то у них не получается. Так, Фраги дает минуса. Короче, ну как мы ему отдали вот эту точку, ну в смысле не пойдут. Нет, пойдут все-таки, смотрите, 7 секунд, все правильно. нужно зайти на точку, чтобы пошел в верта, пошел в верта. Держит Коко щит, и получается у него. Ух, роняет, роняет Рейнхарта, забирает Рейнхардт от соперника. Слушайте, они дотолкают в телегу такими темпами. Нет, не дотолкают, отлично, воскрешает Ангел троих. Сейчас дело за Анфиксидом, как он ультанет? Он уже ультанул. Похоже, что никак. Поймал, поймал обезьяна, развернись кинь. Все, довозит груз. Нет, не довозит, там груз, груз мансит. Да, на овертаймах довезли Энвиас и груз, соответственно. Нужно Реюнайтедом побеждать. Обязательно нужно быстрее довозить, и Тейлспин вам показывает легкий момент. Ну, неплохо, смотрите. Четырех забрал, получается. На лалах. На соплях. Именно. На соплях. Доковы реально. Но, как ты говорил, они все время работают в мире. 10.42. Это... ...экстремленно угрожающе, в любом смысле слова. Совершенно. Эм... Блин, я хочу видеть больше Генжи играть из этих игроков адептов Генжи. Ты можешь просто быть абсолютным геймчангером, ...экстремленно огромный. Угу. Конечно, Так, ну что ж, решающий, получается. Один из решающих раундов для команды показывает, что у нас СНДАС против СНДАС. Ну, я надеюсь, сейчас исправят. И двоечку поставили. Ну, что-то совсем поплавило. Ага, меняют просто на ходу. Вот. Рьюнайтедам надо в любом случае довозить телегу, побеждать. Иначе... Иначе все. Гуф. ГГ. И Забвение. Второе место. Давайте посчитаем чужие деньги. Посмотрим, сколько. Накапает. За победу. Прайс пул пятьсоточка. Плюс донаты. Ну, короче, вот это 700 долларов они разогнали, 700 долларов будет. Денежка. На команду, на пятерых, конечно, немного. Ну, что поделать. Это только начало. Запуск для Overwatch. Гризарды еще много всего приделают. Создадут кучу контента. И, в общем... О! Ждем. Все шесть турелей расставил Халк из интернета. Телеспан. Начинает поливать шарики. Надо будет запомнить, что можно здесь в воротах стоять, в принципе. Прикольно. Генжи попробовал зайти с другой стороны, через стенку. Здесь висит трапа красавчика. И почти получилось в тайме сделать фраг. Перелетает, к сожалению, у меня бомбочка. Вылетая, взял трейсерку, сносит на туретку. Заходит со спины. Ну, в принципе, если он сейчас зайдет еще здесь, найдет пару туреток и начнет развлекать в таких героях, вот, да, типа симметрой красавчика вот этого, то ему будет здесь очень даже удобно и весело. Анфикс это далеко, мне кажется, уртует красавчик, нет? О, взрывать пытается. Убивает Туизи все-таки. Ну, хорошо, хорошо. В принципе, в одного. Не самое лучшее применение, но тоже пойдет. Туизи. Тут круиз. Нашел ТПшку Гэнджи, круиз, и, соответственно, теперь он будет убить быстро всех, не дать ангела воскресить. Вот. И пошла в льта, закончила ангела. Туизи. Чуть-то появился унфикс, да? Попадает он в тайму, убивает. Туизи. Туизи. Не надо днем. Если у вас есть гравитон, то здесь все в Xu. Это может быть будущие аттракции для эндиация, если не прийти. О, не еще ничего не днем, но он врешет. Он просвечет. Сами просвечем. Он и пошел за хрюм. Эх, туизи. Я не могу свитчи, но на макри. Окей, несiv бак. Таймул пытался свитчи на макри а у него что-то сбаговало, он сейчас смог все-таки. Слушай, наверное, плохо идет, но не на это, да. Я надеюсь, что они смогут выиграть. Добирается до обезьяны, до Туизи обезьяны, там трейсерка от Валутаи делает минус 2, ой, роняет двоих Коко. Убивать должен хиллера, но поднимает там трейсерку. Это Коко все равно размахивает молотом, убивает еще двоих. Так, на мосту двоем, он фиксит и вылетает по-моему. Макри, Таймер, захватить флешкой трейсерку. Ммм, класс, он просто взял и разыграл Макри на такой средней дистанции, на которой он на Туизи флешк. Переиграл неплохо. Еще сейчас не бьет хила. Как же неприятно команде защиты против такого упутного игрока на трейсер. Анфиксид накопил ульту. Ультует. Ульта есть ванфиксида. Так, я надеюсь, выгуснули, потому что меня вот сейчас чуть-чуть в команде защиты. Есть четыре ульты в команде атаки. Кинула ульту трейсерка. Да. Ух, откидывает, откидывает Уэстон. Поздно спать, решаем вставать. Надо, пока нет. Отлично, ребята. Вы здесь, самое главное. Я же потерялся, что происходит, какая карта. Один из тех житимых персонажей, почти 7 утра. Жесть. У меня почти пять. Короче, счет 2-1. Это финал. Вот. Команда синяя, Envyas. Команда красная, Reunite. Есть ульты. Два ульта есть у Reunite. Вот. И у Envyas есть тоже два ульта. Им нужно Envyas синим, защите, который играет. Им нужно четыре минуты еще продержаться. Вот. А, соответственно, у команды атаки, у Reunite, у них задача за три минуты за эти захватить, довести тележку до конца. Иначе они проиграют. Иначе будет счет 3-1 в сумме по двум картам, по трем картам. И они проиграют. Этот турнир займут первое место. Ну вот, сейчас это можно подвигать. Почему? Потолкали точку. Как была возможность. Видимо, не хотели получать дополнительный урон. Ждут Хилла. Ждут своих всех тиммейтов Reunited. Вингхэвен улетает просто. Ух. Тайму убивает Фару. Умирает еще обезьяна. Ясно болею за 3-1. Тайл Спин делает минус 2 на своем солдате. Убивает Ангела, убивает Макри. Вылетаю. Отъедался Тайл Спин. Почему-то он стоит, просто решил поменять. Все, он взял свою Фару. Ребята, держитесь. Мне еще смотреть на Рокхолдерс. Ну, они, если говорить в 5 они начнут, то через 10 минут. Ой, Москар. Так, так. Короче, полторы минуты осталось до развязки, ребята. Полторы минуты. Не нужно, и будет ли еще игры. Тайл Спин взял свою Фару, нарезает, убивая двоих, троих, с помощью Тайму. Они вдвоем просто убивают всю команду. Как обычно. Бежит он теперь менять опять героя. Зачем? Кого ты хочешь поменять? Кого же будет менять Тайл Спин? Он почти рекомендовал мультуры, сейчас меняет обратно на солдата. Зачем? Видимо, чтобы запутать соперников. Да. Похоже, что не получится у Реуинаи туда захватить эту точку. Последняя атака сейчас будет. Убивает Морти. Нет. Все. Энви. Энви обречены, ребят. Обречены на победу, а Реуинаид у них больше не осталось времени, чтобы дождаться своего спорта. 15 секунд. А что будет, если Реуинаид тоже в овертайме дотащит? Если они во времени смогут попасть. Вот слева написано время Time to defend. И овертаймы начинаются. Да. Ну что ж, теперь только на овертаймах тянуть. Так. Резюмируем Акрит Топ, но фара круче. Тейлспин круче. Он, конечно, дает жару на фаре. Все. Падает Реуинаид. Остался... Нет! Ангел, Ангел дает ульту. Зайдите кто-то на точку. А, хорошо. Зашли. Продолжается. Но все. Нет. Все падают. Минус 4. Остается только Анфикс. Тоже умирает. И Туизи тоже умирает. Все. Ребята. Гудгейм. Выиграли. НВС 3-1. Эту игру. Победили они в этом чемпионате, в этом турнире. Да, минус 3 от Тайму, и все, ребята, спасибо, что вы были со мной, спасибо всем, кто это видел, всем, кто это пережил, всем, кто смотрит эти записи, огромный привет от пацанов из чатика в 5 утра моска. Вот, собственно, мы и заканчиваем. Покажу я вам сейчас напоследок сеточку, заставочку, сеточку. И мы будем заканчивать. А, можно подвести краткие итоги. Итак, сегодня был турнирчик от Госсу Геймерс в Иклеео номер 11. Победила команда МВАС, она прям прошагала по верхней сетке до момента раунд 6 Бестов 3. И там до начала Бестов 3 раундов финал верхней сетки прошел 2-1 со счетом 2-1 в пользу МВАС против Реунайтед. И как раз таки первое место, вот финал, опять так же играли Энви против Реунайтед. Со счетом 3-1 победили Энви. Из наших команд участвовала команда Энекс, в которой участвуют, играют Кулер и Сайфер, но, к сожалению, они упали в лозера и оттуда тоже вылетели. Не заняли никаких призовых мест, вот, но у них еще все впереди. Спасибо, что смотрели. Вот. Спокойной ночи. Пока. Продолжение следует...